Много, конечно, я информации за это время почерпнул. И в этой части, ну, это, наверное, третья часть уже без ретраев. То есть идём, пока всё, фу-фу-фу, не очень плохо. Значительно можно сделать лучше, значительно можно лучше сделать. Но я пока жив, и это радует меня. Нет, мы подключили новый регион, там набираем рекрутов. И, собственно, активные действия тут проходят, самые активные действия. В регионе, где села Адвент и Восьмёрка, вы уже все в конспирации. Было нападение на Новую Арктику, еле отбились. Ну, как, нет, нормально отбились, Мэг очень помог. Здесь тоже рекруты, потому что три человека всего лишь. По исследованиям. В данный момент идёт исследование на увеличение скорости. Исследование этих самых... Самая большая проблема с материалами. Их не хватает. Они нужны для большого количества целей. Для обновления лазерного оружия. Для ретрансляционных вышек. Для исследований в партизанской школе. Для найма рекрутов. И... Возможно, стоит всё-таки сейчас вместо рекрутов... В каком-то месте... Ну, ладно, пусть здесь будут материалы. Сейчас будет миссия. На материалы где-то 76 дадут материалов. И разведданных 25. Её обязательно нужно выполнить хорошо. А так тяжело. Тяжело. Сегодня будет крайне непростой день. Да, нужно ещё регион, чтобы перетягивать. Но для этого нужны либо материалы, либо разведданные. То есть, либо ретрансляционные. Ой. И там ещё аватар параллельный. Усиливает защиту от взлома. Хорошо. 100% проникновения. Я не помню, насколько там новая цель. Минимальная. Персонал сопротивления. Очень хорошо. 6 дней. Неплохо. Так. Значит, сюда мы идём прям под 6 дней. Правильно? Прям под 6 дней. Спасить сторонников сопротивления. Сколько там человек? Раз, два, три. Три. Три человека. Это очень хорошо для нового региона. Берём пулемётчик снайпера, ниндзю, штурмаша. И ещё, кажется, по месяца один. Скорее всего, это будет офицер-гранатомётчик. 6 дней, 2 часа. Но 2 часа это не овер. Время. То есть, мы можем уложиться. По оборудованию. Снимаем всю броню, снимаем всё оружие. Сейчас нужно максимально подготовиться к этой миссии. Произвести, к сожалению, я особо ничего не могу. Несси берёт дополнительную броню. Несси берёт морозку. И, возможно, лазерный дырокол. Хорошая манёвренность. И при этом неплохая бойная сила. Здесь двое с дыроколами. Снайперская винтовка и пулемёт. Пулемёт же у меня вроде был. Капунда поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. И сообщает, Мишкин, мне, премиум, тебе, донат, а также боль, унижение. Как можно больше смерти элементов, как можно меньше лаков. Хорошего стрельба. Жестокий ты человек. Так, настройку спуска я ещё хотел сделать, да? Мантичу, чтобы он в овервотча попадал. А вот есть меткость на 15 при ответной стрельбе. Это очень хорошо. А пушку лазерную единственную, мантичевскую, я, кажется, отдал другому Хэвику. Снайперская винтовка тоже, кажется, занята лазерная, да. Феликсу её обязательно нужно обновить. Бронебойные патроны, хорошо. Аптечка страховочная. Штурм, Хэвик. Хорошо. Пистолет может кому? Нет, пожалуй, так стоит оставить. То есть активность противника минимальная. То есть это 6-9 человек. 6-9 человек. Нас пятеро уже хорошо. Нас пятеро. Света, шум, свето, шум. Аптечка, жилеты, морозка, гранаты. Поехали. Поехали. Ради денег я готов, блин, на всё. Может быть, здесь тоже остановиться, не искать уже новобранцев, потому что тут 5 человек плюс 3 уже 8, хотя 13, кажется, максимум. И тоже материалы фармить. Материалы это так. Тут миссии могут быть разные самые. Короче, это миссия с фиксированной зоной эвакуации. Задача либо убить, либо захватить ВИПа. Захватим ВИПа, получим разведданные. Не захватим ВИПа. Миссию всё равно выполним. Но разведданных дополнительных не будет. Ключевое это быть на точке эвакуации. Проходили уже разок эту миссию по-особому. То есть приходили сначала к точке эвакуации, а потом убивали ВИПа. Потому что он стоит, как правило, рядом с машиной. Уничтожить его проблемы нет никакой. Если у тебя есть гранатомётчик, кидаешь гранату, он умирает. И тут же в этот же ход ты улетаешь. Но если действительно активность противников тут не такая высокая, нужно всё-таки поубивать их всех, ВИПа захватить и свалить. То есть ради дополнительных разведданных, ради дополнительного опыта и ради дополнительных предметов. Тем более, что активность в этом регионе силы адвента по-прежнему практически минимальна. То есть две единички. То есть здесь не такие высоколевелные товарищи будут встречаться. Белая полоска чата на стриме сейчас, секундочку. Наверное, так будет лучше. Так, вот он ВИП, вот она эвакуация. Я думаю, что нужно сразу на эвакуацию идти. Не к ВИПу, а на эвакуацию. Несмотря на то, что 12 ходов, во-первых, здесь граница очень близко. Во-вторых, я вот отсюда, отсюда ВИПа спокойно снимаю, ну почти спокойно, и в один-полтора хода ухожу. Так, мне нужен человек Несси. А, Несси это в другой теме, блин. Так, у кого здесь у нас есть, может быть, перк на пониженное... Нету ничего такого. Тогда штурмовиков берем. То есть, твоя задача, идти как-то вот так. Пока-пока нет, хорошо. Жмемся? Да, пожалуй, жмемся к краю пока что. Вижу мирных, но я их, кажется, обхожу слева, поэтому... С лазерным оружием стало несколько попроще, потому что возрастает также и точность пушек. Не только урон возрастает, но и... А, и тут первая снайперская винтовка. Я наковырял там эти 30 баксов. Аккуратно. Тихо, вроде. Здесь обходим мирных. Эта миссия опасна тем, что... Что... Фиксированная зона эвакуации. То есть, если ты захочешь свалить, и вдруг не успеешь добраться по тем или иным причинам до точки эвакуации, то все, те, кто не успеет, похоронил, считай, людей. Поэтому я стараюсь придерживаться на такого типа... На такой вот миссии. Тут много разных и типов, и карт в том числе. Как раз для того, чтобы... Пусть даже ВИПа убьем мы. Пусть... Мы получим разведданные. Главная сейчас ценность — это специалисты. Так, близко враг. Что-то я не слышу звуков ходьбы. Сделаю погромче колонки. Эвакуация уже близко. Ходов хватает. Подходим. Шкода Бесса такой ходит. А вот и враги. Так, значит, две змеи... Дроид. Там две змеи были, и еще кто там. А вот теперь нужно уже вставать в... За укрытием. Желательно не подходить, но укрытие выискивать внимательно. А может быть, и ход пропустить, потому что дроид может до меня долететь. Одно дело, если долетит дроид... Один дроид, а другое... О, еще пак. Офицеры и двое обычных, но уже с перками на ХП, на... Там же еще события адвента жестенькие. То есть, все враги находятся здесь. Уже. Это плохо. То есть, судя по всему, все. Вот буквально все. Уже здесь. Снайперов все равно нужно подводить. Потому что ему, в конце концов, тоже эвакуироваться не уже. В идеале его нужно поставить на здание, на какое-то возвышение рядом с точкой. Ой, как не хочется дойти. Ладно, давай вот так вот. С Богом. Так, офицер, двое обычных. Ну, кто-то не обычный там, а кто-то обычный вот черненький. Идут в мою сторону. Три человека. Это четвертый, прямо на меня летит. Судя по всему, этот ход инициация будет. Да. Ну, пока змей... А, мутон! Тут мутон и две змеи. Но они меня пока не видят. Более того, они ушли подальше. И это как раз тот самый момент, когда я минус 4 могу сделать. 4, 7, это уже 8. Это фактически все, кто есть. То есть, моя задача шандарахнуть по этим. Принять их на овере. А, возможно, даже... Так, у тебя морозка еще есть. Но морозку лучше оставить, наверное... Хотя под первый пак лучше морозка ляжет. Потому что просто... Так, это что такое? Направленный щит. Так, а заморозку другого пака, который я до этого направил. Так, Ильдар Каримов. У него как раз гранаты на... Не специалист по взрывам. Он специалист по... По саппорт-гранатам. Как не хочется гренку кидать бэской. Точнее, ракету кидать бэской. Хотя меткость 80. Что может пойти? Нет, ракета хорошо заходит уже на следующий пак, когда люди уже будут разбегаться. Тут надо избавиться от фланга вот так, скорее всего. Но придется светошум кидать. Я так считаю. Или гренка, или светошум. Так, а зачем тебе светошум? Ой, сори. Если ты их в один ход собираешься побывать. Ну, чтобы офицер гранатов тебя не кинул. Ну, есть минус один. В том, что пушки нормальные у Хэвика нет. То есть, по идее, я не должен сейчас... Я должен кинуться, начать все светошумы, но Хэвик не должен быть в Overwatch. Вот в чем дело. Есть тоже проблемы. Фууу, ладно, ты на овере. Нет, это же не на овере, блин. Один снайпер на овере получается. Спектаром. Гранатка сколько отнимет? 2, 5, ё-моё. Какой позор. Может, сразу 5 сюда одного, чтобы убить выстрел и не тратить. Да, давай так, поехали. Опасно. Опасно, опасно, опасно. Поехали. Не добил. 3, 4, 3 урона всего лишь. Сейчас 2 выстрела овера. Я рассчитываю на снайпа с снайперской винтовкой, с которой не должен мазать вообще, учитывая прицел. По офицеру стреляет снайпер. Не топовый снайпер, кстати. Попадает на 3 всего лишь попадание 65. Хэвик мажет по нему 57. Теперь получается светошум. Ближе подходить нельзя. Можем спулить пак. А ты можешь ран-н-ган и вот этого забрать... Нет, не можешь. Далеко слишком. Димага-то такой неманевренный, эм? Я бы добежал вот сюда вот скорее, но... Все равно опасно, можно спулить пак. Ну или ракету, блин, делать опять. Ракету и светошум. Нет. А что это за человек-то вообще, в конце концов? Вот этот правый, который... Это солдат Адвента. Разведчик, то есть он с овервочем. Хорошо, то есть мне нужно светошумовую только под офицера закинуть, и уже будет неплохо. Но, возможно, стоит несколько сократить дистанцию штурмовиком, просто чтобы он в следующий ход действовал лучше. Полукавр, он и в Африке полукавр. Чем ближе подхожу, тем рискованнее, конечно. Пак могу спулить. Ой. Ну ладно, давай просто светошум. Пока без свободного действия. Я понял, что меня там дроид флангует, но у него урон не серьезный, только из ориентации он опасен. Фу. Беска. Еще не поздно зарядить ракеты вот в этих. Но потом что я буду делать с мутоном? Гранатами закидывать? Там и разбегутся, не со змеями. Время есть еще, да? Может просто по этому пострелять. Слушай, ну по тебе дальние будут стрелять. Без штрафов. Нет, надо их забирать, ребята. Надо пытаться их забрать. Пофиг. На то, что и ракеты не будет. Есть. Винус 0 и 1, добыча уничтожена. Второго не забрали. Увы. Опасно. Да, стреляют по бэске. Единички дезориентациям. Флангуют, что ли? Не-не-не, не может. Да как попадает? 45. А, как попадает? Может дезориентации нет? Ту-29, да. Так, здесь точно убиваем бронебойными патронами. Здесь можно использовать сапресс. Можно использовать гренку, чтобы его добить. Здесь теоретически можно обойти и, соответственно, флангануть, убить. Но, опять же, я, скорее всего... Я могу спулить пак. Думаю, что нужно подходить аккуратненько. Как-нибудь вот сюда вот... Вот сюда вот и закидывать гренку, добивать того. Пофиг на добычу, в конце концов. Можно тебе выдача. Ну, вот таким образом я просто не... Скорее всего, не спулю пак. Минус гранаты. Бомбим, короче, все. Все бомбим. А вот что делать пулеметчиком и демагой, это большой вопрос. С одной стороны, Беской бы либо в ханкер идти. Ой, Пептары, все плохо. У Пептара все плохо. Он может подлечиться на двоечку. Я ему броню снял, у него хитов нифига нет. Это ошибка, безусловно. Подходить опасно. Я думаю, что нужно сейчас делать ханкер-ханкер. То есть демагой... Демагой, предположим, лечиться. А подругой делать ханкер. Что сейчас дезориентация спадет. Овервотч поможет, не поможет? Не поможет. Гранату ты, даже если докинешь, толку от этого будет мало. Овервотч тогда. Тут ханкер-даун. Тут тоже ханкер-даун пока что. Потому что они под полуукрытиями. Хотя он будет по правому стрелять, скорее всего. Отступает. Овервотч. От пулеметчика. 18% попадания. А, он за подкрепой идет. Так, нас ждет мутон, две змеи и офицер. Ох, при этом 7 ходов на випа, да? Второй вариант. Это мы просто бачком идем в зону эвакуации. И випа отстреливаем. То есть, они же сейчас идти не будут. Он просто к паку отступил. И я знаю, что больше врагов не будет. То есть, в теории, я могу пройти сюда. Более того, я могу пройти дальше. Всех товарищей стянуть же сюда же. Хорошо, что подсвечивается вип цель. Внимательно выбирать, куда подходить. Вроде здесь в фулл кавер. Опасно подходить даже на пару клеток вперед. Потому что есть вероятность, что нас увидят. Так что давай-ка под полу... Полуукрытием. Вот, под полуукрытием. Боюсь ему тона с двумя змеями. С ними еще сложнее, учитывая то, что я и ранение получил, и ракету потратил. И это что-то опасно. Идут они. Э, дроид, 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 дроид. Просто дроид. Хорошо. Хорошо, что по одному. Здесь дроидом... Желательно, конечно, снять снайпером. Потому что, опять же, ближе нельзя подходить. У снайпера меткость маленькая, но бесплатное целеуказание. Поэтому он ставит сначала на него меточку. И поможет остальным тоже пострелять. Привет, Элисиума. 72. Точность. Давай. Попасть главное. Там пробьем. Хорош. С этим дроидом и с остальными 8 человек, да, получается? То есть тут трое, четверо. Ну, четвертую, третью там убежал. Последний, короче, убежал. Еще один, пять. И трое, восемь человек, да. Так, тут подбегаем. В зоне эвакуации ориентировочно, да? Точно. Нет, лучше так сильно не фон... фанатично не подбегать, потому что все равно нужно этого убивать. Но убивать его придется хэвиком. То есть хэвик подходит ориентировочно сюда. Димага, скорее всего, убегает нафиг. Мне лучше не толпиться по... Аккуратно. Кто пойдет? Сейчас бы ниндзя пригодился, конечно, для того, чтобы... ВИП находится справа, он рядом с ПАКом сразу же. То есть мне нужно как-то до него добраться. Есть опция поставить снайпа, но я тут же спалюсь, потому что тут слишком близко этот угол. Сканер бы еще зашел хорошо. Кто мне точно не поможет? Пулеметчик мне точно не поможет. Нет, пулеметчик может помочь. То есть ты все-таки должен... Штурмовик мне не поможет. Я все равно не побегу туда. Ладно, штурмаша сюда. И Шкода, скорее всего, не поможет. Нужно подойти. Снайпера поставить так, чтобы он стрелял. Гарантированно он отсюда это сможет сделать. Пулеметчик крайне маловероятно, что халпанет. И идти, собственно... Хэвиком идти придется. Свободным перезарядочком. Overwatch. Хэвиком с одной гранатой. Но не сейчас. Блин, сканер реально бы пригодился. Так, может, перезарядимся еще? Ходы есть. Не факт, что с первого выстрела убьешь его. Перезарядка и устойчивая позиция. Давай. Ой. Идут. С пули нами. Попадение по мутону. Шесть урона. Две брони. Хороший выстрел, конечно. Ой, половина хп сразу же. Но времени нет. Четыре человека. Вот и думают, что делать. Еще один овер на мутона. Ну, тут минимальный дэмэдж. Хотя четверочку... Ой, машину нужно взорвать. Три хода остается. Так, смотрите. Есть план. Мутона взрываем обычные гранаты вместе с машиной. Сюда закидываем, соответственно, АОЕ гранату на трех человек. Штурмаж с ран-н-ганом убивает одного. Снайпер вырезает второго. Время на эвакуацию есть. Тут мы прямо с этой позиции закрываем троих. Тут гренка или с опрессом. Так, ну, во-первых, штурмовик особо не добегает. Есть еще второй вариант чисто убить випа. Но проблема в том, что я тогда рискую жизнью хэвиком. Есть ли у меня зарядовет данное увеличение длительности? Нет у меня офицера. Не могу я это сделать. То есть я не должен отходить далеко. Тогда штурмовик должен бежать к целям. Нет, он не должен бежать к целям. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что по огнемету? Слишком далеко подойти можно, но там укрытий нет нормальных. Я думаю, что надо начинать с хэвика вот так вот, безусловно. Это и укрытие минус с подрывом. И... А достанем ли мы по машинке еще? Нет, не достанем. У змеи не так много хп. Слушай, ты еще можешь подойти. Но ты за фулкавером, зачем тебе подходить? Резонно. Ты можешь подойти, чтобы флангануть. Ты слишком далеко от точки отходишь. Так ты в пределах одного хода. А так ты не будешь доходить две клетки. Чем тебе эта позиция не нравится? Тем, что я вместе стою. У меня гренка может прилететь. Или яд может прилететь. Яд не страшно, гренки не будет, потому что мы взорвем бутоном. А взорвешь ли ты точно... Если я его не взорву, я его в любом случае убью этим штурмовиком. Бутоны флангуют. Короче, поехали. Вот так вот. Поехали. Раз. Раз. Укрытие не сняли, никого не убили, все ранены. Что у снайпера? У снайпера 55-46. Очень, очень, не очень. Есть дым. Что, мне надо взрывать? Нужно неким взрывать. Слушай, а так ты же тоже флангуешь мутона, правильно? Раз и два. Слушай, ну ты так и этого флангуешь, офицера, который с гранатой. То есть раненган, да? Ориентировочно раненган, либо сюда, либо сюда, окей. Бесса подходит, кидает гренку. Может гарантированно убить офицера. Побить и этого. Либо, соответственно, убивает... Взрывает машину, нужно делать это до. Не факт, что взорвется машина. Не факт. А урон у тебя с гранат увеличенный, да? 2-5. Не так, чтобы очень. Огнемет точно нет. Я думаю, Беске в любом случае надо сюда подходить. У нее как с броней? Хреново. Броня пробита. Полных укрытий нет. По-другому никак. Подходим. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, достаешь до двоих. Не до троих, естественно. Либо так, либо так. Но мне кажется, так вот лучше. Потому что мы гарантированно убиваем офицера. Мутона мы дробовиком убиваем. С крайне высокой вероятностью. А с гранатой просто может не получиться достать. Да, огнемет тут не достает. Только Мутона. И то не факт, что убьет. А белки заблочим, но это не то. Огнемет машину не взорвет. Так откуда же я знаю. Тут есть массовое подавление. Очень хорошая тема на... От Хэвика. То есть, по сути, мы можем закрыть... Троих дальних без особых проблем. Без необходимости... Да, у меня же две гранаты, в конце концов. А что ты боишься тогда? Плюс снайпер на овере есть. Тут, очевидно, ран-н-ган получается, да? Ран-н-ган сюда. А теперь закрываем. Давай. А ты так-то точно его флангуешь? Точно. Поехали. Мутона штурмашом убиваем. А вот он, вип. Я подумал на секунду, что там пак. И сердце в пятки ушло, конечно. 94 плюс Крит должен умирать с очень высокой вероятностью. Падает мутон. Самый опасный, наверное, здесь враг. Учитывая гранаты. Здесь ориентировочно закрываем сапрессом. Но нужно сначала кинуть гренку, а потом закрывать сапрессом. Чтобы блокировать обилки. Слушайте, а мы даже змею можем убить, если прокнет. Вот так вот кинуть поближе к эпицентру. Закидываем гранат, убиваем офицера. Может быть, даже убиваем змею. Нет. Добыча уничтожена. Левел ап. Сейчас закрываем сапрессом обоих змей. Широкое подавление. Поехали. Ну и остается снайпер. Который, в принципе, даже дым может кинуть. Или снять цель. А снять цель. Слушай, а может мы до цели добежим? Нет, до цели мы не добежим. Ну сейчас останется два хода. Я не успею до него добежать. Тогда снимаем випа снайпером, да? Да, давай. 91%. Убили. Хорошо. Цель устранена. Левел ап. Ход змей. Точность очень низкая. Около 20 должно быть. 13%. А белки юзать не могут. Все. Никаких овервотчей. Эвакуация в один ход проходит. Эвакуация в один ход проходит. Уходим. Программа минимум выполнена. Ранения незначительные. Цель устранена. Повторяю. Цель устранена. Команда возвращается на базу. Ретурн ту база. И самое главное, мне же за это материалов дойдут. 76. Я хоть пушки начну менять. Все, поехали. Да, но минимальные сложности, тем не менее, как бы за ошибки наказывают. Отлично, говорят. Там легкое ранение, кажется, на один хит. Это вопрос недели. 100% попадания. Снайпер себя хорошо очень показал. Ставим рекорды. Получаем левелапы. Живем. Не расслышал вас. Повторите. Пш. 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 Там, кажется, два левелапы было. В том числе у снайпа. Нет, у Бески, Шкоды, диверсионная ракета. Оглушение, дезориентация, в зоне поражения, дымовая завеса. Оружие, типа, пистолет-пулемет способны разрывать броню. А я с пистолетом-пулеметом постоянно хожу. Нет, диверсионную надо проверить, что-то новенькое. Димага-штурмовик. Прирожденный убийца. Не особо нужно, потому что у него и так крит максимальный. Закрепление я особо не использовал. Можно дугомет грейдануть. Давай попробуем так. Убитый рип, но зато... Где деньги? Приняка. Приняка. Продолжение следует... 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 53 материала... Я сейчас раскопаю еще на 80... Но это беда... Обучение офицера завершено... Третий офицер... Надо продолжать... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то... Что-то, что-то, что-то мне не нравится... Ситуация... Ладно... Диму оставляем... Как офицера... Назад... И вредитель... Заваляет... Задерживает подкрепление на один ход... Да... Хорошие перки... Новых бойцов... Новых бойцов... Рекрутов не могу приобрести... На черном рынке не... Ну могу, но денег нет... Вот деньги, но на них нельзя тратить... Игнорим... 53 материала... 53... Тут 866... Может на черные слетать пока... Может мы трупы там какие продадим... Точно не сплавы, точно не Иллерии... Это пригодится... Труп солдат Адвенты... Да... Но это инопланетные сплавы обмен... Труп Безликова... Это все инопланетные сплавы по сути... Потенциальные... Но сейчас деньги важнее, друзья... Пока солдат Адвенты сдаем... 40 баксов... 40 баксов, друзья... 40 баксов... Возвращаемся в наименее активный... Регион... Ну... Со стороны врагов... Тут миссия на проникновение... Минимальная... Персонал получен... Поехали... Страшно... Просто страшно... Потому что ресурсов крайне мало... Я сам конечно в этом виноват... Сюда полетела команда посерьезней... Тут уже больше лазерного оружия... Тут снайпер серьезней... Нужно спасти сторонников сопротивления... Там три человека... Которые в этот регион сразу... Придут... И можно их... Дальше назначать на разного рода работы... Либо поиски... Я наверное доведу количество... Членов сопротивления до максимума в регионе... До 12 или до 13... А потом уже метнусь в материалы те же самые... Это значительно должно... Ну вообще если по логике... То в зависимости от... Количества членов сопротивления... Их соответственно активности... Должно увеличиваться... Количество соответствующих миссий... И в том числе... Мотивация адвента... То есть сила адвента в регионе... Поэтому... Скорее всего этот регион... После того как начнется... Начнется активная партизанская работа... Она уже идет... Но будет еще интенсивнее... Быстро сюда стянутся силы... Короче говоря... Но возможно это ослабит... Адвент в соседних регионах... Сторонников сопротивления спасти... Минимально... 6-9... 6-9... Мутоны возможны... Как мы видели по прошлой игре... Но пацаны здесь посерьезнее... Плюс есть ниндзя... Что немаловажно... Доп-разведка... Хороший урон вблизи... И кажется... Лазерное оружие... У трех или четырех даже... Бойцов... Несколько сторонников... Были схвачены... Во время зачистки... Удерживаются в камерах... Вот камера раз... Камера два... Три человека... Эвакуация достаточно далеко... У нас базовая маскировка... И 12 ходов... Стартуем на крыше... Снизу угол... Чисто теоретически можно... Так, да... Надо обходить... Потому что, помните... Это такое здание характерное... С входом сверху... Очень хорошим... И... Всегда, когда обходишь с фланга... Вероятность того, что тебя... Обнаружит значительно меньше... Но вот рандомные такие темы... Как сейчас могут быть... Они, конечно, присутствуют... Ну что внизу? Хоп, и мирные окажутся... И сразу паника пошла... Ладно, спускаемся... Ладно, спускаемся... Я не знаю, что внизу... Понимаете, не знаю... Не знаю, что здесь... Риск... Это маловероятно... Но вероятно все-таки... Хорошо, ну... Первый ход был сделан... Второй будет проще... Ну, все последующие будут проще... Фух... Да, у трех еще глухая оборона... Если не было действия... Тут вышка... На пути... И, наверное, все-таки нужно ее обходить... Опять же, потому что... Потому что... Если прямо через вышку... Вот направо идти... То это через центр карты... Получается, ты идешь... Ниндзя первым идет... Потому что у него, кажется... Родная... Область... Обнаружения ниже... Но, опять же... Могут быть прямо у стенок мирные... Вот это так... Так, никого... Здесь можно посмелее подходить... На самом деле... Не, нельзя... Можно вниз пройти смелее... А наверх... Вряд ли... Потому что... Есть вероятность... Что дроид прилетит... Из темноты... Прямо вот из последней клеточки... И до свидания... Сеттуон... Хорошо, двигаемся... Второй ход... Феликс хорошему... Пушку надо заменить... В первую очередь будет... Прямо по курсу пак... Слышится... Но не видно его пока... В идеале, конечно, нужно обходить... А вот и пак... Значит, два дроида... Офицеры обычные... Очень-не очень пак... Да, они плотные по ХП, но... Это не мутон... Это точно не мутон... Второго пака не видно... Но я пробегаю... У меня все-таки... В данный момент задача другая... Выполнение миссии... Спасение сторонников сопротивления... Можно было, конечно, их тут разуплотнить... Но я ж не знаю, сколько мне времени понадобится для... Вдруг там у сопротивления будет два остальных пака... И они будут реально очень жесткими... Но провоцируют гады... Идут прямо на меня... А, там еще со станом товарищ... Похоже, надо принимать этот пак... Да, надо принимать этот пак... У меня есть ниндзя... Могу про... Но у ниндзя бросок гранаты... Не очень... Короче, тут мы делаем... Овервотч, точно... Тут мы делаем... Ничего... Тут мы закидываем... Тут овервотч атлантичим... У него бонусы по оверу... То есть кидаешь гренку... Потом контрольный светошум... Гренка снимаешь... Скорее всего, много-много-много... Жизни и армора... Ближе к центру... Поехали... То есть два выстрела на овервотче... Потенциально может действовать ниндзя... Потенциально может действовать штурмовик... Овервотч, снайпер и пулеметчик с наивысшей точностью... Пока все живы, естественно... Ну тут как... Хотя я не вижу офицера... Офицер очень плотный... Побежал по офицеру... В первую очередь идет стрельба от снайпера Феликса... 41... Почему? Не понял, что за точность? Что это была за точность? Слишком близко... Так, ну смотрите... Офицер... Офицера нужно гасить, скорее всего... Дугометом, вероятно... Потому что гранатой... И это может быть гуф сразу... Скорее всего, с палец Несси все равно... Поэтому Несси я предлагаю загасить вот этого товарища... Блин, жесть, конечно... Черт, как же я так... Надо было перед овервотчем оценить... Оценить базовую вероятность... Так, лут хорошо... Модулей... Персональных боевых... И этих мне не хватает... Глушитель... Обычный чушь... А здесь получается глушим, да? Или светошимоваем... Чтобы не провоцировать следующий пак... Или светошимоваем... Флангануть он не сможет... Стреляет с бонусом незначительным... Ох, спалишь... Следующий пак будет, жоба... Не спалишь... Не спалил... 62! А, у них тактическое чутье какое-то появилось... Да, это как раз... Обилка... Да, я не просто так промахивался... Дело в защите и тактическом чутье... И дугометом я тут уже... Не помогаю, короче говоря... Да, я понимаю, что меня флангуют... Но... Надо избавлять его от гренки... Увы, так... Сейчас два дроида будут действовать... Дезориентация... Да, вот эти вот ивенты, адвенты... Они, конечно... Этот 50% попадания... Попал... Этот посерьезнее вроде по хп... Но пушка у него, судя по всему, та же самая 54... Этот отходит... Фланга нет... Стреляет... Мажет... Там вероятность 24... Но мог попасть, конечно... 67 точно, да... Лучше, конечно, по 63... Но вот бронированному товарищу выстрелить... Ты его, скорее всего, не убьешь... Лучше 67 и гарантированно... Давай, Феликс... Гарантированно это я так... Конечно, чушь сказал... 2 к 3... Так, но остается все равно вопрос... Ким Макаром мне выносить этого... Этого упыря... Да, Несси может ворваться... Да, она может ворваться... И она как раз... Фулл кавер... Пофиг, пробивает, да... Но может спулить... Но кроме нее... Гарантированно так никто не может урон не носить... Падает офицер... Лут тоже, слышу, падает... Ёшки матреш... Ну что ж такое сегодня? Я не могу... Извините, пожалуйста, я на секунду... Извините, пожалуйста, я на секунду... Продолжение следует... И главное, мы никого-никого-никого-никого не спулилим. Так. Какая ситуация? Я думаю, нужно... Нужно стрелять. Подходить с пулеметом, конечно, чушь. Это не нужно делать. Мантич-83 стреляет так. О, первый раз из дроида выпал лут. Тут 33 точности за дезориентацией, естественно. А вилки использовать не можем, но я думаю, что сейчас как раз нужно использовать БСП для того, чтобы он собрал лут. Рапонга. Чуть-чуть подойти, чтобы... А есть ли штраф? Нет, есть бонус на эту пушку. Еще где-то процентов 10 выиграем. Да, 7 стрим. Крит. Но он очень плотный. БСП не может брать, к сожалению. Лутецкий под дезориентацией. Этот заходит. Вот это плохо. Я хоть теряю. Если попадет... Падает. Рапонга. Четыре оглушения. Ё-моё. Модифицированное автозаряжение берем. И это 4 человека. Так, ну мы за разведданные должны вмешиваться. Должны накидывать ходы, если что. Тут 57, точность от снайпа вообще не очень. Мантич должен выручать. Но уже... Нет, тоже с этой позиции. Давай. Надо было Несси выбивать, а не выпендриваться. Давай. Должны. Должны. Еле-еле, ребята. Даже обычные дроиды не обламывают. Четыре действия, а не хода. Четыре действия, два хода. А. Хорошо. Но еще 4-5 человек будет здесь. Четыре-пять. А мне нужно спасти и эвакуироваться. Я предпочту... Блин, я не знаю, что предпочитать. К эвакуации сразу идти. Наверное, основная группа пойдет сразу к эвакуации. А наиболее мобильная Несси пойдет... Пойдет к этим... К мирным. Все для того, чтобы обезопасить основную группу. Минимизировать риски. Но Несси будет скипать, получается, какое-то количество ходов. Чтобы не уйти сильный вперед. Так. Мантич обходит раз. Эвакуация в 3-4 ходах. Рапонга пришла в себя. Молодец. Убежал он. Жалко, что у ниндзи нет возможности скрыться, конечно. Ему и... Бежать сейчас нельзя. Все еще рано. Так, давай, ладно, Мантич, подходим. Все за ним. За ним, говорю. Так, лучше. Кого-то на овер хочется поставить. Да, да. Подкрепление. Жесть. Все на овере. Без продвижения вперед. Прилетает. Прилетает. Вот зависит от того, кто подкрепит, сколько их и куда они упали. Четыре человека, прям на голову, кажется. Офицер. Инженер. Ракетчик. И овервотч, кажется. Нет, ракетчика нет. Или это ракетчик оранжевый? Короче, они сзади уже сразу. А я растянут. Я флангуюсь. По офицеру. Снайпер. Так, машину взрывать точным. Ракетчик оранжевый, инженер красный. Подходим единственным человеком, у которого есть гренки. Он достает вроде бы до машины, но он не пробьет. Как неудачно подкрепа пришла. Еще не поздно, на пофиг, убегать просто от них. Очень поздновато. Ладно, здесь можно сделать заморозку на двоих. Тут, типа, ты пытаешься взорвать, но у тебя не получается. Идти прямо, значит, спулить еще один пак. А без риска я их не убиваю в один ход. Их, в принципе, в один ход вряд ли убью. Еще не поздно скомандовать бегом. И валить отсюда нахрен. И ты два раза вмешательства можешь сделать. И отталкивайся от того, что ты должен их сейчас убивать. Должен их сейчас убивать. Урон от машины, насколько я помню, он где-то четверочка. То есть, я их так вот не убью. По этим стрелять смысла нет, с другой стороны. У снайпера абсолютно невыгодная ни позиция, ни точность. Так, тут сапресс можно сделать. Матич, в любом случае, он сюда возвращается. У него опций нет. Это закрывается широким подавлением. Морозка на дальних двоих работать не будет. Вот морозка только на этих сработает хорошо. Рапонга из-за того, что у нее лазерная винтовка, а не... а не дробаж. Перестала быть эффективной. Снайпер флангуется, его надо уводить. Можно его увести таким образом, чтобы ханкер сработал. Он так и так сработает. Но ты не будешь в укрытии. Блин, ребята, грязь. То есть, тут только Несси делом занята. Она может либо одного порезать. Светошимовой... Нет уже. Есть одна светошимовая, но... Да, то есть... Оранжевый ракетчик, да? Закрываем офицера с гранатой ракетчика с ракетой. Заморозка или с опрессом. Ага, гиря на цепи. Продвижение. Маленький урон. Гиря тут не пойдет, конечно же. Но... Конус, конечно, великолепный. Светошимовая, естественно, не докидываешь туда даже близко. То есть, тут получается сапресс. А здесь думай. Либо бежать, резать одного. Не убьем. Не убьем. Смысла нет рискованным. Либо замораживать, но в заморозке сейчас смысла нет. То есть, я не смогу... Нет смысла вот этих вот замораживать двоих. Они и так под... Под сапрессом находятся. Думай. Ой, думай, думай. Run and gun есть. Run and gun в теории... Это фланг, Михаил. Run and gun это фланг. Может, стоило добавлять ход. Чтобы мантич закрывался прессом двоих дальних. Этих замораживать. Мне больше всего сейчас угрожает вот этот товарищ. Который может выйти сюда, выйти сюда. И флангует сразу же. Флангует, скорее всего, БСП. Потому что БСП с одной стороны уходить не должен. Гренку надо тратить. Несси добивать. Короче, взрываем машину. Поехали. Взрываем машину. Скорее всего, добиваем Несси дальнего. Остается только один. Не под сапрессом. И у нее нет серьезных обилок. Машина не взорвалась. Снайперам надо отступать. Может, сюда согреть можешь. Хорошо, мы согрели. Стоп, а это кто такой? Потому что, кажется, просто бронированный. В общем, я ничего не могу здесь делать с этими двумя. Могу только одного из них заморозить. Или рассчитывать на крайне маловероятный крит. 9%. А, подожди, нет. У тебя же 7.9 он по минималке показывает. Вероятность довольно хорошая. То есть ты его, скорее всего, убьешь. Давай, убивай. Там 7.9 же. 8, отлично. Меня устраивает 8. Да, остается один, который... Который может фланговать. Но, наверное, нужно сделать так, чтобы у него не было резона подходить. Скорее всего, надо подойти... Либо сразу на оверст встать сейчас. Не хочу ронган сейчас тратить. Какая вероятность попадания по нему? Десяточка. Почему? Защита тактическое чутье. Десятка-десятка. Тактического чутья нет. У этого тоже тактического чутья нет. Ладно, хорошо. Дугомет оставляем на следующий ход. Эйск. Давай чуть распределись. И овервотч. Стреляет со штрафом первый. 8% это ничто. Офицер стреляет тоже со штрафом. 13% не попал. И самый опасный. Третий без штрафа. Попадает. Два хита. 42% прокинул. Так, хорошо. Легкое ранение. Здесь... Ну, здесь надо врываться. Возможно, тратить заморозку. Точно нужно накидывать ходы. Что у нас по... Тут гренка, получается, на двоих залетает. Можно увеличивать крит сейчас. Оно завершает действие? Кажется, нет. То есть беленький, это который не завершает действие. Давайте получать. Мне сейчас как раз нужен крит. Получай. Дальше закидываем... Вот... Вот таким вот образом гренку, чтобы двоих задеть и максимум укрытий снять. И столб желательный, и этим. Мне от них нужно просто избавиться, не подходя желательно близко. Но укрытия не все там минуснулись, хотя основной столб ушел. И каверов у них, как следствие, нет. Так, Несси пока ждим. Здесь мы, скорее всего, просто стреляем 77 раз. Здесь снайпер 98, 87. Хорошо, это 2. Мантич 89, 78, 3. А кто может стрельнуть по дальнему с хорошей вероятностью? Может, снайпер может? 33, нет. Его нужно по-другому снимать. Тогда... Тогда что? 4, 6. Гарантированно снайпом снимаем раз. Подойдешь, точность будет выше. Немножко подходим. 6, 7, 4. Давай. Попал с критом, хорош. 2. Тут не добьем, но режем 3. А режем ли? Еще не поздно морозную гранату юзнуть. Последний ход. Последний ход. Помню, что там пак. На сопротивление ориентировочно ты забиваешь с ужем. Тебе сейчас не нужно пулить пак. Ты можешь его светошумом или сапрессом загнать. Собода перезарядка есть. Собода перезарядка есть. Подходим. Партичка еще есть. Давай перезарядочком. Сапресс. И, скорее всего, вот отсюда я его буду гасить. Чтобы ему надо было двинуться для того, чтобы, по мне, с фланга проатаковать. Я не убью, естественно, своего удара, если не будет 10% крита. Он уходит. Стреляет в фулл кавер. Он под сопрессом еще. Там невероятно абсолютно 1%. Один ход. Пора офицерам накидывать... Я ни разу этого не делал, кстати, вмешательством. Развед данные и два дополнительных хода на задание. Есть. Тут, к сожалению, придется снова резать. Вот так вот. Билим. Основной группой я буду двигаться к точке эвакуации. Несси, согласно первичному плану, побежит все-таки спасать членов сопротивления. Потому что риск будет только... Ну, от нее, получается, да? Тут максимальный обход. О, да ты в два хода не успеешь. Блин, у меня такой риск в конце. У меня есть команда бегом еще. Надо ее будет использовать в начале следующего хода. Такая грязь. И это минимальная миссия, понимаете? Минимальная. Еще подкрепим. Так, срочно. Несси, забивай на этот. Просто бежим к точке эвакуации. Подходит на полную. Желательно, чтобы просто бегом сработало. Но бегом сработает только... Ладно, пофиг. Поехали. Полностью. Полностью, Михаил, времени нет. Как же мне не хочется пак сейчас пулетям. Первый ход проходит. Без эксцессов. Ой, главное, чтобы мальчика выигралась. Можно еще два хода накинуть за разведанные. А вот и пак. Не буду мирных спасать, естественно. Вы что, с ума посходили? Мэг еще прыгает. Оооо. Это, мне кажется, 3-го левела Мэг. Нет, он слабенький первого. И с овервочем сразу. Капец. Не добегаю. Командирам нужно... Использовать еще одну вмешательность. сто раз может здесь остаться так кто побежит вперед у кого молниеносные есть будем ли мы тратить этот ход на заморозку и прочее свето шумы потому что мне часть людей просто не уходит черт возьми думай так у бсп ну во первых овервотч у мэка мне желательно бежать дальним бежать прям бежать или пробежать и за сапрессить боленцы это шум и сапресс поможет они разбежались в разные стороны хорошо вот эти вот обычный один обычный 2 3 вот мэк меня беспокоит он может закидать во первых ракетами нельзя кучковаться о тут можем вообще прибежать и сразу порезать одного этого можно порезать но напоминаю что там пак но если в любом случае нужно кого-то резать блин лидера флангуют или рискнуть не он раненый офицер самый бесполезный это снайпер я думаю что он и будет пытаться убежать на начало феликс давай держись есть 43 63 порезает А как не спулили так, рапонга на самом деле флангует но толку от фланга практически никакого нет хотя она может оглушить одного из врагов я просто беги просто беги точно я офицера оставляю и если я буду резать мэг будет бомбить я думаю мантич должен наполовинку и вот сюда светошим кидать на одного, кто флангует чтоб у тебя против случайным гранат способен пробивать брони уничтожать наду броню больше ладно, это не то была вроде обилка вообще у тебя есть ханкер даун у кого еще есть ханкер даун? у тебя есть глухое глубокое укрытие то есть ты добежав сюда будешь под ханкером так и нужно сделать пофиг на фланг криты будут сокращены точность сокращена фулл кавра нет может сюда чтобы не было фланга разница не такая большая да давай сюда Несси бежит так у тебя глубокого укрытия нет к сожалению ты должен под фулл кавером прятаться в два хода успеем добежать ой не факт а ты не добегаешь за два хода да? ой не факт да вопрос либо сюда либо сюда сюда фланг нет он и так ранен но он не добежит если будет фланги подставлять что валим остальными? к сожалению валим чем на сопротивление обречены мантич мантич может сделать ход и подсопресить упыря или кинуть светошум так он и поступит мантич своих не бросает так широкое подавление задевает этого не задевает этот мне не нужен то есть только светошум светошум на технику не действует мне все равно кину вот так вдруг вдруг действует там была обилка кстати светошумовые действуют на технику дезориентирует повышает навык взлома с богом ребята остается сейчас их ход у меня два хода дезориентация на самом опасном офицер под ударом раненый че на сопротивление обречены этот не обойдет стреляет овервотч хорошо мэг бежит что вы делать? бомбить что ли будет? бомбит ничего у него там урон 3-4 кажется или 3-5 а тут броня есть но самое страшное что там фланг вот это это очень плохо единичка ой этот не попадет скорее всего да вот это я не рассчитал конечно еще два ранения у феликса в том числе так тут мы в один ход не добегаем поэтому и до конца ханкер раз где ханкер вазь так погоди начиная с самых жестких тут очевидно вот так так если не успевает а может успеет но ей придется подставить спину там на кд у того упыря мантич а че мантич у мантича будет ханкер и фланг но его лучше вот сюда вот поставить или сюда лучше сюда маловероятно что сагришь но зато они фланганут тебя хорошо ой Несси, Несси, Несси надо на полную бежать на полную бежать на полную бежать ну пофиг уже другого выбрали попадают глубокого укрытия нет мега убогая миссия мега убогая для меня а нет есть глубокая безориентация снята там подходит фланг не успел подходит фланг но у него точно с маленькой там ханкер ханкер откуда ракеты блин когда я за мека играл у него кд был вообще одни ракеты только были капец Несси Несси нет держись держись вот как я мог знать что у меков врага другие характеристики откуда мне это знать я управлял аналогичным меком и этот не успевает идти ходов не добавить БСП мы оставляем масса ранений 2-2 потери невыполненной миссии это такой провал и у него еще лазерное оружие все ггм плюс БСП могут еще убить что ты его оставил то в поле дебил месси нанесла больше всего урода это базовый вообще ниндзя который был феликс на месяц этот на полмесяца в плену убит в бою так тут новая белка и феликса у снайпером 11 дней базовый урон частичные укрытия защищаю также как полный для снайпера неплохо весьма но для общего вида снайпера вряд ли верно базовый урон стрелкового нужно повышать что остается под воздействием эффекта еще несколько а подсвечены прицелом географически я точно цель давая урона мог копать спасибо большое очень 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 сильно сильно изи был же приказ на офицере почему не дал нессе не было приказа кажется он однозарядный только короче друзья у нас все плохо нам нужны во первых бойцы новые скорее всего надо сейчас летать купить парочку бойцов в этом на черном рынке скорее всего партизаночки взять бонус на получаемую экспу два спеца 55 ё-моё спец мне не нужен такой так ладно что у нас револьвер это единственный нельзя который есть он там учится не учится надо лейминга взять одного за 10 баксов вот двое и игре жкх 6 хп давай их берем обоих в ниндзя качаем и навыки накидываем соответствующие сначала партизанка игорек давай спасаясь ситуацию еще новые тактики доступны соответственно нужно опытного убийца брать спасибо за м махач так ладно копаем копаем получаем какое-то количество бабла один день берем новобранцев рекрутов и прошлое миссии фэйловые этой фэйловые прошлый не получил не не захватил випа вероятность крита в адвент инопланетные обломки 80 80 я только ради бабла это чистил на самом деле потому что потому что потому что 152 теперь есть так-так-так-так-так-так-так-так-так нет 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 подожди так лучше материалов соточку сюда инжа один инж у меня до сих пор ему тут работать 40 дней я думаю 30 дней но это инком больше чем мне за месяц приходит можно сейчас вообще пуститься во все тяжкие и тупо материалы делать вышку можно сделать кстати здесь сколько будет стоить 150 же дам капец как дорого капец как дорого но нужно для подключения новых регионов хотя не не обязательно пока для подключения новых регионов василий тут сила адвента 2 2 карл ты не справляешься что тебе мешает руки исключительно руки ну и запущенное состояние по карте которая тоже еще цель незначительный развед данный 13 часов идите нафиг ой стоп там новый в убежище появился вот к новой индии мы последовательно набираем я хочу до конца за заполнить и надо было наверное так изначально действовать в первом же регионе основы исследований готовы что мы можем сплавы наверное сплавы и эллерий эллерий мне может сплавы нужно нужны сплавы для того чтобы броньку надеть давай сплавы офицер пошел может опциях поставить галочку при найме да это хорошая опция согласен опции игры скорее всего да сохранение может лонгворе компания интерфейс способности вообще в игре должно быть но здесь а пауза при найме лонгворе хорошо новые трое чувствую быстром опа проникновение в убежище может имеет смысл сейчас о здесь сила адвента уменьшилась на пятерку стягивается сюда троечка здесь пятерочка там так может быть мне тогда поназначать офицеров в частности в новую индию советник убежища нужен обязательно кто хорошо сейчас там снайпер зарекомендовали но снайперы заняты фомби разрушитель ракетам точность хорошая хп мало мобильность мобильность серьезная так думай 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 рейнджер нет давай фомич а в остальных убежищах у нас как что ну там точно есть офицеры просто а нет здесь советника нет тоже женьку отправляем потому что может быть просто миссия я не готов я и так то не готов труп офицера адвента готов изучаем дальше еще сплава им нужно 15 сплавов для того чтобы бронику сделать разобрали исследование быстро потому что ученые да я дважды основы исследования делал поэтому идет все достаточно шустренько пристала эллирия а еще один до новый еще один новый куда он прибыл конспирация скорее всего вот сюда вот тот кто да восточной азии тоже поиск рекордов пусть будет какое то подозрительное спокойствие в это настораживает естественно может пока не поздно не не поздно о михаил о смысле дмитрий мерчук офицер дальше мы его мы продолжаем диму обучать можно конечно взять офицера которые сейчас типа на на ранение это работает русбрейн но он не ранен а я не могу дальше учить димку получили обстрел получаем не давай обстрел учиться а почему тренировку я не сделал господи я так так нафейлил там не с не стопнулась игра когда в общем обучаем ниндь новых и старых кто ты 10 метр палач хорошо меткость шанс нанести крит против цели потерявших а нет половину и более ну хотя да добивать хорошо давай ну а бранцев смотри так там уже их не было код код орёт что случилось да довели кота так так бодрее бобер бодрее бодрее значит готовим новых ниньс обучаем офицеров исследуем готовимся будет миссия сразу подготовимся купим пушки и прочим пока усиливаем партизанское движение в регионах так стоп опять же сейчас кто-то добавился мне но игра почему-то не запалзилась давай-ка так здесь в новой энди уже 8 там сил адвента 3 до 8 человек как наберу максимум сразу хопа и на материалы всех и крутым цель в нашем регионе незначительный развед данные один день лесом враг использует более способных бойцов дополнительное здоровье еще а вот и осмотреть зону удара убежища атакованным в этом регионе у меня есть мэг там села адвента пятеркам миссию сейчас надо выполнять за нее мне не дают кажется особо экспы феликс еще ранен два дня капец ладно берем всех тут нет ограничений на количество пулеметчики разрушители другие снайперы гранатометчики производим у меня даже солдат не хватает нет последнего восьмого солдата на черном рынке взять за полтинник пока спеца успеем успеешь взять тебе на подготовку может понадобиться больше сколько тебе на производство сплава хватает пушек бы хватило да да лучше лучше сначала закупить пушки а потом уже смотреть хватает ли мне на следующего и так снимаем все предметы снимаем всю броню изнимаем все оружие и постепенно снайпер с с винтовочкой лазерной и кажется с нормальными этими пептар тоже с пулеметом лазерным улучшение оружия доступны устойчивая позиция некогда устойчивую позицию хэвиком делал в смысле пулеметчиком делать штурмовику нужен дробовик нужен второй пулемет значит производим лучевой веер раз лазерная пушка 2 у мантича улучшение оружия снимаем наверняка да там у него все фул меткость на 15 на овервотче 2 перезарядки магазин увеличивается вообще классные штуки оснащаем его уже пулеметом лазерным у которого меткость плюс 5 у которого урон большим и накидываем те же самые улучшения ему к свободной перезарядкам а тут меткость на 15 не ответный это при обычной стрельбе ну ладно берем так хотя меткость 15 кому там пойдет но снайпер у того меткость 15 есть поэтому наверно не стоит размер магазина увеличили хорошо что по оснащению жилет из волокна пулеметчику вообще не нужен хотя нет мантичу может пригодится самое главное кому нужен жилет штурмашу но он есть у штурмаша штурмовику даем дробовик лазерный это винтовка лазерная вот он лучевой веер а здесь что у тебя вероятность крита глушак лазерную винтовку пожалуй кому-то другому оставлю вероятность крита учитывая его обилки ему хватает в общем можно пробивание брони взять но скорее всего патроны я возьму снайпером но там есть пробивание брони хорошо тогда штурмашу пробивание брони на мутонов охотиться а какая фотка ой да я помню это санкт-петербург нарвская это у меня это рубашка кстати я ее периодически на стриме надеваю ее жилет 10 наверное брюс на заднем фоне в кресле о мышка райзер тоже вот это вот даймонд байк кажется клево хорошо много брони дугомет лучевой этот улучшение оружия ему это не нужно еще надо посмотреть на персональные боевые модули хорошо штурмовика снарядили пулеметчика вроде бы тоже бэски 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 во-первых поменять пушку на лазерную проверяем сначала модули потом уже меняем но нет у меня той той штуки снайперская винтовка хорошая еще слушайте а точно мне снайперский прицел у этого у этого товарища стоит нет не стоит но ему тогда нужно поменять пушку снять с обычные пушки соответственно феликса а все поменять на лазерку и поменять модуль какой приорвочек может пригодиться позиция может пригодиться магазин вот вряд ли либо так давай сначала мы пятнашечку возьмем потом будем выбирать из оставшихся свободная перезарядка ему больше поможет чем размер магазина хотя элитный расширенный лучше 3 плюс 3 а тут 3 плюс 3 плюс 3 не ну и ты не учитываешь последующей перезарядки да давай так сделаем 6 6 выстрелов у него будет до перезарядки хорошо со снайпером все понятно с пулеметчиком пептаром ему желательно бы оснащение улучшение оружия тоже при овервочах докинуть ответные выстрелы вот она и магазинчик плюс так внимательно ледокол гранатометчик но он саппорт гранатометчик поэтому ему нужна граната морозная которая была у Несси понимаете да мы берем как секунду где там специальный вспомогательный предмет граната для гранат окей то есть мы сюда ему даем дым а сюда обычную гренку тогда будет у него и наверно кевларчик ему нужно дохрена с два нет ну бери 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 меня и бжилеты стандартные пушку менять нет не менять я произведу еще пару бронежилетов сначала один но скорее всего два придется бэску у нас с обилками по гранатам насколько я помню да поэтому ей лучше поменять один на другой не убирая количество гренок а у Дмитрия что у Дмитрия дофига всего он лидер приказы вмешательства тебе это понадобится бегло оснащение вот я ему бы поставил еще дополнительный армор дорого это все дорого причем причем именно дополнительные то есть вместо светошума дать ему вот так вот ну что ребят готовы две аптечки три аптечки вместо третьей аптечки светошум все таки Димки дам у ключевых товарищей которые наносят урон снайпер два пулеметчика и штурм лазерное оружие у людей которые наносят урон гранатами ракетами напалмом соответственно базовые пушки по винтару бы еще сделать ладно не жмоти еще один жилет да винтовку еще можно дать но там мобильность понизится я не уверен целесообразно ли это делать в общем кто меньше всего завязан на маневренности точно не лидер отталкиваясь от того кто точнее тогда Ильдар он мобильность минус 4 у него авто заряжение еще доступны нифига себе проверим сейчас напоследок двух пулеметчиков в плане улучшения оружия ну это авто заряжение просто можно более крутое поставить есть еще устойчивая позиция плюс 20 я бы все таки поставил ее снайпом вместо чего точно не меткость а уже есть она у снайпера вообще три топовых хапа вообще топовые а там за такую миссию дают некие операции без помех может быть речь идет о том что некоторое время в этом регионе не будет активности адвента начинаем любопытно какого типа это миссия на ходы или на зачистку где бабла набрал продавался что только можно остановите ответный удар это классическая миссия террора спасти повстанцев еще нужно сил адвента повторюсь в этом регионе 5 и это террор свалить с этой миссии можно но мы теряем регион а это практически недопустимо мэка сразу видим это наш мэк стоп так у нас тут пять человек так во первых эвакуация доступна сразу это раз во вторых у нас есть мэк это два в третьих очень неплохая позиция для снайпа который дает возможность простреливать и на ярус и на второй ниже у нас есть с вами разведчик в этой миссии что должно помочь безусловно есть же откуда михаил откуда револьвер то учится всего лишь да так давай ищем мирных тут угол хорошо то есть ориентировочно вот сюда забираемся на первый же ход мэк побежал это не мэк мне кажется одного хэвика тоже нужно наверх до докинуть ну что снайперы пошли вижу ну то есть я открыт поэтому пак может сразу появится и ну рядом нет хорошо второго снайпа заводим туда же мэк мэрия шишином может быть кого то им там в помощь не нужно им никого в помощь надо проверить только справа есть кто или нет и вообще мантича можно туда закинуть пока что потому что он может работать если рядом враги а сверху он лучше справляется с задачей так на первый ход я бы пропустил мне на сопротивление не то чтобы совсем пофиг но важнее жизни отряда блин грязь с богом слушаем смотрим по центру карты прямо по курсу убивает мирного воробьев справа шум вижу мирного заходит мэк 3 армор ой сколько хп инженера вижу овервотчу мэком им заходит так во первых надо справиться с он такой капец плотный надо сопрессить надо сопрессить так это что у нас вредитель прибытие подкрепления запомни что по вероятности 58 мария шишина не очень попадает точным а ты не видишь мэка да чтобы его посопрессить а ты видишь что процентов 5-8 крит недостаточный так мне нужно снимать там армор армор может ли мэк снимать армор ну вильдар то может снять армор но во первых ему нужно подойти крайне значительно он на овер попадет скорее всего он то есть мы сопрессим инжа скорее всего да может мэком снять овервотч да давай поехали он бронирован у него больше всего хп и он такой так попадание 46 пак ну да естественно они же там были что ты удивляешься офицер двое обычных так дальше желательно не продвигаться михаил что может делать мэк сапресс или ракетки 36 но ракетки это только раз я бы ракетки оставил на потом черт широким закрываем двоих как ты право собираешься отстреливать штурмовик не играет проходит дальше очень много опций поэтому я призадумался можно подвести ильдара вот сюда вот фулкавр вряд ли облегут под сапрессом но ты хотя бы сможешь тогда прицелиться гренками либо в тех двоих либо даже достать да не можем достать да тогда получается так да зачем пока не нужно думай думай приказа 2 действительно у офицера я мог Несси спасти в прошлой игре только сейчас заметил так помним про то что мэк еще будет заливать тебя то есть ты либо его убиваешь либо держишь под плотным сапрессом так а что здесь из навыков вероятность критический урон и более точные ракеты там пулеметчик стоит сюда я уже не хочу забираться и тут места маловато надо подводить ладно подводим ну это же беска а подожди шедер рокет есть же диверсионный выстрел особой ракеты ограниченный урон и шанс оглушить дезориентировать органических органических то есть это не она выглядит как будто шедер рокет из из первой икс комы которая как раз против мэка хорошо бы зашла иконка один в один а вот все что делать непонятно вообще непонятно что делать сапресс 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 и убить только так только так жалко ракеты пускать на этих двоих но и сюда дезориентация нужна но там еще дым появится если мне их сложно будет добить господи как тяжело то а ладно оценивай шансы тут ты естественно попадаешь но нифига не снимаешь хоть и броню пробиваешь но 5-8 урона учитывая то что у него там 20 хитов это капля в море а в море без во первых патронов бронебойных я думаю что нужно целеуказание во первых халявные использовать на правого чтобы с большей вероятностью убить вот этого товарища вторым снайпером его не добьешь в любом случае целеуказание нужно на него потому что непонятно кто его вообще будет убивать логично 68 без крита 4-6 а че снайпер это не сделал винтовку а потому что она в убежище здесь вообще-то она в убежище ее надо было специально снаряжать друзья у меня такая ситуация хреновая сейчас хотя как бы самое начало еще ладно димага подходит на следующий ход он ничего не сможет сделать здесь мы либо кидаем ракетку но тоже только на двух есть опция кинуть гренку но гренку бы хорошо докинуть было бы досюда но как вы видите не могу я этого сделать тут скорее всего эффективнее всего снайперу пробивать этого товарища но можно сделать следующим образом проверить попадет ли снайпер потому добить этого и встать нет не надо вставать ничего это глупости хочешь сделать думай думай что может сделать лидер лидер в любом случае подходит либо сюда либо сюда точно не наверх там ауе полуукрытием наверное лучше так на случай если надо будет ракетой стрелять и я промахнусь мэйби пофиг на повстанцев лучше скроешься и будешь на оверах ловить так я сейчас особо не за повстанцев воюю я воюю за себя за вот это вот место за позицию то есть это ну если я сейчас начинаю уходить спускаться то это сразу два снайпера теряют ходы и ну контроля значительно меньше становится я думаю надо во первых проводником стрельнуть сюда для начала в мэка да опять восемь мимо брони наиболее эффективный выстрел шок так может быть второй снайпер лучше да перейдет и сагрит кого-то нет он может чуть-чуть пройти только для того чтобы во первых он не мне скорее всего придется тратить сюда ракету с дезориентацией с дымом блокировать использование способностей или вот так вот сделать нет так меньше вероятность попасть давай так проверим что за ракета сколько урон как как действует урон и дезориентация и дым ну теперь убивай их там дезориентация всего на одного сейчас еще хрен их убьешь отличная ракета я пока не понимаю зачем она нужна простреливаешь тяжелый стрелок нет не простреливаешь тебе же дезориентировать блин нужно тут сапресс по кому поэтому получается сапресс по продвинутому офицеру или по по мэку мэка это не видишь так что выход один подавляем офицера потому что он может грянку кинуть здесь либо мы кладем вот так вот не нужно этого делать не нужно этого делать надо подходить сюда кидать дезориентацию этим снайпером я понимаю что просто я не хочу чтобы меня планговало много народов и я не убью этого товарища поэтому я лучше его дезориентирую чтобы мантич спокойнее мог подавлять этого мэка ну и чтобы у нас тут не такая высокая кучность была оставил только двоих я наверху а мы в принципе мэка теперь не видим то есть видим но не видим то есть некому мэка подавлять да так ты можешь накинуть действие еще мантичим подойти так чтобы ты увидел мэка еще одним спускаться без кавера потенциально агрить косяк реально можешь сагрить людей может гири на цепи да через мирного дым от этой ракеты не дает деф врагам а зачем тогда он нужен что у них штраф только получается если так конечно это прекрасно но проблема блин та же я не знаю что с мэком делать он плотный он бронированный он будет ауешить если я как-то как-то но я бы на самом деле подставил вот этого мэка в теории он должен на него агриться потому что он сопресит и как бы да тут 16 капец нет лидер тут ничего сделать не может вопрос исключительно к мантичу я могу дополнительно за сопресить там ну хотя там дезориентации так и дым и овер не нужно что делать блин мантичем подходить на майка может вообще ему перейти вот сюда вот будет ханкер на этой на следующий ход он гарантированно будет действовать просто не хочу вот здесь находиться вдвоем почему не товарищами или овер просто просто овер альдар каримов овервотч у меня не спасут овервотч овервотч еще один хэвик под будущий сопрес нужно подходить да да давай вот так вот гитар ребята с богом сейчас жесть должна быть да я постарался нейтрализовать как можно большее количество врагов да вроде застраховал себя от фланг да подставил мэка по таражского мэка и прилетает еще один пак дроид и обычный солдат господи слава богу что такое вот сейчас будет ауешечка туда ракета туда гранаты туда в дроида попадает хорош ильдар второй овервотч от мантича мантич попадает на царапины ё-моё еще один овер но там пушка вообще никакая как собственно меткость пак далеко кто подсветите змея и два мирных и поджегся еще один мирный о it's мутон версерк змея я умолу меня с мэком проблемам так этот в панике убегает сюда ты же на ракета им мэк подходит ой опасно овер watch сняли сейчас будет бомбить По снайперу стреляют Мимо Мирного спасли Давай, давай к нам в сопротивление Я думаю, после такой миссии человек просто В сопротивление никогда Никогда не будет приходить больше Стрельба по мэку Ой, сопресс широкий Ладно, хорошо Это что у нас? Пол кавер стреляет Метку ставит на офицера Там некому будешь стрелять Какая метка? А, ты же сам и будешь стрелять Мимо Ё-моё, это ад Самый настоящий ад 29 Ребят, это просто ад Сюда точно нужны ракеты Точно нужны гранаты Под всю эту лабуду Возможно останавливать продвижение Любые АОЕшные штуки Нам сейчас должны пригодиться Так, это под сопрессом Для начала ты должен как-то снять Широкое подавление Ракеты, например Ракеты до него не достанет Тут раз, два, три, четыре До мэка не достаем Ё-моё Вот это ад Надо освободить мэка Он тоже побомбит По четырем По этим Может вот так вот Семерочка сделаем Гири на цепи Туда куда-нибудь По кому вообще попадает Вообще не по кому Что это такое? Блин, грязь Ну надо две ракеты Короче говоря То есть нужно как-то Снимать Сопресс Со всех Две ракеты Гранату Вот он Предположим Не успеет А, ты же Ну да, ты ракетой Ты конечно можешь Но нет Можно еще сейчас Повысить крит За благовременным Мне не нравится Идея ракетой Фигарить по одному Я больше там Никого не достану И не факт Что я попаду по нему При этом при всем То есть мне лучше Наверное попробовать Тем же самым снайпом Каким-нибудь Толковым нашим Точечно вырубить Эту цель Но видит ли проводник Ее Не видит Начнем с того Кто видит Штурмовики далеко Мэг не может Ильдар не может Может ты видишь Видит Но точность 58% Он под фулкавером стоит Да что Рандомить 58 Что еще снайпер Может делать Глобально ничего То есть это ее шанс Реально отличиться Давай 58 Женечка Прошу тебя Не фанда Попало Ес Главное Сопресс Трех сняли Теперь можем уже Запускать ракеты Гранаты И прочую хрень Так Тут по четверым Практически гарантированно Или Мэка подставить Под Нет Ближе не надо подходить Никаким змеям Никому Ты хорошо стоишь Тебя бьют Окей Бомбишь Бомби Бомби Не думай Хорошо Шкода с ракетой Ильдар с гранатой И лидер с ракетой Почему ты не сделал Получай Михаил Увеличим вероятность Крита Ну Те кто вокруг Находится Сюда тоже По четверым Получается Да Месим Получается Так 2.9 Маловато Туда ракеты Я просто боюсь Стрелять Ну просто Потому что Виска вероятность По своим попасть Лучше вот так Так Одного убили Там у парочки Осталось Два хита Все еще живы Гады Сюда нужно закидывать Скорее всего Скорее всего Тоже ракету Закидывать надо Может я за Офицера еще задену Погоди Михаил Погоди Так Ледокол есть Да Ледокол Ледокол достает До этих четверых Но Ну а что но По троим Этим достает Он не факт Что убьет Гарантирован Но то есть Он убивает Одного Возможно убивает Второго И точно не убивает Третьего Вообще Мне это устраивает Вполне Плюс еще укрытие Можно типа там Елочку убрать Один падает Вместе с добычей Не самый мудрый ход Был Помню что этот упырь Может ауешить Интересно Сколько здесь народу Да скорее всего Большинство уже здесь Тебе пофиг На самом деле Должно быть на количество Народу Ты стоишь И пытаешься Все это сдержать Так Пептар Что может Пептар Пептар может забраться Наверх За полу кавер И закрыть Сапрессом А направленный щит Выбранный противник Получает меткости Минус шанс Критический А против этого солдата Можно попробовать Направленным щитом Закрыть мэка Ой нет Минус к меткости И минус крита А против этого Только солдата То есть он На него действует Ясно Фигня Обходим Обходим Тебе нужно Как то Как то На ответку Выманить То есть тебе нужно АОЕ сапресс вешать Почему сверху Тебе нужно Расследотачиваться Потому что там АОЕ Хочет чтобы тебя Фланганули Подрыв 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 Еще есть Повреждающий Сражь противника Не носящий Дамаг Нет Сколько Подавление Нужно Как там Скорее всего Вот так Даже Точно Да Да И вон Нейтрализовывать Мутон Не добежит Давай так Дамага Мега Опасен Конечно Может с Ранганом Вырубать Но пока Рано Я думаю Врываться Пока там Есть Мутон Врываться Очень Очень Рано Ракеты Я достаю Только По Двоему Привет Здравствуй А Светашина Дерсик Светашина Дерсика Вызвал Слепую ярость И он Атаковал Своим Точно Было Так Лайне Одна Проблема У меня Светашим Уже Не осталось Есть Мантич Давай Давай сначала От двоих избавимся Там Ильдар От двоих Или от одного Не достреливаюсь Может подойти Это не Ильдар Это Беска Вообще Отходить не хочу Может отойти Еще Рокет Кинуть Чтобы было Меньше Соблазна Заливать Меня Хотя он Если захочет Зальет Так Ракету В этих Правильно Да 2-7 Михаил Ну 2-7 Ну это ж Ладно Убивай Одного убьешь Все Минус 2 Хорошо С критом Стоп Подожди 4 же крит Он жив Один хит Ракета Критует На 4 Блин У пистолета Так Крит Так Ну во первых Кавер уничтожили Можно продвинутого Офицера Ваншотнуть Кем это лучше Сделать Осталось Народу Немного Проводник Может его Убить И Но он Должен Мэка Простреливать Так что Скорее всего Надо его Убивать Мантичем У Мантича Тоже Вероятность Попадания Серьезная Офицер Не сопрессится Блин Так жалко На одного Тратить Так Берзерк Точно нет Тяжелый мэк Тяжелый мэк Тяжелый мэк Давай 98 Главное Чтобы урон был Хороший Не минимальный Хороший урон 6 У него Видимо Патронов Бронебой Не было Мантич Чернечера Очень добивает Офицера Получается Давай Жесть Просто Жесть Остается Один Штурмаж А вот Штурмовик На самом деле Если побежит Сейчас в аркаду Что у него есть Для аркады 7 клеток От своих Меткость защита Пробивание брони Зачем ты сейчас Бежишь Алло Ты сопрессишь Робота Этот На тебя не добегает Сиди Сиди чуть-чуть Подойди Сиди Хотя Можешь выстрелить Уже отсюда 56 Не Лучше на овере Поймать Наверное Да С богом Ребят Еще Да Это горит Товарищ Который Змея убивал А там еще Пак змеи Ой Дай бог Кричит Да Еще один Мирный Может он же Горит Змея убивает Еще одного Нашего Повстанца Плевать на них Хотя Если Плевать То Мне нужно Хотя бы Одного Спасти Кажется Мимо Под сопрессом Хрен попадешь На 43 Но у меня там Один Кажется В тылу Есть Ты же Никого Не видишь Как ты Видишь Мэка Подавляет Пофиг Я больше Интересую Эксперим Мутон Мутон Побежал Овервотч От Дробаша 100% Везмия Успевает Какой же Мэк Молодец Как же Он меня Выручает Так Этот Назад Не должен Видеть Чего Ты Как А Там Пеп Так Попадание Короче Нормально Все Ой Живой Еще один Смотрите Бежит Бежит Мирный А может Это Безликин Так Ребята Живем Живем Это Прекрасно Вот Один Мирный Тут Сидит У нас Реальные Угрозы Видимо Тона Это Первое Второе При смерти Мэк Так Давай Направленный Щит На Того Дальнего Как раз У нас Персональная Тут Война С ним Пусть 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 Будет Защищен Пеп И Спокойно Воюет С этими Штурмовик Скорее всего Сразу же Run and gun Тут Смотрим Можем ли мы Двоих Накрыть О Мы можем Змею Мутону Может быть Маловероятно Не можем Можем ли мы Вот так Вот Накрыть Двоих Не можем Плохо Скорее всего По мэку Простреливаем Может Выкуривание Сделаем Далеко Офицер Подойти Можно У меня Какая Идея Я хочу Также Накрывать Мантичем Вражеского Мэка И глядишь Мы Еще Змеюку Достанем Не достаем мы По змеюке Михаил Но не достаем Тут Run and gun Скорее всего Сюда Ваншот Мэка Подставляешь Фланг Змея Или Идешь Вот так Вот Фулл кавер Но ты должен Мутона Сначала убить Так А если Беска Подожжет Достанет Может она До Крайне Неудобным То есть Беска Либо передислоцируется Вот так Вот хороший Кстати Конус Может получиться Да Давай-ка Беской Сюда Это раз Да Я понимаю Что полу Кавер Но У нее Щит Смотрите Как действует Направленный Такой Эффектно Он Жиже Змею бы Дезориентировать Или подавить Подавить или Дезориентировать Но Одна светошумовая Тут ничего не решает А Стоп Стоп Есть Есть светошумовая Которая решает Класс И мутон И змея Снижая Мобильность Плюс мутон Еще подсветошумовой Действительно В прошлый раз Побежал на врагов Кажется Подсветошумом Он начинает Бить Ближайшего Врага То есть Если мы Мэка Например Куда-то Переведем Скажем Фланганем Змею К примеру Да То мутон Побежит На Беску Не Ну Я не хочу Сейчас Просто Этого еще Мэка Тратить Я лучше Отойду Вот так И действительно Постреляю По змее Флангуем Но с точностью Потому что Сапресс Сапресс Не хватает Себе Патронов Или Берса На себя Берса Опасней Давай Берса Он же Бежит на меня После попадания Да Нет Не бежит Ну что Жем Берсерка Да Обычный Выстрел Он особо Ничего не Сделает Зажигаем 4 рона И он Будет Тикать Еще Пептар Ориентировочно Сапресс Опять Это Вон Не Подожди Мы же Можем Сейчас Попробовать Штурмашом Ворваться Врываемся Штурмашом Полу Кавер Змея Ничего Хотя Не Штурмаш Михаил Вот Значит Run and gun Вот сюда И по мэку Бронебой Давай Да Правда Справа Может Активизироваться Чувак Но Мэка Нужно Мочить Так Урон 5 10 Крита Мало Но мимо брони Если десяточку Нанесем Убьем Крит Минус Мэк И лут Хорош Димах И Сапресс Не понадобился Да Теперь Снайпер Внимательно Берсерк Понятно Но Дезориентирован Не представляет Серьезной угрозы Возможно Стоит Пулеметчика Попытаться Снять Тот Не Угрожает Мутон Или не Мутон Мутон Ты не убьешь А того Реально Убить Вполне Давай По урону Имеется Ввиду По хп Три хита Ну Ё-моё Так Дин А если мы Приказ Еще один Сделаем И штурмовику Даваем Ход Если мы Сейчас Скажем Получай Приказ И Мутона Да Ты больше Ценного Ничего не можешь Сделать Сейчас Нет Получай Не достанет До него Лучше Приказ Приказ По Димаги Для Димаги Давай И Дмитрий Филипчук Может Стрелять Еще один Раз 96% Может Оглушить Стопроцентное Глушение На Берса What Упал Неплохо Я считаю Так Тяжелый Стрелок Адвента Давай 58 Женечка Давай Двоечка Хорошо Ой Там Димага Просто Горит остается 2 хэвика которые типа должны сопрессить либо просто стрелять я думаю что мантич должен стрелять кстати пептар должен стрелять просто он вот так вот отойдет чтобы его тот еще менее вероятно пробил и сейчас 2 хэвика у них урон же хорошего хэвика вот семерочка мутон так так оглушен на коленях стоит поверженный мутон и еще до еще так а змею мы получается не алёна смешно с действовать со способностями свободным не дезориентирована на что-то несешь потому что гренку и кинул на обоих из получать 4 еще пак 2 мутоны я здоровенный мутон только я подумал что все хорошо беги мирный беги ёпыры ct пептару сейчас хреново по счету 33 но что-то вероятность а это по димаги было пулеметчик подбегает по димаги скорее со стрелять будет нет по мэку промо хорошо жесть какая змея с овервочем ой грязь ладно не так страшен здоровенный мутон как вот эти вот упыри с гранатами и плазменными винтовками и черт так думай димага с одной стороны хорош тем что он во первых с молниеносными рефлексами например ваншот нет змею и снимет овервоч и будет еще при этом недоступен а дальше сможет с бронированными пулями мочить по мутону но я не хочу вообще подходить к этому углу я лучше прячусь вот здесь да только ты не сможешь лут взять не сможешь так бс к бс к бс к ой пептара вообще грязь тут нужно подавлять зеленого мутона не ну змею нужно снимать овервоч правильно змею желательно бы убивать вполне реально убить димагой учитывая высокий шанс крита то есть этот мув все равно очень хорош поехали 1 половина крита не так много крита плохо не крит овервоч сняли но осталось 4 хита так можно попробовать осколочной гранатой змейку добить погоди пока есть гораздо более серьезные проблемы так это нет это нет это вряд ли еще не невероятно ой жесть какая накинуть действие штурмашу чтобы добил змею рановато слишком козырные обилкам версер кто-то особо не нужен не мешает он мне мне нет бонуса у снайпера по по уровню так я сразу под фланг есть еще мэг мэг в любом случае перезаряжается дальше смотрим у него есть сапресс во первых которым он должен естественно валить не естественно не естественно миша что по точности 76 неплохо вот он тут просто сейчас отойдет и от дезориентации от этого я думаю что я думаю что лучше что может сделать сейчас это стильный 75 хорошо 5 хитов здесь точно а я сапресс то есть перезарядка свободная и вот так по мутону зеленому естественно плюс мы задеваем этого а может все таки того за собрать нет это мутон не задеваешь тогда нейтрализуем временно по крайней мере использование обилок но мне нужно как-то инжа тогда выпилить потому что если он попадет он попадает с положительной вероятностью то он действует свободным первый вариант это дым но дым у снайпера который фактически тут в двух гарантированно попадает ну как в двух вообще снайпер может 72 убить того но вероятность этого события очень маленькая это не только приблизительно четверть на то чтобы попасть это еще и 20 процентов это еще четверть чтобы вынести максимальный урон поэтому данное событие невероятно скорее всего снайпер должен добить мутона получить свободное действие у тебя же есть свободное действие нет свободного действия ты опять его путаешь другим я думал добить и кинуть гренку но хрена с 2 у него есть пробивание брони вот что у него есть который сейчас не помогает господин берзерка добивается до снайпера который это прям вообще за провал так хорошо что у нас может сделать лидер лидер может отдать приказ любому из бойцов кинуть светошум опять на мутоны и на змею нет змею надо убивать змею надо убивать как михаил и что будет делать мантич учитывая то что его флангуют здесь слушайте может мантичем закрыть с опрессом полевых товарищей не закроет может войну нет если двойной сопрессе они точно в ханкере будут сидеть ой может семерочку на продвижение остановим почти достаешь вот он остановить было неплохо на два хода а давай тогда ты ближе подойдешь вот так скажем да у тебя не будет точности но зато ты вряд ли подставишь фланг это раз и остановишь продвижение трех отлично проверим заодно эту обилочку что за бред вот как можно прогнозировать такие конусные вещи если они настолько сильно аффекты всякими камнями и прочей тренинг а слушайте я же могу здесь пожарить змею что будет делать беска беске нужно во первых отойти и скорее всего закинуть гранатом а татьяна не может если будет кидать гранатом убьет не убьет сложные вопросы я не знаю я не знаю давай вроде в центре меньше четырех быть не может четверочка хорошо в змеи нет обезопасили штурмаша убили змею ильдар может во первых добить мутона с очень высокой вероятностью может еще ход использовать да скорее всего ему нужно мутона убивать а потому что больше некому а если он не надо перезарядка и выстрел мутоном давай 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 пиу 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 есть минус мутон берсерк остается всего четыре человека кстати неплохо во первых снайпер который может выстрелить по мутону во вторых я ну думаю снайпером нужно по инжу стрелять просто все равно стрелять по инжу или кидать дым ой дурак а тут точно приказ а голографическое телеуказание давай поставим себе на инженера адвента нет чушь а там следующий ход больше пригодится слепа мутону вот он мне в этот ход не угрожает а я его трогаем да давай инжа хоть на следующий ход мы его собьем если попадем есть попались или два попадания 6 хитов сняли он же осталось 22 хита мантич мантич родной ты останавливаешь его или не останавливаешь вопрос или просто постреляешь вот он вроде не добегает а сколько у него кстати давайте посмотрим я знаю вообще плутона нет версии рэк здоровье 29 мобильность 15 это общая мобильность соответственно действие ему нужно 7 клеток он должен пройти 1 2 3 4 5 6 7 1 клетка вроде как в запасе давай кому то на второй раз высохнуть он мне сейчас важнее если вдруг мне снимут сапресс тот инженер сверху то я не прощу так лидера поближе просто для того чтобы он юзнул обилку на крит ну и все с богом приказа дополнительно отдавать не будем нет о мирный мирный эвакуируем одного мирного для очистки совести остался последний мирный там вон в гуще сидит горит может быть нет так этот перезаряжается инж хорошо overwatch берсерк бесятся бежит попадает под сапресс 8 хорошо пептар отлично успел добежать успел добежать но промахнулся 44 спасибо сапрессу энрейдж в ярости лежит мутону это под штурмовика нужно мутону сейчас загонять стреляет по майку да скорее всего держись мы кританул сучок ну мы конечно нам жизни . спас так здесь мастер ближнего боя но я думаю что с текущей пушкой лучше мутона просто расстрелять димага с одной стороны лут с другой стороны потенциальный мутон но туда лезть пока что не хочется он может прибежать получить приказ и свалить так о бесплатные действия у пептара направлены щит пока не делаем здесь скорее всего будет светошумовая туда подходим к елке full cover и дар это раз светошумовая сюда должна задеть обоих 2 не будет граната не будет точности можем действовать поспокойнее один ход относительно вот этих товарищей две дезориентации сработали я подошел кританул конечно или оглушилась дугомета кстати здесь у нас проблема видимо тоном что маша нет нужно как-то убивать есть целе указание во первых но по нему нет проблем попасть можно снять снайпером дальнего через бесплатное целе указания у него во первых овер во вторых у него на один выстрел раз один сопресс нужно на зеленому тона сверху оставить окей сам будешь стрелять по нему или как 82 over damage конечно но кажется больше никто нормально выстрелить не сможет мой зачем-то целе указание то а когда к целе указание на этого тогда есть перезарядка и целе указания просто снайпер такое что целе указание по поможет то что пулеметчик не сто процентов конечно голографическое целе указанием сама на стрелять не может поэтому не фанда помогает семья десяточка точностей димага в теории может вернуться но на практике этого делать не нужно гектар должен спросить этого упыря но я мутон тогда не убиваю и я должен действие мантичу накинуть лидером давай попробуем крит врубить во первых как там захватим мы критом не захватим почти всех захватим даже пептара не захватим мантича захватывает нет мантичу тоже не захватываем ладно в любом случае сначала а приказ на кд что-ли приказ же на кд огнемет будет неэффективным я подхожу сюда увеличиваю крит всем на двадцать очков начнем мы с смантичу 94 крит 17 всего лишь все равно а приказ не на кд ты никого не видишь потому что приказ можно так отдавать критону что ли не не критонула че там мутона там мутон блин что делать а тут вроде как надо с фланга выходить долбить но во первых не факт что это последний упыри во вторых эти двое мне пока не угрожают может действительно попробовать подойти к мутону но я подставлю фланг и загорюсь еще а мышь вот так вот подойти будешь видеть отсюда нет но они могут подойти так что будут видеть тебя и подчеркиванием подчеркивание ты подчеркивание бар поддержал наш канал на сумму 50 рублей спасибо очень глубокие рассуждение мне нравится издеваешься очень берем лут лазерный прицел пытаемся попасть по этому попадаем по берсерку я мог его оглушить тоже капец для штурмовика оглушение вообще прекрасный ой крит еще минус мутон то есть снайпер сейчас действует свободнее я хочу попасть по инженеру адвента которого метка добиваем скорее всего есть остается мутон дезориентация пулеметчик дезориентация мутон сапресс мутон сапресс хорошо живем пока более того есть еще бэска которая под огнемет может подойти чтобы тупо не терять следующий ход давай но это сила адвента 5 ну может 6 я не помню ну короче это это далеко не топ вообще а тут уже полтора десятка врагов мутон и берсерки видимо кибердиски пойдут вот ой змея же еще да это пак новый это пак новый раз змея два змея и три змея так ладно там под штурмашом змея этот стреляет со штрафом диким двадцать пять крит нифига себе не то не точный сапресс один процент по ильдару мутон дезориентированный по ильдару там full cover да как один из процентов попал ребята новый пак новый пак тут скорее всего ильдаром нужно скидать ой ёпрс я думаю здесь последняя граната нужно для того чтобы убить армор и убить с того но перед тем как это сделать возможно стоит свалить им зачем свалить если ты под full cover'ом стоишь елка горит я не хочу просто под змей подставляться ранеными товарищами так что а были овервочи вообще у нас не было овервочи надо война распускайся потихонечку закидывай сюда гренку убиваешь 1 снимаешь армора 2 так минус 1 добыча пофиг на нее вот он продолжает стоять под full cover'ом димага может подбежать к нему и оглушить нет не может беска может поджечь мутоном подожжет мутоном он загорится не будет использовать обилки и птар вообще в суровой ситуации оказался ему вот это вот направленный щит очень должен помочь снайпер что он кроталу с какой-то кроталу с так змеи называет мутон у все главное так рассредоточили что Хрен попадешь Скорее всего сюда от лидера Нужно светошум кинуть Чтобы одну змею и мутона продолжать Выводить из себя Возможно стоит Сказать всем бегом Тогда штурмовик у нас добегает До мутона оглушает и он Бегом ход не закончит Кому еще бегом может понадобиться Думай А у тебя больше других обилок нет Ты либо бегом, либо перезаряжаешься Естественно бегом Хопцы нет Если максимум использовать Из возможностей Далее ты ориентировочный светошум На этих двоих А вы Мария Крайне Невыгодная точность Ей как раз нужно использовать Команду бегом И валить Но только некуда валить Тут почти везде фланги Если ты хочешь конечно использовать Преимущество по высоте И нужно использовать Преимущество по высоте Потому что она Так, где мага Мутон ли Мутону может быть Я вообще боюсь сюда идти Потому что может быть Там еще паки будут Вылезать сейчас что-то И все С одной стороны Ты флангуешь змею И с очень высокой вероятностью Ни хрена Невысокой вероятностью Ты просто кого-то оглушаешь Потому что у тебя нету этого Нету патронов Но бас Да Да Ясно Но сейчас мне Несподручно Отступать От каких-то Трех дополнительных змей Непчемных Поэтому я продолжу терпеть В общем не укрытие бы снять Иначе мне некому убивать Врагов Кроме как Вообще лидер может Обойти и жечь Так же как и Черт Вот как мне не нравится Это все Все очень плохо Мантичи бы поднять Будут травить Поднимешь мантичи Бонус будет по точности Зачем тебе бонус по точности Зачем тебе бонус по точности Ты выключаешь Вот этих вот упырей Оглушаешь этого товарища Но есть еще мутон слева И змея дальше Косяк Если я сюда подхожу Я подставляюсь под фланг Нажечь как? Никак И укрытие нет Мантичи у этого Сводная перезарядка Да я В этом нет проблемы Вообще Тут важно определить Последовательность Давай начинать С самого Самого не очень Командир Ну командир на самом деле Может отдать Последний приказ Кому-нибудь из наших Например штурмовику Чтобы он сумел Перезарядиться И вместо оглушения Просто вырубил змею Или смог убежать Хорошая тема Надо убивать Кроме как штурмовиком Ты никак не убьешь Змея наиболее опасна Она близко Поехали Раз Можешь отдать приказ? Посмотри сначала Можешь Отдавай Сейчас ценим еще вероятность Скорее всего там будет Просто 100-100 159 5-10 То есть 9-10 Или крит Мне повезет Крит Первый из трех змей Поверженный Раз Тут нужно накрывать Сапрессом Точно Потому что Во-первых Свободная перезарядка Раз Во-вторых Надо закрыться От дальней змеи Потому что Она скорее всего Видит В первую очередь Пептара Тут закрываю Я сапрессом Как? Хреново Миша Нет смысла От этого Сапрессом Ну и второй Сапресс Это понятно То есть Мы закроем Так или иначе Двоих Черт Ой Бежать ли Бески Или не бежать Такой провал Будет Если я еще Пак с пулем Как ты еще С мутоном Справишься Никак Его надо зажигать Или граната Влетает С богом Бес Никого Жем мутоном Урон так себе Главное Что он загорелся То есть Мутоном Уже не закинет Гренку По крайней мере Но может Стрелять Снайпер Не олем Вообще Может Мантичем Вообще Перейти сюда Или флангануть Вообще Змею Михаил Михаил Ты не должен Идти вперед Во-первых Потому что Стоит щит На пептаре Более того Я бы на твоем месте Убрал снайпаб Чуть назад Так чтобы Просто в следующий ход Она под общим видом Стреляла Но сверху Даже сюда Ее поставить Да Давай так Снайп Может Уничтожить Кстати Сделать Подрыв Но мне Чтобы Уничтожить Мутона То есть Я Разрушу препятствия Но Мутона Это я убить На этом ходу Не смогу Точно не сможешь? А если Снайп С пробивающей Броней И крит Будет соответствуем Остальных Посопрейсишь Да? Попробуем Самое время Проверять Подрыв Давай раз Смотрим Как это Да Убирается Ковер Полностью Теперь будем По нему Критовать По мутону Крит 50% И мимо Брони Давай Давай Проводник Очень Очень Нужен Очень Нужен Крит Очень Нужен 50 на 50 Очень Нужен Крит 8 Без крита Но это Больше Половины Жизни Мы сняли Может Мантичим Добьем Или Его Под Сапресс Под Какой Сапресс Алеша Это Последний ход Кстати Как же Они Грамотно Разбежались А И он Терпеть От змеи От ближней Мантич Стреляет 5 8 Или Сапресс Он Движнуться Тогда Должен Будет Двинуться Должен Будет У тебя Штрафа Нет По Сапресс Ты По Нему Попадешь Но А в чем Минус А может Ты тогда Наверх Заберешься Потравят Тогда Вот Потравить На самом деле Это не Такая Плохая Опция Если Мантич Заберется Наверх Во-первых По нему Дальняя Змея Будет Стрелять А если Вот так Он Заберется Наверх Правый Мутон Будет Атаковать Не Будет Фланга Не Будет А Мутон Он Видеть Будет А сейчас Какая Вероятность Попадания 84 Ладно Давай Мантич Отходит Немножко Таким Вот Образом Я понимаю Полукавер Я понимаю Что Бла Бла Но Я не хочу Толпиться Там Я хочу Оставить Пептара Там В качестве Одной Цели Хочу Гарантированно Попасть По этому Мутону Хорош Крит Умер Так Две Змеи И Мутон Из известных Врагов С богом Мутон Жжет Ну В смысле Этот Он Горит Дезориентация Снята Он Горит Но Он Не Может Сейчас Кидать Геренку Но Он Может Стрелять Змеи Спускаются Отступают Стреляют Там Фул Кавер А Полное Действие Отлично Не сможет Больше А Это Стреляет По Пептару Там А Притянуло Плевать Вообще Плевать Там Штурмаж Ой Нифига Себе Там Двоечка Мутон Пугает Пугает Мутон Ой Двойное Действие Ес Ес Разрулили Пацаны Так Во-первых Змею Снимаем Точно Да Точно Почему Нет Мальчич Трррррр Крит Десяточка Она Сыпит Нас Спитара Но Отпускает Фух Пептар готов Не очень Мастер Ножа Сколько 24 Фигня Тут Нужен Штурмаж Оглушением Ооо Проводника Перезарядка Дожили Перезарядка А дальше Скорее всего Голографическое Целеуказание Приказ Мы сделать Не можем Думаю Лидерам Надо подходить Кидать Светошум Далеко 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 Пытаться Авамария Видит Мутона Но Мутон Спрятался И вот он Димага Который может Парализовать Любого Раннган Есть Дугомет Есть Он в общем То и змею Может убить Если это Конечно Последний Пак Мне кажется Мутон Мутон Все еще Горит Так А если Мы БСК Отступим От фланга Нет Пока не надо Пептар Скорее всего Просто Убьет Эту змею Да Не очень Все хорошо Вот Этого Мутона Как-то Нужно Так Тут точно Так Света Шумовая Потому что Лидер Больше Сделать Ничего Не Может Тогда Штурмовик Скорее всего Мутона Будет Пытаться Оглушить Там Есть Граната Кстати у самой Бескин Чисто в теории Она может И критануть Может Да давайте Отступим Бескин Граната Она докинет Точно Беска Из-за машины Во фланг А я не хочу Рисковать Пуле следующей Паки Плюс во фланг У нее такая Пушка Которая урона Не наносит А в гранате Пофиг Фланг Не фланг Крит Еееее Критующие Гранаты Это так Классно Ледокол Флангануть Не может Проводник Видит Цель Но Так давайте Указание Сюда Пептару Поможем Змею Убить Значит Пептар Змею А штурмовик Мутоном Ориентировочно Так Раз Доноса Два Уже Два Отлично Так Змея Одна Дезориентированно Ледокол Стоит Пока Сделать Ничего Не может Шишина Можно сделать Глогографическое Телеуказание Или подойти Кинуть Гренку Гренку Ты точно Добьешь Но ты Не достанешь Гренки Глогографическое Телеуказание Насколько Целесообразно Ни Насколько Ран И Сюда Мутоном Просто оглушаем Сто процентной Вероятностью Остается Змея А зачем Оглушать Если ты можешь Убить Резонный вопрос Ну Смутон Мега Дикая Миссия Конечно Мега Дикая Так Овер Ледокол Тоже Овер Смотрим Что Змея Содна Способна Сделать Без Обилок Со Сниженной Меткостью С пониженной Маневренностью Она Тупит Чего И следовало Ожидать Конечно Змею Флангуем Вот так Сто процентов Крит Пятьдесят Но может быть Красавцы И лут Еще Кажется Все 15 врагов Один ранен Один потерян Это Мег Потерян Мирных Спасли Только Двоих Но Хорошо Что Сами Выжили Ребята Это Была Такая Миссия Процент Попаданий 100 Урона Масса Димага Наносил Больше Урона Всех Классно Но главное Что регион Отвоевали Хоть Как-то Там Была Сила Адвента 5 или 6 Посмотрим Как-то Повлияло Может Экспы Должны Еще Дать Один Левелап Только Ну Снайпера Зато Дальнее Наблюдение Общий Вид Это Оно 82 Меткость Плюс 5 Ледокол Будет Отдыхать 17 Дней Еще На повышение У Диана Это Офицер Новые Обилки Я их Не видел Фосфор Ваш Огнемет Может Нанесить Урон Механическим Целям Пригодилось Безис Против Мэка Вражеского Граната Ракета Непоколебимость Конечно Фосфор Конечно Конечно Но мне Не очень Нравится На самом деле Огнемет Потому что Видите Как Сложно Рассчитать По какому Количеству Целей Он будет Работать Мало Ученых Ок У нас Бойцы Новые Появились Да А вы Мария Еще Уровень Получила Дальнее Наблюдение Конечно А что Еще Способность Ниндзя Способность Ниндзя Новая Способность Еще Способность Офицерские Может Вербовочка Есть Вербовочки Нет О О По строительству Уинж Копает Регион Сохранили Чудом Но осталось Там всего Два Человека И Шесть Сил Адвента Она точно Не снизилась Сил Адвента Четыре Здесь Я же Только На миссию Слетал Восемь Шесть Шесть Четыре Ну идем сюда Естественно Там Рекрут И восемь Человек Это Грязь Так Игорь ЖКХ Стал Ниндзей Показать Бойцам Надо Сейчас Накидывать Им навыки И брать Постепенно В миссии То есть Мне нужно В партизаночке Еще Не понял Он в центре военных технологий Что ли повышался Нет А почему В партизанке Тогда занято Все Там Петр Учится Офицер И больше Недоступно В партизанке Скорее всего Нет Нет Господи 15-ка То есть У него Общая меткость По Овервочену Без Учета Конечно Штрафа Где-то 120 Плюс Поэтому Он не будет Промахиваться Три Три Овервочен Там Может быть Больше Ему нужно Только Патронов Побольше Потому что Сейчас Они будут Реально Быстрее Кончаться Нужно Прогрейдить Пушку Но это Позже Это Ближе К миссии Так Обучение Исследование Ресурсы Лейтенант Рассенберг Поддержал Рассенберг Спасибо тебе Рассенберг Спасибо тебе Добрый вечер Михаил Я всю жизнь Уководствовался Принципом Достал Нож Речь Начал Заканчивай Это Применимое К прохождению Ресидента Вилдника Ну Применяй Проходи Я Я тут Причем Вообще Твой же Принцип Достал Нож Так Ребята У нас Товарищи Восстанавливаются После ранения Это раз Я допускаю Что Надо будет Перед следующей Миссией Уже потратить Денежку На На Партизан Пушечки Откуда у тебя Деньги Михаил У тебя денег Кот наплакал Можно попробовать После следующего Там Девятого В Индии Начать Материалы Фармить Не Забей Так Русбрейн Обучился Обстрелам Мы постепенно Трех Офицеров Трех Офицеров Кажется Их уже Два Осталось Прокачиваем Да Дин Русбрейн Одинаковое Звание Русбрейна У него ХП Поменьше Вредитель Так Обучается В тактиках Там 14 дней В ЦВДТ Можно Переучить Кого-нибудь Слушай Может Мы реально Сейчас Кого-то А Переучивание Это В рамках Текущего Класса Нет Не то Да Не надо Не надо Не надо Развед данных Мало Денег Мало Войск Мало Все плохо А вот и миссия Здесь же Небольшая Персонал Сопротивления Три дня Друнин Чат-бот Новобранцы Здесь еще Но Три дня Это жесть Игнорим Затаились в засаде Мирного населения Безликие Будут Счинить Еще одна цель Дайте времени Пять дней Снабжение Противника Уменьшить силу Врага Ой Хорошая Миссия Но Очень Сложная Небольшая Так Небольшая Небольшая Это сколько Сейчас Посмотрим Небольшая Небольшая Это 13-15 Конвой Мы снизим Уровень Паники В регионе Но Надо сейчас Выбрать Вообще Элиту Элиту Это Феликс Безусловно Это Там Группы Войск Будут Серьезные Это Мандича Бо Я взял Но Он не пойдет Он переучивается Это Беска Ракета Огнемет И факт От карты Блин Зависит Очень много Лево Ниндзю Не хочется Так брать Вы бы знали Как не хочется Брать Офицера Берем Разрушителя Тоже То есть Ракеты И Прочем Второго Снайпа Пожалуй Возьмем За место Второго Пулеметчика Пусть Отстреливают Хотя Блин От карты Реально Очень много Зависит У меня Две пушки Есть Лазерные Можешь Все таки Взять Пектаром Пять Человек Смогу Только С собой Взять Возьми Максим Больцов Не на Время Ну там Врагов Будет Пропорционально Больше Их Будет Очень Много Не нужно Брать Так Ладно Собрались Снимаем Броню Снимаем Предметы Готовим Эту Великолепную Пятерку К бою В первую Очередь Конечно Внимание На Феликса Во-первых Улучшение Оружия Не нужно Ему Оснащения Винтовки Нет Но Нужно Делать Поснимать Еще Модули Нужно Я смогу Сделать Вторую Снайперскую Винтовку У меня Есть Для этого Лазерное Копье Одно Второе Оснащение Лазерное Копье Далее Бронебойные Далее Желет Пока Не берем Пока Аптечку Улучшение Оружия Фигня Надо Снимать С Пулеметов То есть Надо Взять Хэвика Какого Нибудь Только Для Того Чтобы Эй А Да У меня Жесть Пулемет Так Через Пептара Тогда Снимем Улучшение Оружия Давайте С чистого Листа Раз Два Три Ставим Себе Другую Пушку С грейдами Тоже Снимаем Раз Два Три То есть Я должен Сначала На снайпера Все повесить Патроны Точность И прочее На Феликса В частности Обычная Стилба 15% Точности Возможно Модифицированный Приклад Пока что Увеличение Магазином И Модифицированный Приклад У Второго Снайпа Что Снайперский Устойчивое Увеличение Магазином Окей Возвращаем Что-то Пептару Ему Нужно Свободно Перезарядка Ок Овервотч При Ответке И Увеличение Магазином Может быть Избавиться От Разрушителя Вместо Бески Раз уж У нас Есть Один Разрушитель Взять Димагу У него По крайней Мере Дробовик Есть И он Великолепно В прошлой Миссии Себя Зарекомендовал Скорее Сего Так И Сделаем Не Ну Штурмовиком Ты Что будешь Делать В конце Концов По Одиночным Целям Работать Да Именно так Жилет из кевлара Минус Хотя Диверсионная Ракета Есть Не Ладно Оставим 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 Берем Просто Здесь Лазерную Винтовку Какую Нибудь С чем Она Лазерной Винтовочкой Шанс Крита Время Проникновения Хорошо Здесь Веерный Лазер Даем Лучевой Веер Точнее Веерный Лазер И Штурмашу Что Что Штурмашу Света Шум Улучшение Оружия Свободной Перезарядки Ему Нужно Быстрая Перезарядка Плюс Два Раз Устойчивая Позиция Лесом Вероятность Крита Два Шесть Шесть И восемь То есть Беску Мы убираем Остальным Меняем Кевлары На нормальный Армор В первую очередь Да тут не осталось Никого Только снайпер Менять Мы поменяем Жилеты с Кевлара Раз Жилеты с Кевлара Два Так что в результате Проникновение Будет Чуть больше Ста процентов Веерный лазер Просто это было В первом Икс Чем Мне кажется Название Или в самом Самом первом Икс Коми Четвертого Года Бронебойные Два Снайпа АОЕ Контроль Сапресс Медикита Два Страховочных Есть Лидер Есть Штурмовик Для работы По точечным целям Нужна верхатура Очень нужна верхатура Ладно Поехали Ребята Так Небольшая 13-15 врагов 13-15 врагов Карта будет Очень маленькая У них Двух-трехкратное Превосходство Численное А учитывая То что это могут быть Опять же Те же самые Мутоны Короче страшно Задание Ой-ой-ой-ой Тайная встреча Это миссия На Да Это тоже На защиту Сопротивления То есть у нас Внедрился Товарищ Там нет Мэка Там кажется Ловлапнутый Снайпер Я там Кого-то Отправил Там сопротивление Господи Три человека Что ли Уничтожьте Всех врагов Была такая Миссия Вчера Дичайшая Просто Сюда нужны Хорошие офицеры Вообще Там Тут безликие Базовые Враги Кроме безликие Безликие Самые жесткие А вот Тут не фанда С дробашом Три человека Интересно Что будет Когда я Принесу Эту миссию Проиграю Тут где-то С десяток Урагов У меня Два Лемминга И один Так себе Офицер Один Лемминг С дробашом Еще Я попал Прошлый раз У меня был Мэг По два раза Больше Народу Карта еще Капец Большая Огречения На ходы Нет Спасибо Конечно Я слышу Безликих Безликих Блин Ни хрена Жи не видно Непонятно Куда Итим Видимо Направо К этой Штуке К переговорки Капец Офицер Дрон Дмитра Выключоб Дмитра Объективный Раз Отк reversal Дмитра По few Отр ku Дмитра Сhow Окucking Отк 라는 Итим provision uen По что он только на ближней дистанции будет нормально работать копим я слышу безликих слушайте ладно но безликого мы можем с дробаша как-то из дуплета смеется я больше беспокоит пакин это что их больше возвращаются мы принимаем 1 принимаем 1 до как как мы принимаем 1 дробашь седан где он вы слышите везде кидер поворачивается так тут граната или не граната наверное граната учитывая броньку и необходимость то есть обычные гранаты я имею ввиду вот там офицер он тоже с гренкой пусть нужно делать вообще без овервочи возможно чтобы света шум надо просто кидать гренку без овервочи ой грязь бац нет я не бац сказал офицер хорошо можно его пробовать фланганусь да можно да не фланганешь не фланганешь убьешь женьку подставишь стоит ли с дробашом его убьешь жак что 2 не флангуешь махаил я думаю что надо офицера убивать то есть офицера дуплет на этого допустим света шум и надеяться что он не и не подставлять евгению лучше подставить эту она бьет вообще с дробашом вопрос крит он 47 у него здоровье там 7 есть только крит поэтому только так я вариантов очень мало так 50 процентный крит 59 тут дуплет не нужно делать тут нужно делать вот так вот экономить патроны должен умереть твою один хит блин 74000 если промажешь я вообще буду же молодец вот сопротивление такое вообще глушитель сейчас джинку флангуют дроид оглушает 1 ну ясно новый пак безлики твою налево еще куда еще безлики твою налево еще двое обычных надо валить отсюда сейчас меня глушит как я свалю так но это дуплет ладно одного мы допустим дуплетом убьем но еще постреляй конечно 56 промах мимо 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 так и последний промах прошу 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 на 75 промах а ты тут делаешь промах все равно 79 промах так так тук туки сквозол короче кайт только кайт только кайт от безликих отстреливаешься этого обходишь место конечно хреновое не надо вообще валить я думаю то есть full cover отстреливаешься у кого отстреливаешься ребята скилл попер конечно же отступаем раз оцениваю 56 по безликам и 54 дроида надо убивать возможно подойти пока вот сюда вот и минуснуть дроида потому что безлики пока еще не добегает те флангуют могут маловероятно но дроид опасен потому что он одного оставляет у меня третья армии минус здесь вот что делать просто наверное фланговать без дуплетов то есть full cover и надеяться на то что мы этого убьем так ладно то есть ты вот тогда точно полукавр михаил ну с дробошата как ты по-другому попадешь ты же хотел отступать хотел а 84 процента 30 процентов крит вероятность мало то есть по 5 попасть 5 6 стандартного урона не хватит только максимальный 25 процентов или 30 процентов крит вот так я не попадаю вообще выстрелу по а если так верно выстрел 23 не поможет я почему он поможет ты по крайней мере его муж гренкой добить и михаил надо надо рисковать 1 убегать так теперь думай либо ты отступаешь этого закидываешь гренкой либо ты отступаешь так и пытаешься дробашом попасть вероятность попадения дробашом достаточно мало фронт какой 47 до 47 при том что да нет увеличится сильно где-то до 90 процентов увеличится если вот сюда подойду надо восемьдесят семь крит двенадцать а мне нужно 6 или 7 урона есть крит крит и лут ой как они хотят жить как они хотят жить глушитель надевай скорее так что мы можем 56 безликий стреляй до мимо что с богом безликий бежит вроде не должен успеть там один обычно 4 хита и он точно не успеет вы чего он пальцем покажет максимум все нет гигашечку было считать клетки это там full cover я не этого не так сильно боюсь как следующего который флангует прошу мимо попал здесь к этим безликого чем катить нужно так чтобы приводить его кто и по другим попал а молодец так же не как ты тут можешь полу укрытия безликий сколько бежит безликий скажи мне какой у него маневренность 15 на нет 14 как он дошел вообще за 7 клеток как он дошел тут он точно не добегает запад до полу укрытия но может быть имеет смысл как-то сократить дистанцию для того чтобы этого с большей вероятностью убить что следующий фланг я могу не пережить к сожалению те добегут хотя раз твоя вторая клетка это раз раз два три четыре пять шесть да добегут серьезно добегут от тебя тут видно не видно тем более бежим сюда 80 процентов добей прошу очень хорошо безликого дуплетом выманиваем на офицера как жалко с дробашом терять и он еще регенит как пёс бегая подбегая это жесть конечно подходит один видит стреляет полу каур 26 милом я по-прежнему не могу работать по безликому а он по мне работать может хотя мне может спасти светошум если я отступлю так это фланг так это не фланг сюда и светошум давай другому никак он добегает ой следующий раз обязательно нужно по-другому по-другому действовать вообще что делает евгению с одной стороны отходит так с другой стороны должна стрелять по безликому пока без дуплетом давай попала 4 хорошо дуплетом мы его ваншот ним если два бак 2 этих так подбегает фл кавер фланг нет твою мать успел он все-таки стой да как да как да как да как там три клетки между нами да пошел ты 95 промах так тут пофиг что овервотч я по-другому не могу никак надо подходить к нему типа вплотную а вплотную я не могу вот это единственный вариант как могу там овер срабатывает естественно у меня выбор не попадание дуплет 90 процентов убьешь 10 а троечкой не убьешь не рискуй дуплет давай так остается двое нездоровые мы оба ранены буквально на выстрел овер перезарядка второй здесь же перезарядка так на один ваншотается дуплетом что делать они обычные женькой нужно сокращать дистанцию таким образом чтобы или перезарядку ход кайт потратить рискуешь не надо сокращать дистанцию сокращаем дистанцию здесь ханкер он же мне не обойдет нет не обойдет ханкер тут либо овер либо ханкер так а где они меня видят нигде отлично то есть вот так вот и овервотч получается с богом проходит ближе идет на овер два действия он потратил два действия уже хорошо я могу этого флангануть второй на овере тут дуплет всего 65 но если я двинусь вероятность снять овервотч отсутствует кажется это шахомат это будет не фланг убивать в идеале нужно этого чтобы хп не пропадали следующим ходом этот меня флангуют у меня выбора нет тут окно в любое движение приведет к оверу то есть разницы нет я стоять и пропускать ход я не могу тут очевидные фланги а тут нельзя пройти слушайте вот сюда мог а если наверх короче в этот угол надо идти чтобы ему чтобы выйти ну это рандом полетели овервотч мажет 50 на 50 просто монеточка тут пытаемся добить так 90 процентов в упор дуплетик давай есть а этот пока на овере или или если он увидит что я есть на овервотч ты его не снимешь при всем желании нужно делать так чтобы ты в следующий ход его фланговал фланговать ты его будешь вот отсюда вот если должен дойти до сюда не на друг то последнее да он флангует меня промаж там 90 процентов промаж прошу 70 процентов мог промазать да можно эвакуироваться был он ну как точность у него выше заодно узнаем врагов убита 5 из 7 еще 2 еще один где-то был блин если бы этот безликий не добежал бы до моего штурмаша я мог бы в этом месте закончить даже тремя тремя солдатами а если уж каждая из убежищ нормального офицера давать то это будет вообще и на таких миссиях нужен не умничай weapons armors пошла ты нафиг так ладно там двое этих есть они почему-то материалы фармит им нужно конечно же конечно же переключаться на они ртава мария что не здесь миссия что-ли было да они в северном миссия вот здесь вот все r1 остался рекрутов ищем так может и сейчас туда офицера вас пошлешь хотя бы рапонга пойдет штурмаш наш клёвый исследование инженерных процессов ненужная вещь основы исследований пусть идут это все так плохо ниндзя петр так обучение новобранцев если у нас новобранцы ребят если у нас кого обучать еще ниндз на самом деле хватит я думаю там уже три человека и кажется у меня вербовки о вербовки новые так это у нас пух минус 7 защита на 6 здоровья качок псих неплохо шара это рыба да давайте пуха возьмем пуха 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 в партизан очки чему кто мне нужен кто мне нужен ниндзя ниндзя они могут по крайней мере на халяву какие-то миссии выполнять так офицеры русбрейн у нас проходит подготовку соответствующую в центре военных технологий мантич насколько я помню да у нас хорошая реакция обучается и есть еще опция переучиться бойцом не будем все очень плохо задание эвакуируйте рекрутеров сопротивления это вот то же самое что и сейчас да стоп а у меня есть там офицер в этой новой индии фомби да нельзя ну хорошо фомби там неплохо ну и народу там больше главное никого не потерять потому что потому что я так долго их рекрутеры защита агентов а нет стоп это типа террора кажись надо миссию отменять это террор это жесть отменяем гадюку гадюку лин да феликс дин ну я ж не могу эту миссию игнорировать правильно это я скипаю снимаю переобучение нет переобучение это там мало народу нужно нужно ключевых бойцов брать короче угрожающие угрожающие это что двадцать пять двадцать семь врагов прервать прервать не хватает прервать проникновение а там снабжение снижение активности пришельцев но я не могу регион оставлять он самый жирный у меня поэтому я беру топовых пацанов всех кто остался без ограничения по количеству двух новых ниньц берем пусть проходит крещение огнем плюс этой миссии в том что у меня практически все готово в плане эквитмента потому что отряд буквально с миссии два лемминга единственное что здесь бэска есть а так все вроде пок можно конечно кинц улучшение не револьверы улучшения забей вообще оснащение может дать да нет жилеты еще на них тратить полетели 30 процентов свинейный бой ведет что ли да нет это же середина я снял их с проникновения там проникновение сто процентов было плюс и там было бы 13-15 человек я вынужден был основную группу вернуть сейчас защищать регион главное чтобы не как прошлый раз было эвакуируйте рекрутеров сопротивления точка эвакуации я вот не знаю какая это это обратный отчет или все-таки мы бродим и мне обратный отчет больше нравится потому что там по крайней мере есть какой-то контроль за появлением паков потому что классический террор это вот та миссия где ты прошел пол хода занял позицию и на тебя повалили пацаны и ты как бы с этой точки не исходишь и просто сидишь и терпишь все эти атаки элайяр здравствуй активный поиск соратников принудил адвент карательным акциям невооруженная группа сопротивления наткнулась на патруль адвент и мы должны сопроводить союзников была такая да тут нас две группы одна собственно основная другая с этим сначала заберет только повстанцев из-за низкой высоты малого запаса топлива затем вернется с нашими солдатами неспособность эвакуировать хотя бы одного что неспособность эвакуировать хотя бы одного повстанцы лишит нас возможности собирать собирать разведаны в этом регионе в течение какого-то понятно то есть мы спасаем у нас должен быть две группы по идее 1 эвакуация очень близко а подкрепа на подходе так два ниндзи подкрепление на подходе а можем ли мы сразу отложить появление подкрепления вредитель на один ход это мега критично сейчас давай чем-то свободное действие кажется было хотя может и нет так далее мы берем револьвера и паник этот поднимать собирался нам нужно сюда повстанцев да здесь мы обосновываемся основной частью основной группы я не уверен что эта миссия без только с подкрепами то есть возможно тут будут паки еще по мере поэтому я и хочу пустить кого-нибудь из наших так феликс тоже рановато капец так пептар хорош давай тоже нет так револьвер наконец-то выходит ниндзя пошел задача посмотреть если там дальше у этого пак где-нибудь здесь нету то есть мы можем делать пол хода свободно или даже ход но ход не хочу потому что вдруг не сработает под вот это вот темы с подкреплением задержкой одной так дима а дима сходил типа блин так штурмовик на всякий случай контролировать справа может быть стоит одного снайпа оставить на овере а второго полностью типа переводить а кто может снайпов полностью до добежать то никто может быть имеет снайперов смысл оставить здесь они простреливают большую часть нифига не простреливают большую часть они только здесь будут простреливать это не всегда что вопрос где будет появляться враги ладно давай хоть какой-то компромисс то есть один снайп действительно бежит ниндзя наверх еще не сопротивление полностью игре гкхм подходит смотрит что за углом никого рейминги бегут эликс на уверем с богом задержит леса подкреплением и летят архонт появляется уже попадание на семерочку это кажется стандартный пак был это не подкреплением где овер вот так семерочка попадания еще здесь пак ой попадает на семерку молодцы тройка до осталось да здесь пак из четырех человек дроид офицер спускаются хорошо тут ракета еще кажется один офицер еще пак твою мать так срочно ракеты гранаты туда что нибудь да ты вы издеваетесь два пака спулили просто еще подкрепа на подходе провал так ладно вторым снайпером я зря вообще пошел тут явно ракеты там уже три армора у этого дроида сектоиды винтовки как жизнь подъехала хашечка тут флангов дофига и текущих и потенциальных так ну первое это рокет сюда сто процентов пять человек второе надо избавляться от фланганутых например вот резать офицера ну резать офицеры ты же понимаешь что у тебя там ниндзя они не те оружие не то так тут на фул светошум по другому никак так я слил здесь похоже это все дезориентация на одного не очень выгодна там на овере еще один стоит так предлагаю мобильность юзнуть бегом во первых ты без кавра стоишь куда-то бегом собрался тебе рокет надо кидать предлагаю перегруппироваться отступать чтобы было меньше флангов давай все поди попади ракеты без специализации нужный там могут попадать людям пытаюсь захватить как можно больше количества вроде захватил попасть еще нужно поехал еще есть одна ракета у бески у шкоды так ладно эта цель для снайпера простая потенциальный фланг убогое полу укрытие шедерд рокет можно сделать сюда дезориентация оглушением и дым в любом случае что шреддер что не шреддер тебе нужно куда-то отойти помню про про то что хэвиком можно пептара поставить на острие хотя бы вот под этот полукавр ну ладно пофиг пробегаем скорее всего это будет ауэс опресс непонятно по кому плюс свободное действие этого не трогай даже револьвер ой рево рево ну ладно его не жалко хантер димага может сделать раненган но не нужно этого делать все упирает сейчас беску попадет не попадет скорее все стрелять нужно отсюда если так вопрос только чем ракетой такой или с дезориентацией учитывая три змеи я думаю нужно кидать диверсионную ракету под них штабилки там страшнее плюс можно за очень внимательно целься то есть ты либо забираешь сдеваешь сектоидом не очень опасного либо ты да лучше вот пол убирать у этого упыря давай главное попади шайдер трокет пошел дезориентация что то еще было оглушение два три оглушения урон не нанесли но ладно эту группу мы на время дезориентировали так так задача справиться с двумя фланганутами ты горишь скажи честно ты горишь нет он не горит его можно в принципе я бы я бы револьвера с ранганом бы послал куда-нибудь сюда в тыл и да чтобы в следующий ход же убили нет до кого он может бежать без вариантов нет 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 даже даже и не думай а погоди вот в этого можно который не оглушен не дезориентирован вот в этого ты сможешь подрезать там хп конское количество что ты можешь сделать ты можешь кинуть светошум например вот сюда вот на архонта и это будет лучший твой ход пожалуй что делать с флангом михаил я не знаю тебе особо там сильно никто не флангуют кроме четырех человек наверх забраться светошум оттуда кинуть овервотч спровоцируешь вон он стоит с овером а может не спровоцируешь спровоцируешь нормально все будет револьвер тебе повезет везло светошум на архонты и на втором и грязь мне в конце концов нужно эвакуировать потому что подкрепление будет идти бесконечно скорее всего бесконечно так так снайпера я все таки буду уводить назад во первых он ранен во вторых он отсюда работать все равно не будет это провал это провал надо агрессивничать сейчас отбивать дрона пусть подставлять фланг против двоих сапрейс одного снайпером снимать другого димагу вводим в бой так бронебойных нет да опаснее эту тупырь но по этой больше крит и вероятнее убить давай убиваем змею 13 гкх да флангую чего двадцать восемь процентов ты серьезно попал остается снайпер и хэвик продвинутого офицера с высокой вероятностью убиваем дроида убиваем тоже с высокой вероятностью архонт архонт мне не нужен тут по всем хорошие хорошие шансы но я думаю критичнее все таки офицер офицер гораздо критичнее поехали плюс я убив его смогу еще действие да ё-моё что за царапины то ну там даже без крита все было нормально блин заденешь ты с опрессом вряд ли он заденет с опрессом или задевает вроде задевает а давай проверим подавляем не задевает и подкрепом как будто мне мало четырех спулиных паков прям на крыше и и инженеры там офицеры щит там еще щитовик есть пора начинать заново кажется хорош не мажет он а этот не дезориентирован нифига ой ошибка попадание сейчас второй будет стрелять а этот горит горит и паникует хорошо архонт уверенно по дезориентации пошел вперед мимо 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 какое там пять процентов дезориентация аналогичным снайп выжил сейчас еще по снайпу не по димаге фулкавер держись пока живем так тут явно бесплатная гренка быстрое развертывание светошумовая скорее всего сюда на троих на четверых на двоих максимум да хочешь сказать на двоих максимум бесса из ракеты скорее всего должна вот по этим долбить опять же исходя из логики что или по этим кстати тут трое могут трое или двое могут упасть двое могут упасть а ты задеваешь буквально всех и мирного заодно погодим может под шумок просто мирного проводить давай беги василий тут такая грязь ооооооох как же мне это нравится надо тут нарезать но скорее всего по остаточному принципу кто там под рокетом будет Игорю то же самое делается То есть тут явно рокет. Погоди. Сейчас делаем рокет сначала. Потом смотрим, что там осталось. Главное, по своим не попади. Попали по своим. Эти попадали. Ну что, револьвер. Дорезаем. Это такое количество врагов. А это щитовик. Так. Давай-ка мы начнем с действительно револьвера. У него урона должно быть большим. И он должен взяться. И оптимист поддержал ваш канал на сумму 101 рубля, сообщает. Да. У тебя достаточно ошибок уже накопилось. Следующий трайк будет намного лучше и проще. Ага. Говорю, если это команда ГУФ. Я сказал, если. Когда это команда ГУФ. Но мы безусловно в тебя верим, команда. Спасибо большое. Короче, ниндзя пытаются добить только часть из той подкрепа, которая пришла. Револьвер. Ничего нового. Револьвер. Ничего нового. Хорош. Но он подставился там. Надо помогать. Так. Димага. Светошум, скорее всего, на этих двух. Продолжаем дезориентировать архонтов. Ну, мы можем его оглушить. Пептар, скорее всего, перезарядка. Направленный щит. Стоит ли вообще этого подгорающего трогать? Не, нужно накрывать... Давай, перезарядочка. Смотрим, как мы можем накрыть... Как можно больше врагов, конечно, нужно накрыть. Они на разных ярусах. Поэтому работать нормально не будет этот сапресс. То есть он не распространяется на верхних, кажется. Хотя они типа и подсвечиваются, но... Хотя может и распространяется. Кто его знает, а? Ну что, Леминг будет бежать? Да, почему нет? Так, а если мы выкуривание сделаем? То есть подойдем сюда. А выкуривание как работает-то у нас? Не очень хороший рейндж. То есть надо подходить как-то вот так. Или даже вот так и туда. Но ты достанешь по одной-двум целям максимум. Наверное, лучше сделать получай. И, возможно, дополнительное действие для другого человека. Так, мне нужно от фланговых этих избавляться у пырей. Игорь на халяву может кинуть гренку, повторюсь. Кидает ли он снова? Да, он пробует кинуть снова сюда. С вархонта этого. И все, да? Да. Там станер просто еще. Он ворвется. Оглушит сразу же одного. Дальше дроида можно убить. Из дробаша в упор. И факт, что он опаснее. Опаснее, конечно, тот, но я до него пока не отбегаю. А нужно ли тебе подбегать до него? 85. Для крита нужно. Чтоб был крит, чтоб ты попал. Хорошо, давай так тогда. Димага хорошая, конечно. Соточки, 59 крит. Критой, главный критой. Критой, минимальное дамага. Второго снайпера, скорее всего, я все еще буду... Хотя я могу пострелять им снизу. Если так временно помочь дроиду убить. Целеуказание не хочешь сделать? На кого? Хороший вопрос. На левого верхнего. На того вот, который на крыше. Не, на крыше ты будешь сопрессить. Ты будешь стрелять по этому, убиваешь его. И юзаешь какую-нибудь обилку, например, устойчивой позиции. Ладно, разберемся. А ты лучше по дроиду стрельней. Стрельней, действительно. Для себя, для себя. Целеуказание добавим. А, ты шлангуешься еще у нас щитовиком. Уже поздно. Поехали. Попадай, 92 убил. Хорош. А, подкрепление-то на подходе нет. То есть, оно не каждый ход, как в той миссии. Ты можешь начать все чисто листово. Да-да-да, это бонус, безусловно. Кто ж спорит. Феликс снимает Стража Адвента. Давай. Феликс, красава. Я хоть на практике классы разные поизучал. Папа изучал. Смерть с небес у него. Либо устойчивая, либо перезарядка. Я думаю, что лучше устойчивая. Пептару нужно гасить с опрессом вот этого. Или Дианом закинуть туда светошум. Или приказать Димаге, например, еще разок выстрелить. А какие у Димаги были шансы вообще? Да, близко целей там нет. Может быть, здесь кому-нибудь прикажем из наших. Пусть режут. Еще разок. Дадим дополнительный ход. Хорошая идея. Кого ты видишь, в принципе? Феликс не смог бы выстрелить. Димага может, но... Бэско. Стоп. А Бэско случайно у нас там не обладает гранатой? Обладает гранатой. Но не докинет гранату. Хорошо. Ладно, тогда прикрываем мирных просто. Давай, приказ на одного из ниндз. Точно? Ты их не видишь. А если ты их не видишь, то... То лучше Димагу вывести из-под огня. Да. В Димаге появляется дополнительный ход. Он может им воспользоваться для того, чтобы, по крайней мере, ну, как-то от фланга отступить. Но не хочу слишком далеко уходить, чтобы у меня была возможность в следующий ход там поглушать или поубивать. Отлично. Теперь с подавлением. Скорее всего, на сержанта. На всякий случай, АОЕ вдруг кого-то за... Может, защиту еще сделаем? Да, давай защиту еще сделаем. Против него же направленный щит. Потому что у него точность неплохая, даже несмотря на сапресс. И пептар это приоритетная цель. Человекоподавление пошло. Ну что, с богом, друзья. Самая жесть будет справа, там, где двое мирных. Сиктоид приходит. Архон дезориентирован. Копейщик дезориентирован. Сейчас змеи есть. Сиктоид начнет действовать. Ну, есть, конечно же, тоже. Тут лемминги наши будут помирать. А, щит. Так, ну щиты только на троих. Блин, еще двоем. Полукавр, полукавр, спасти меня. Игры ЖКХ минус. 45% попали. Тут фланг. Ой, снайпер, фланг. Игры ЖКХ. Хорошо. 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 Змея. Яд. Яд. Блин. Димагу отравили. Сделяют по лидеру. Мимо. Но 57. Змея очень точная, конечно. И сектоид пошел. Он сектоид. Ладно. Сектоид. Хотя он может контроль. Или панику, или дезориентацию. Держись, Димага. Паник. Это просто ад, друзья. Важный снайпер. Нуждается в спасении. Все очень плохо. Нас прессует по всем фронтам. Рейнджер не вызвать. Там овервотч еще. Да. Поигранно, кажись. У нас есть револьвер. У нас есть револьвер, конечно же. Непонятно, правда, кого он будет резать. Свои молнии. 3-5. Вот это урон. Может, мирного попробовать все-таки спасти. Там, да я понимаю, что там овервотч. Но он быстро бежать будет. Так, реально быстро. Слушайте, а может это действительно последний? То есть, больше не будет подкрепа. Вот самая большая моя ошибка в этой миссии в том, что я не знал. Это первый раз я столкнулся с такой миссией. То есть, я подумал, что мне нужно к точке, и каждый ход будет эвакуация. На самом деле, карта просто кишила врагами. То есть, мне нужно было в первый же ход сидеть и овервотчить сверху. Никем не идти, только ниндзями там разбежаться. И просто принимать их. Просто всех принимать. А получилось так, что они хопы и со всех сторон. А сейчас ситуация такая, что... Тут 4-5 противников. Тут 5 противников. По центру еще Архонт, которого непонятно как убивать. И... Тут одним снайпом не отстреляешься. Давай, пробуем Феликсом снять змею. Снял, молодец. Лут выполнен. Кстати, у кого аптечка? Да, вижу у Хэвика. Я еще не знаю, как огнемет юзать. Эффективнее в этой ситуации. Скорее всего, Бескин надо сокращать дистанцию. Подходить под этих, но они там хорошо распределились. Плюс овервотча есть. Пептар должен сопрессить змей. Желательно бы ему. Архонт еще скоро будет действовать. Или все-таки засопрессим этих справа. Сержант Адвента еще. Ммм. В тылу. Так. Уже тут особо ничего не справа. Давай пока флангуй. Там овер не сработает вроде как. Крит хорош. Револьвер, скорее всего, тогда этого попробует забрать. Овервотча револьвер не боится? Револьвер ничего не боится. А, там уже сапресс. Какой вруч. Ой, Рево убил. Нет, не убил. Один хит оставил. Так, Диэн. Что может Диэн? Надо как-то вот с этими товарищами совладать. То есть, скорее всего, нашему офицеру придется подойти поближе. И под следующий огнемет. Но фулкавера нет, Михаил. Ну нет фулкавера-то. Ё-моё. Но подходить надо. А кого ты там собираешься убивать-то? Этого ты не убьешь. Змею тоже. Что ты хочешь вообще сделать? Может вообще передислоцироваться сюда и пойти выкуривать вторым ходом? Хорошая тема. Крайне мере, мы будем сочетаться с этим, с сапрессом. Да, конечно. Забиваем на Пептара, к сожалению. С богом. Да, Архон действует в полной мере. У него фулл хп. Хитов 30. Змея подползает. Видит. Ой, подползает полностью. Сейчас будет. Стоп, иммунитет. Змея-то пропустила, не успела. Здесь септоид пропускает. Зомбаря вызывает. Надо сейчас стабилизировать были человеком. Этот уходит, гад. Ой, стреляет по снайпу. Нет, 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 нет. Промах. 59. Тихо, 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 тихо. Промах. 6%. Архон полетел. Что будет делать? Плавящие перья. Хорошо, это мы, может, попробуем увернуться. Да, там все равно огнеметчиками должен был разлетаться. Плавящие перья пошли. Какая грязь. Такого, конечно, в оригинале не было. Это просто дичь. Ой, оглушение, оглушение, оглушение. Не добежит, не добежит. Добежал. И плавящие перья сверху. Класс. А, нет, оглушения нет. Тут фланг с мегистаром. Ваш канал на сумму 100 рублей. Это зарядка. Миша. На будущий трай советую в убежище держать 1-3 человека на поиск рекрутов. Разведанные деньги, конечно, нужны. Но зато хоть всегда будет небольшой приток новых членов сопротивлений новобранцев в казарму. Так, паника снята. Да, конечно, мы по-прежнему верим и в этом трай. Спасибо большое за поддержку, за веру, которая уже особо ничем не обоснована. Тут перья. Нужно пробегать. Два хода у нас человек умирает. Там овервотч. Димага может оглушить. Но я бы на самом деле вот этого товарища фланганул. У тебя здесь за ориентацией, что ли, или что? Все зомби оглушение. Блин, вот мобильность накладывает серьезные ограничения по... Хотя я вот так могу. Стой, погоди, 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 погоди. Во-первых, Бесса у нас все еще жива. Ее не оглушил, чувак. Перья прилетят, машина может вообще рвануть. Отсюда в любом случае надо валить. Тебе нужно понять. Каким образом ты будешь... А, снимать овервотч. И... Так, Пектар точно перезарядка. Я думаю, надо всеми передислоцироваться сейчас направо. Оставлять там димагу несчастного. Сюда переходить с опрессом, накрывать, снимать овервотч. Но это чушь-то делаешь, блин. Ты втираешь мне какую-то дичь. Лучше этого флангануть хэвиком. Вот отсюда. Так, револьвер. Тяжелый копейщик. Зомби лесом. Этот особо не нужен. Четовика не пробьем. Тяжелого копейщика отдамся тогда. Вот кого должен револьвер добивать. Вопрос только откуда. Отсюда, чтобы овер минимально сработал. Да-да. Есть. Не сработал овер. Револьвер убивает человека. Это раз. Ой, подкрепление на... Как ты с... Я только сейчас заметил. Подкрепление на подходим. Так, овер мы сняли, получается, да? Думай. Лидер может, во-первых, сделать получай. Это свободный ход. Либо бегом. Я уверен, что нужно делать. Либо то, либо то. Огнемет. И выкуривание вряд ли зайдет хорошо. Потому что тут не закроем мы с опрессом. Все. Скорее всего, надо просто делать следующим образом. Обилку, например, на крит. На кого подействует, Михаил? Там даже до снайпа ты не достанешь. Да, ни до кого ты не достанешь. Тогда просто проходишь и кидаешь светошум. Вопрос, куда и в кого? Я думаю, что его нужно сейвить тоже. То есть отступать так. И дезориентацию кидать на этого упыря. Поворачиваемся раз. Еще Архонт в воздухе не забываем. Димага пришел в себя. Перезарядка халявная. Ран-н-гана нет. Тут как минимум два человека. Но не забывайте, что есть еще одна змея. Да, я могу вот сюда вот зайти. И с очень высокой вероятностью змею убить. Но... Или оглушить. Проблема в том, что здесь потенциальный фланг. И вот этот товарищ хоть и простреливаться может пептаром. Да, пептар должен скорее всего идти вот сюда. За полу кавер. Как более приоритетная цель. Он так и за полу кавером стоит. Персональную защиту против этого делать. Да, давай так. Раз. Направленный щит. На вот этого скорее всего. Потому что он вероятнее будет фланговать. И ты его же стреляешь. Но мы же не накроем тут и змею, и это он. Конечно, нет. Поэтому просто стреляй. Де стрита, уэйн. Но снайпер может добить его, помочь. Так, димагу пока откладываем. Снайп. Феликс ориентировочно стреляет по... Нет. По этому товарищу. Мимо брони гарантированно добивает. Хорошо. После этого, возможно, юзнем обилку или кинем гренку. Перезарядиться тебе нужно. А димага уже более спокойно может заходить к этому упырю. Есть, если что... Смотрим, кого видит. Никого не видит. Я думаю, нужно с дробаша стрелять. Оглушение надежнее. Нет, практически так же, учитывая наличие крита и диапазон... И диапазон не очень. Лучше светоши... Этот оглушение. Так, змею вырубили. Здесь надо валить, как уже говорил. Есть огнемет, граната. Скоро должно прилететь подкрепление. Должно прилететь подкрепление. Возможно, здесь пройтись конусом... Не может пройтись конусом, Василий. Вообще не должен туда лезть. Там только один револьвер, бог с ним. Может, ты просто сейчас машинку рванешь с этим товарищем? Гренкой. Да, да, да. Это правильно. Это повышает вероятность того, что умрет. Ну, собственно, машина рванет. Машину надо так взрывать, получается. Не задевая его. Твою налево. Так, мирного, кажется, мы одного спасаем все-таки. Соответственно, у нас не будет штрафа на миссиях. Полетели. Блин, снайпера надо реанимировать. Может, доп. действия? Кому доп. действия? Или светошум сюда? Светошум, чтобы не было оглушения. И снизилась точность. Да. Все это последний ход, кажется. Так, есть Архонт. Есть еще человек, наверное, 5. Плюс под крепом. Ой, под креп, кажется, далеко. Безлики, безлики. Безлики, ладно. Эвакуируйте, солдат. Глупость. Да, взорвалась. Нанесся урон. Архонт прилетел. О, ему урон нанесся тоже. Видимо, от машины. И вот оно под креплением. Три-четыре человека офицера вижу. Ой, Мэг! Ой, блин. Это капец, конечно. Дезориентация на том старая. Сейчас разбегаются. Ёпп, РСАТМ. Четыре хода до предельбытия рейнджером. Появилась эвакуация. Мимо. Мимо. Гаген. Падает бэск. Паника. А вот. просто кошмар какой-то димага все еще отравлен револьвер паникует бесса погибла так тебя работает огнемет на этих дезориентировать и взывать панику до механические цели есть нужно огнемет короче говоря скорее всего так вот full cover и по этим куда-то туда мэка главное задеть раз-два без три да без стрим это когда ребята где дезориентация где дым блин вроде как змею нужно добивать пептара сюда для сапресса нужно под ту группу огромную людей вызвать рейнджа я не могу феликс вообще один может убить только то изменит сержантом ленты тоже потенциальные фланги следующий ход сектор эту веру отчу подвинутый солдат похоже сержант убивать так где маги надо стоит вот так так как а там overwatch от этого молниеносный же у меня есть все спокойно дурак убивая он из дробаша убили змею смысла нет а пунктам пептар и снайпер остались пептар и снайпер есть под overwatch ты подойдешь дым и не подойдешь план подставишь кого видишь мне нужно его вообще подвести так чтобы он до снайпер погибает андро можно у этого укрытия снять снайпером его убить давай так сделаем подрыв делаю я только скритом его убьем снайпом не только давай феликс нужно очень да здесь горит офицер дым появился все таки там еще архон сзади мне здесь не выиграть я просто сражаюсь до конца ребята просто сражаюсь до конца зомбарь подходит не успеет ударить архон флангует мимо там дым мимо 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 хорош 62 этот идет но тут фланга нет все хорошо кого-то там только не держись держись димага безлики идут без димаги вообще беда нас осталось трое а револьвер еще револьвер сейчас может прийти себя перезаряжается офицер о этом еще станер еще щитовик живой сейчас люди начнут ой снайпер без кавера ну да да все все феликс сейчас будет умирать здесь стан стан прошел двое осталось мег подходит еще капец револьвер сейчас будет убивать феликс минус да это гг это гг но этот рай был наверно в трех частях очень далеко я прошел массу ошибок насовершал отравление все еще паника да пошел ты сиди там умничает в штабе так бесит капец жжем револьвером чтоб не мучился до конца до конца до конца до конца до конца Продолжение следует... 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 Я не специальный, наверное, но как-то получается, что он долго реально не живет. Слушаем. Где же вы, где же вы, где же вы, Галин? Так, вижу вышку. А подъем только отсюда, да? Давай к дому. Ну, эта штука, она не помогает мне совсем. Дом, конечно, тоже не факт, что поможет. По крайней мере, я пройти дальше могу им ими, всеми. Соколик, возвращайся к нам. Да как? Со второго этажа заметили. Подходил, не было. Видимо, может, за окном был. Все, теперь у нас нет этого эффекта неожиданности. Когда кавер овервочем, будет сложнее. Потому что первый пак, он, как правило, убивается сразу на халявку. Все-таки в игре есть рандом. То есть, есть варианты, которые... Ты не можешь просто все просчитать. Попробовать можешь, но вряд ли получится. Какими-то моментами... Или-то стоит, короче, рисковать, принимая риск. Но все равно вероятность небольшая. Остается, что это будет фейл. Как сейчас, например. Так, спулерик где? За четыре человека. Инж пулеметчик. Так, это под... Хорошо. Так, ну вообще, я могу использовать высоту, по крайней мере, частично этими товарищами. Забраться, да? Раз. Раз. Соколик еще не снайпер, но уже старается. Фланг будет. Так, а вот, а можно вот сюда поднять, чтобы полуукрытие, полное укрытие было? Хорошо. Я сюда. Как будем действовать? Я думаю, что отсюда нужно стрелять, будет. Или на овере стоять. Маркори пусть фланга обходит. Майкер пойдет, видимо, чуть поближе под Гренку. Демоглобер. Тут уже, кстати, фланг. Давай. Хорош. Бобер почти убил. Почти убил. Может, мы тогда еще кого-то умудримся в... Ну тут полуковер. Уже риск идет. Может, подойти так, чтобы только его видел. Получится. Так, давай. Ты будешь светошум кидать все-таки. Раз. Берс пошел кидать светошум. Я хочу повытягивать на овер. Он эксперта поддержал нашу канала сумму 100 рублей и сообщает. Все еще не чувствуешь в себе уверенности попробовать с лимитом трайфы. Ты ведь уже очень неплохо начал справляться. Решайся. Чем андер? Больше предлагать не буду. Пекай. И тут появляется змеи-искуситель эксперта. Предлагая ограничить мне по количеству трайф. Я даже до половины игры не дошел. Я думаю, нет. Потому что... Нет, у нас кризис. Нет, спасибо на эксперта за... За желание сделать поострее, конечно, всю эту хрень. Но, кажется... Не надо, блин. Рисковать. Нет, Господи, нет. Нет, нет, нет. Овервотч стреляет по полуукрытию. Нет, маловероятно. Надеюсь, что кто-нибудь подойдет. Да, вот Овервотч пошел. Раз. Ну, ребята, еще. 54% не попали. Он тоже стреляет с маленькой вероятностью. Хорошо. Не забываем про правый овер. Флангануться твоего упыря, можешь? Не можешь. Так, а если ты... Сразу на Овер на поорываешься, да? Блин. Блин. Так что, думаю, гранату ей нужно снимать. Овервотч его. Не ставишь гранаты. Блин. Так, давай тогда попробуем лысым светошумовой. Двоих только. Двоих-то несерьезно. Нормально, двух других убьем. Это раз. У нас появляется возможность двигаться более активным. Капец, Боберни, маневренный. Два. Соколика надо спускать, потому что он не видит... Ой, это не Соколик, это Слон. Спасибо. На это уже, да, это уже ГГшечка. Скорее всего. Хотя кучность неплохая, может... Может, зайдут гранаты. Кто может? Да как ты гранатами-то тут справишься? Ну, хотя бы так. Реакция поддержала ваш канал на сумму 400 рублей и сообщает... Здравия желаю командовать. А не завалялся ли свободный боец на койках в казарме, который с гордостью возьмет мою. И в бежав взглянув в стан врага умрет первым. А по сути, удачи. Спасибо большое. Тут бойцы по-другому появляются. Так, ладно, значит, Слон стреляет 67, пробует добить раз. Слон стреляет 1. Слон стреляет 1. Холли. Без штрафа стреляют только поэтому. Но есть светошумовая. Светошумовой закрыть можно только одного. Хотя подождите, у этих же... Ты же закрывал вот этих вот двоих. То есть, надо вот троих задевать. Вот так. У них спадет сейчас. Холли кидает светошум. 66 по дроидам. Димагу бы подвести. Или по дроиду опять же пострелять. Так, соколик. Соколик. Родной. Тебе нужно с приоритетом убивать дроида. На самом деле. У него, скорее всего, надо делать гренку. Одну. И добивать с руки. Тут можно, конечно, попытаться флангануть. Но это все дичайшая прохлада. Плюс это не все, возможно, люди. Тут нет фланга. А, вон еще один. Да. Так, а если низ? Тут полу-ковер. Ты флангуешь офицера. Но он дезориентирован не столь важен. Тебе бы... Нет, это сверхрискованно. Да, гренка-то можно добить. Но я не хочу шкуру портить еще. Ту-ту-ту-ту-ту. А можешь зарядить светошумовой фолоном? То есть ты, типа, подходишь и закрываешь светошум... Да кого? По одному закрывать? Это ерунда, Михаил. Тут уже все закрыты. Ты либо, типа, вот этого убиваешь как-то с фланга. Но ты не убиваешь его с фланга. Но ты можешь с кем-то вдвоем его убить. Или просто перегруппироваться и кинуть гренку в офицера, чтобы хиты снести, например. Как-то так. Или в этого. Или в того. Куда-нибудь. Отлично придумал Михаил. В другую очередь. Крайне неудачно я в этом моменте сыграл. Гренка обычная. Да, нет, не знаю. Но нужно армор снять. Нужно этого дроида добить. Раз. Три! Так, ну лут не попортили. Хорошо. Здесь подходим дабберсом. Точность никакущая. Тут тоже точность никакущая. Осталось два человека. Я думаю, что нужно делать овером. Делать овером. Дезориентации нет на двух врагах, но они вроде достаточно далеко, чтобы активно действовать. А, и последний парк. Реакция поддержала ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает командор, а я тут вспомнил. Аркадий скоро выйдет в огулятор. Короче, все враги здесь уже. Да ладно, ты увидишь, что ли, так? Нет! Опасно. Так, ладно, следующим ходом мы флангуем. Тут мимо попадание 14 всего лишь. Ой, опасно. Это тоже маленькая вероятность. 10. Это тоже маленькая вероятность. 15. Вообще, внимательно. Fallen, скорее всего, флангует человека, рассчитывает на то, что он его убьет, но потому что, как бы, по-другому-то как. Больше врагов мы не увидим, поэтому заходим раз. Плюс он следующий ход в фланг выходит к врагам. Он уже вышел. 3, 5, 75. Давай, убивай, ну. Хорош. Минус 1. Тут, возможно, фланг 1 с офицером. Фланг 2 этого, но там овер. Овервотч. Который хорошо бы снять светошумовой гранатой, но, кажется, я не докидываю. Да, я не докидываю на него. Хорошо закрывается. Так. А что мы по правой части можем сказать? Плэйс и Маркони. Ничего, да? Блин. Обычно я первую миссию так не прохожу. Обычно я первый пак на халяву убиваю, потом второй, третий. Пока-то, фу-фу-фу, без ранений. Но мне кажется, что это очень временно. Скорее всего, сюда нужно кинуть гренку. Этого добить. До этого ты не достанешь, но бас гренку он кидает. 32 точно, с хреново. Черт. Агрессивно фланговать? На овервольд, что ты придешь и подставишься вообще полностью. Второй этаж недоступен. Недоступен. Может подойти за фулкавер без риска и гранату все-таки кидать я буду. Пытаться по вот сложно сказать. То есть, да, я могу этого убить, но, во-первых, там лут может быть. Блин. Удачно начало. Без ранений вряд ли получится пройти. Думай, сектой, допустим, будет фигню делать. Тот дальний не такой опасный, как этим. Этих много. Можно попробовать гренку кинуть вот в этого инжа, потому что ты его не закрываешь, а его нужно убивать. Возможно, ты скинешь... Так будет сектой стрелять. Нафига тебе это нужно? Давай вот так вот гранатку даже вот так как по дереву. Потому что я его не накрываю сапрессом, не хочу это. Да, но дерево остается целым и невредимым. Все хреново. Хреново. Холли спокойно подойти не может. А, я потратил ход товарищам, кто мог светошум кинуть без проблем. без полу-овер-вотча. Теперь мне придется соколом аркадить. Овер-вотч. Нет, не достал. Тем лучше. Закрываем собственно вот так вот троих. На овер не идем. Майкер, кстати, может попробовать к следующему ходу флангануть. Давай. Овер-вотча. чтобы сейчас овер через окна не сработал. Срабатывает каким-то чудом. Попадает. Урон по бобру. Но на единичку я готов терпеть. Может быть даже третьего сюда. Да, на следующий фланг нужно третьего сюда. Или нет, третьего сюда. Что может сделать Димага? Димага может стать мишенью. Неплохой, чтобы те дальние с оверами вот эти вот стреляли по фулкаверу, а не по хорошей идее. Фолли могла это сделать. Димага ее опередил. Ладно, меняются они тогда позициями. Тут надо просто оббегать, видимо, к сектоид бежать постепенно. Черт. Я тоже вставил. Два вруча. С Богом, ребят. Да, вот это самый опасный пулеметчик. И точность неплохая. Сектоид паника или контроль или не знаю что-то. Под контролем разум под контролем. этот подходит. Overwatch. Офицер, кажется, что-то понял. Стреляет по бобру. Половинка кавера. Держится, бобер, держится, 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 пока держится. Там дезориентация просто. А вот это опасно. Нет. Давай, тире. Ну, сразу минус один. Это не то. Да я плохо начал. Сразу сагрил через мирного, который у окна стоял. Это такая подстава. Можно было сразу делать ре. Но я посчитал, что вытяну. Ну, почти вытащил. Надо было этот ход переждать. Потом мы выходим фланг к двум, к трём. И остается уже у нас у врагов, точнее, человек четыре. не стоит. Что-то вперёд ты поломился. Кем? Там каждому действию есть объяснение. Каждому действию. Где-то для гранаты, где-то для вижена, где-то для обхода. То есть такой вопрос очень общий ты сдаёшь. Типа этой серии ну зачем ты проиграл сейчас? Почему ты промахивался? Работаем. Скорь консилмент. Так, во-первых, здесь у нас нет возвышений, но есть довольно большое количество полных укрытий. и плюс, в отличие от прошлой карты, здесь по крайней мере видишь, где-где есть мирный, где нет мирных. То есть можно действовать значительно спокойнее. Сейчас увидим кого-то. А, вот первый пак. мастер спеет дроиды лететь. Какая разница, он все равно не агрит, если не обходится с фланга. Ищу полное укрытие. Заканчивается полное укрытие, подсадяйте. Не нужно спросить двадцать. Не нужно спросить двадцать. Поехали. Так приятно смотреть на такое количество хитов, это вообще смех. Просто смех. Без дополнительных перков, без... Справа еще выломали. Так. Ух ты, что за штука такая? Мне нужно принять сначала первый пак. Желательно при этом второй не трогать. Куда же вы, куда же вы, родные? На самом деле, сейчас можно уже их... Если поблизости врагов других не будет, можно этих принимать, пытаться. Я слышу шаги. Мне кажется, я слышу шаги. Ту-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, поехали. Раз. овервотч 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 Погодим Руч Поехали Работаем, ребята, не промахиваемся По дроиду буду в первую очередь стрелять Это очень плохо, он благодаря армору принимает очень много на себя А тебе нет, по офицеру 5 Офицер минус Второй минус Лут Третий минус Четвертого убейте Красавцы Вот так должно было быть Если б я на мирном не спалился Это хорошо А нет, дроид живой А, это... Он за подкрепой пошел Вот я беда Дроид, как не мужик А там лут меня ждет Дроид 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 Мэээ О, Аркадий с нами Да ладно Трефер Фортуно Аркадий Семьдесят, меткость Аркаша Уклонение положительное Мобильность ниже среднего Дайте к символе среднее Здоровье 4 Реки, Аркаша, Фортуно. Неплохо. Неплохо. Ну что, смотрим, куда он там. Еще пак. Низ. Известное пак. Что ты руками машешь? Еще оверы. Ребята, еще оверы флангуют. Давайте, давайте, ну! Сатрес. А, нет, просто выстрел. Это вообще класс. Так, помним, что следующий пак слева. Да, здесь у нас есть лут. Его хочется взять, но ты спуешь пак. Да плевать, лут топ-1. Заряжение. Флангуешь. Сейчас всеми нужно бежать сюда. Всеми, всеми, всеми. Или реально с флангом? Давай так. Раз. Фланг. Второй. Отсюда кого увидишь? Всех увидишь. Хошка. Тех нужно закрывать светошумовой. Кажись, я не достаю светошумовой. Все либо... Ну, здесь понятно, что надо сваливать куда-то. Я же не могу остаться просто кинуть светошумовую. Эксперта бы выстрел, конечно, с фланга. Но... Получается тогда, да. Может, кто-то другой сможет достать, а? Трусипой. Трусипой достает до одного только. А он, в общем-то, ближе, чем все остальные. Так что, к сожалению, здесь светошум. А тот должен сам убегать от фланга просто и все. Петра взял лут и возвращается назад. Так, двое дезориентированы. Один флангован. Они видят только трех, которые под фул. Побежал, побежал. Давайте на овервочек. Давайте, ребята. Важно, важно, важно. Три еще кто-нибудь. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну-ну. Блин, фланг. Капец. И не попали. Какого хрена вы не попали? Три овервоча, ну. Ладно, оставлю кровотечение. Это терпимо. Так, аптечки у меня нет, поэтому нужно вызывать, наверное, рейнджер. Пять ходов? Кто-то умрет. Надо агрессивнее врываться. Я понимаю, что там дальше следующий пак, но мне нужно людей убивать. Поехали. Три хода у меня есть, там все про всем. Кланг раз. 70. 70%. Потому что я думаю, что надо подходить, взрывать этого упоря. Грянкой просто сразу же. А машина-то не взорвалась. Пофиксили эту штуку. Со второго раза взорвется. Взрывай их просто. Просто взрывай. Просто взрывай. Два. Там еще сектует. Добыча уничтожена? Добыча уничтожена. Сколько там ходов? Три хода. Давай, добиваем. Сегодня был рестарт. Ну, естественно, есть ли лемминги вокруг. Капец, машина с двух гранатами взрывается. Ребята... Ладно, если раненый будет ненужный класс, то норм. Пошел, 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 пошел. Ну, 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 еще один хит. Хорошо. Не должно быть фанга. Все, идем тогда к остальным. И он еще овервоч поставил. Два хода у меня есть. Работа. Так, здесь, скорее всего, надо снять овервоч гренкой. Вот так. Да-да-да. Кто далеко, но может. Майкер как раз. Из ориентации сейчас... Да как ты успел, ты скотина? Дайте мне еще разокрем. Проверял по двум ближайшим клеткам, он не видел. Оказывается, он на третью клетку меня видел. Да-да-да. Вообще тяжело с пришельцами сражаться, конечно. Перерыв. Две минуты. Сейчас пройдем. Поехали. Я уже хочу вот после первой миссии сразу исправить ошибки молодости, блин. И начать агрессивную экспансию в бомбе. Мои меня. Вижу вышку. Но она такая. Она... Не факт, что там находятся... Находятся враги. Рядышком все вокруг собрались, знаете. И ты спокойно можешь по ним стрелять. Дом в этом плане лучше. Так, у нас Поми. Труси пой. А вы Мария. Титан. Стэй пафф. Стэй пафф. Сигвард Катаринский. Стэй пафф. Сигвард. Блин, опять забыл, кто это. Лояр, ты... Кроу. Так, слева вышка, кажись. Вижу первый пак. Как раз тот самый, с которым мы в прошлый раз начинали. Так, ну ладно. Тут все несколько хуже с точки зрения укрытий. Конечно же. Сережа будет кидать гренку ориентировочным. Да, с коврами тут. Есть определенная беда. Так, ладно, давай так. Собираемся все вокруг машины. Отсюда я буду кого-то видеть? Кажется, не буду я отсюда видеть никого. Но я... Нет, не могу. И нужны... Нужны позиции такие, чтобы все смогли спокойно выстрелить. Таких позиций крайне мало. Так. Трусипой идет сюда. Ох, оперативники. Спецназ просто. Все вокруг одной машинки. Ну, с богом. Поехали. Главное офицера убить. Но он стоит ближе всего. Скорее всего, будет и двигаться. Будет более приоритетной целью. Я надеюсь. Поехали. Да. Один минус. Промах. Офицера попадания. Второй минус. Офицер. Короче, минус 3 остался только этот. Но он будет стрелять. Но он не такой серьезный урон наносит. Так что все нормально. Главное, чтобы не сваливал. 50 на 50 сейчас. Мимо. 52%. Хорошо. Огрешения на время нет. Поэтому мы просто его забираем и все. Только надо сделать так, чтобы еще лут не пропал. Но я думаю, что стоит... Во-первых, стоит несколько сократить дистанцию. Чтобы повысить вероятность. Учитывая специфику оружия. Отбиваем его в раз. Пусть уж у него игровочи останутся, да? Дополнительные, чем... Причем нужно стрелять дальними сначала. Вот этим вот. Надо было Гренку вообще юзнуть. Вот это я чушь сделал. Потому что реально... Гренка, во-первых, попадет. Гарантированно. Во-вторых... Во-вторых, она, скорее всего, его не убьет. Но в следующем же выстреле мы ее добьем. Если попадем. Кроу. Давай. Ну, 60, ребята. Кто это такой? Да... О, еще лут. Хорошо. Овервочи, овервочи, овервочи. Вот. Вот ради этого стоило сделать, чтобы побольше овервочи. Мог еще лучше сделать. Попадание на двоечку еще, ребята. Промах. Так, четыре человека, да? Еще овервочи. На обычного. Там не попадает. Мист. По-русски говорит. Ой, взрыв. Как так получилось? Что это было? Как так получилось? Так, ребят, проблема в том, что лут пропадает. Ну, я иду за лутом. Очень много себе поделось. Резкое зрение. Хорошо. Так, а там минус два, что ли, получилось? Минус два. Самоубийцы, да? Очень странный товарищ. Фланговать здесь не можем. Здесь... Здесь, кстати, можно бочку попробовать рвануть. И, может, фланг сработает. Помни, попробует, попробует. Подальше обойти, Вижен есть. Трусикой подойти нормально не может. Так, ледокол, титан. Давай так. Там минус два, да? Здесь вот так пробуем уничтожить укрытие. Бомзуууей! Не добей его. Укрытие не уничтожили. Урон нанесли. Так. 26 чушь под ханкеритом так давай до full cover дезориентация скорее всего 2 за зальтос и сделаем соберем спокойно лута потому что будем действовать расставим пацанов за full cover справа ханкер сделаем о адаптации персональный боевой скрещу через партизанку буду играть раз мне два модуля уже выпало так тут full cover ханкер точно боюсь пулит пак аккуратненько подходим здесь не заглядывая за углом холер а стоп ты же не докинешь да вот чем проблема я же не докидываю до второго святошим риск не подросчитал с богом ребят есть риск 2 еще есть секторит плюс один не забываем этот а белки не может вязать попадание маловероятно 7 процента под у второго точность должна быть где-то 70 попал overwatch снял ладно легкое попадание хорошо паника пошла а он еще и распасть и сделал что надо его гринка снимать плохая оборона тут фланги есть надо серёжа видимо его взрывать нет как же мне его как мне у него снять овервотч учитывая то что он меня видит здесь грянки нет тут кд к я немного по твоей ситуации а тут риск спулит новый пак ну бери плотного товарища какого-нибудь например кроу нет помним конечно же конечно же и побежали но броня есть вероятность попадания да он пробил армор и паника конечно серёжа ну чего ты ну нормально же пацан это уже очень плохо я не записывал какой там вероятность очень попадания но это было гадко блин и кроу не может достать до него черт ладно пофиг иди вперед аркадь михаил же надо рисковать наверное отлично с 2 ранения получается уже хуже дезориентация 1 а это не фланг ближе раз дезориентация отходим сюда дезориентация 3 ну ну нет что за серьезно ты из-за угла машины не можешь кинуть гранату повезло пошла флешечка остальные кстати можно но этого сюда понятное дело мы возвращаем тут овер тут овер я бы подошел еще поближе она вдавить их давить на нужен помещу справа будет без кого расстрелять 6 что ты творишь а радашь первая миссия своеобразный фильтр для нубасов и я его видите не прохожу всем часики добрый вечер сори что я мало общаюсь там если бы ты просто стрелял убил вы одного и второго с вероятностью 20 процентов учитывая full cover и там и там надежно у вас будет привет какой-то я не читаю если честно я думаю если с учетом перестарта первых миссий то это уже десятка два если те которые были хотя бы после первого месяца то их наверное штук 5 а вот ухох это шпырлор и аркадий так ребят давайте есть во первых здания хорошие где бонусная точность где можно которому можно подойти вроде бы безопасным начнем с него хорошо далее сюда раз мог спалиться здесь если бы окна стоял бы опять тупырь так далее давай-ка ближе к центру все забираются на крышу без исключения а с крыши мы уже прислушиваемся и выбираем с какого пока начать все равно первая миссия не такая простая если ты ставишь задачу все-таки собрать все что только можно собрать приходится рисковать и к все пробежали фейерлор такой дичайший слева слева судя по звукам слева кашем сразу на угол никого не видит но обычно звук не подводит поэтому скорее всего они просто да я не вижу эволюции образа эти трайты же те же шутки не точно успешность если бы не было эволюции я не полгода не продержался бы такси позиции он и полюцию он не видит жалко что мне делать возможно не так быстро учусь на своих ошибках конечно подходит одного час спустим также светошумовая для дезориентации для ой второй пак большой пак а вот это лучше с подождаться когда разойдут ценю слишком много для старта возможно стоит проводить их то есть вот так вот передислоцироваться для того чтобы товарищи которые снизу следовать грубо говоря за так эти идут сюда ближе ко мне это наверно самый опасный пак а второе тоже блин тут конечно машину можно с гренками все разрулить но я подожду все таки может разойдется разойдутся хотя бы кто-то и все все разошлись а я по центру остался так хорошо еще разок так все за правых беремся потому что эти вроде как же out of range хотя вижу одного дроида слабит нужно брать лево блин сейчас живу и успеет уйти михаил а ты тут видишь все равно да может старый сагрить пока что машина будет мешать большинству тогда у кого раз смещаемся в угол 2 от права пока готовимся принимать верхний пак сейчас они уходят а эти что подходят нет тоже уходят мы ждем 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 позиция хорошая давайте 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 ребят подходим слева придут три пака это возможно да все наконец-то вернулись так теперь кто их видит эти не видят то есть надо переводить пацанов вот так 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 скажем и так этих троих сюда раз два овер 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 и светошум работаем ребята работаем раз по обычному три хорошо промах 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 попадание попадание промах плохо живо три человека да со штрафом но живым без ориентация полу укрытия у двоих двое ставят под гренку слышу что слева подходит новую а 15 процентов попадания ну дезориентация до работает и пока нормально овер оч разошлись гады тихо так ну тут нужно каким-то образом на ближайшим товарищем видимо докинуть вот так вот светошумовую чтобы снять овер или оценить шансы по нему кстати неплохо он под полу укрытием сидит а мы сверху ищем так что я думаю надо просто попадать по нему сейчас у кого шансы лучше 43 35 вообще 38 17 44 давай попробуем есть так овер сняли у у скорее всего спускаемся для светошумовой на двоих возможно поднимемся там слон же седой да у нас дедушка фанаси это его поднимаем чтобы он стрелял у него как бы гренка на кд все равно стреляем пока так да 48 аркадий очень точный попал хорошо и 43 товарищ предлагал перестреливаться в прошлом миссии там укрытие было плюс 20 еще десяточка то есть там было 15 процентов шанс попасть тут то с 30-40 еле убил блин и так двоих закрываем удачно очень и наверное стоит пару оверов оставить что мы же фулл каверы и вероятность уже не очень вероятная пух хорош отходит гад но он флангуется блин как ты да как ты попадаешь ты 19 процентов попал урон и ну этот достаточно точный получился фланга нет надо обновлять светошимовую к сожалению и типа заходить к нему заходить это поле следующий пак и это только самый первый пак это только блин самый первый пак а почему здесь 40 48 процентов сколько у хапа вообще точность 68 может штраф по оружию может мне лучше влево перейти ну что хапа например попадает перезарядку не сделал так здесь точно спускаешься вниз здесь передислоцируемся чуть-чуть чтобы 38 давай давай фаерлордом хорош попал ну стоит ли тратить на того стоит 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 надо было это делать после того как ты отстреляешься Михаил вот зачем ты мантичем вдруг сейчас попадет 27 или 29 вон два трая было один трем вот просто просто сдал сдал гранату так так ну здесь нужно аккуратно подходить помним что второй пак ходит сам по себе то есть он весьма вероятно и вот так лучше перезарядки овером переводим чуть поближе перезарядка овер овер переводим овером первый пак минус 4 человека лута у одного гранатами обычными не взрывали господи не доходишь да не пришел клетки рискуем рискнул использовал пак взял приклад как змея в первой миссии змея первый раз вижу это видимо с патчем такая тема пришла ууууууууууууу и уууууууууя ну змейка там убивает скорее всего нашего буксу и кто помочь не может 機 может точность у нее 80 кажется а я под полукрытием сижу дурак заход стала подходить спасать надо раз увидишь увидишь 2 еще по можно спулить обычно сектует вместо вайпера 59 мажем 51 попал крит хороший докол пока серьезного ранения там нет варлорд живет но надо помогать так что делать фаерлорд вроде как нужно прятаться да за фулкавер прячемся и пробуем как 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 я что не видел него over вообще слепой она змеи убили вот взяли легкое ранение есть overwatch овервотч 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 и пока сюда и фланг сразу и они могут атаковать сейчас уже с фланга 1 over но это так вашим 3 аркадий попал еще так ладно вроде тем не действовали овердом так ульдара если это шумовая он скорее всего я должен закидывать сюда то есть передислоцироваться вот так вот за фулкавер или вот сюда нет там полу укрытием overwatch вроде не должен сработать с дальним и причем фланг будет еще человека солдат адвента но 3 я не задеваю кажется светошумовой фаерлорд вроде как за лутом должен идти ну там там overwatch подходим мы не подходим подходим хотя бы для того чтобы гренку кинуть в дроидом и рискуешь аркадий сможет точнее гранатку кинуть чтобы машину не задеть я стреляем поэтому по дроидам ни одно или два ранения уже то есть на единичку и на 2 кажется так пух может стрелять пух скорее все должен стрелять хорош то есть 30 человека мантич флангуется хапа потенциально флангуется на эксперт он эксперт он может ли он подойти он на последней клетке вроде агрид а так не агрид давай так хорош светошумоваясь да нет я думаю фаерлорд должен перезаряжаться и кидать сюда гранатам а потом кто-то должен типа хапы человека обойти но не обойдет так ладно соберись то есть забей на правого получается да то есть вот ты его должен тебя флангует здесь маловероятно перезарядился гасишь снимаешь овер да как я не знал что не ходил к при действии кажется уже был такой момент до в финальной миссии прошлого трое револьвера после удара такой товарищ замочил источный овер и скорее всего фулл кавер овер здесь фулл кавер так ой какой блин там фланг же дурак какой дурак а так мантич может ты что у гранаты добьем на давай не будем не будем выпендриваться за лутой и так много потеряли полный набор обилок на овервотч как там добычи не было не было хорошо ладно остается один пак да из трех человек двое из них дезориентированы флангов нет вот справа вот он офицер идет самый опасный пожалуй мажем по нему раз целью указания ну то есть меточка пошла офицер не стреляет этот хоть и по метке ноги так окей паэр лорд берет лут инфа соточка он раненый ядро и лири мантич флангует офицера если бы не были патроны обязательно бы фланганул овер у этого упыряда но тут явно светошум на ближнем по вот этим вот двум товарищам возможно светошум сделать самыми левыми товарищами для того чтобы правые могли с большей вероятностью флангануть отлично вообще отлично михаил ты послал аркадий у которого нет гранат вот же пух есть пуха посылаем пух должен закинуть ключевой вот тут овервотч да и мы заденем еще этого хорошо видимо это закончится сейчас не на этом на следующий ход то есть тут мы флангуем стреляем по офицеру уже без овера раз 59 ну да еще как повезет попал ледокол мантич должен перезарядиться здесь хаппе бы тоже напасть с фланга но он не может дедушка афанасий тоже не может можно попробовать поймать офицера на овере так и надо сделать потому что он на фланге то есть ты переходишь сюда овервотч и подходишь сюда видишь офицера видишь овервотч эксперт то только так мантич скорее всего вот так на будущем овер овер с богом то есть двое не работают офицер флангован и бежит сейчас куда-то покажите покажите пошел раз ну блин единичка ну ну ребята ну я же вас вот вот так бесит вот это вот попадание клёвая рандомные модифицирован автозаряжением 43 сокращать дистанцию стрелять на тех же двоих светошумовую 45 какая там была вероятность по попадением ты заметил любопытно мне сколько там офицер попал еще можно посчитать 75 85 минус 50 35 процентов ориентировочно должно было быть желательно флот на будущее уже пытаться обходить 36 ясно хорош я пытаюсь заспамить пытаюсь заспамить с вероятностью один к трем попасть просто разок и всем не по-прежнему дезориентирован но у меня три ранения если я правильно помню овервотч да ты их 14 процентов они делают заход по выстрелу и попадают по выстрелу с отрицательной вероятностью да новый трой ну потому что там три или четыре раненых уже это невероятно невероятно просто вижу хороший дом оккупировать его надо но я не знаю как он горе на первые 35 миссии они как бы определяющие здесь здесь первая миссия легче чем в первом икскоме на мой взгляд но лучше вот на том дом перебираться хреновый он без без укрытия вообще прямо дверь так сектоид ну во первых это мне не серьезный пак я не хочу его пулить не хочу его пулить потому что лучше начинать с других паков если честно соответственно я попробую да что ж ты будешь делать-то ну мажу троплюсь мажу ошибаюсь я попробую подойти поближе к этой трубе по которой собственно и надо забираться как хорошо не идет на меня значит можно проскочить сейчас на крышу собираемся смотрим что на крыше аккуратно в полхода раз эти две клетки две клетки блин да это дроид поэтому я и хотел в половинку ходом потому что это это грязь конечно же конечно же конечно же алиэн лучше чтобы не фланговали конечно так так лучше мы все туда просто не помещаемся нормально но могут флангануть если продолжить движение дроид тоже в том же самом направлении то фланганет так без урочи представляюсь была ошибка надо было наверно за трубу всеми вообще ой дай бог чтоб сейчас не фланганул дроид так хорошо он не в эту сторону летит точник фланга нет выстраиваемся по этой стеночке и работаем с этим паком раз два три четыре пять только непонятно как ты можешь спрыгнуть не спалившись а ты можешь кстати докинуть отсюда да ты докидываешь отсюда еле еле но докидываешь я видел меня не обманешь я видел по троим попадут вот овер 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 а там где внизу есть сектоиды эти ушли ушли хорошо все идеально должно быть ну вот где то вот какая клетка это 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 где то вот здесь вроде было но под этим углом выше курсор а где то ну как ты ты в з в в вот клетка только ты на нее попасть так не можешь должен вот сюда вот ее ой какой я в шоке от механики до сам работы офицер хорошо попадание 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 но добивайте ребят офицер минус этот минус лут этот минус шикарный 2 лута всех вырубили кроме кроме дроидов стоять это всего лишь так я начинаю с ближних естественно может гренку а ну чтобы overwatch оставить гренка кидать вот так вот не надо гренку кидать садятся так прикольно еще все приседание 87 револьвер вообще как же мне прет от этого ну и конечно пак еще один опять отлично сняли ой подниматься кто-то собрался ты куда пошел домушник очень смысл троих флангуем главный начал еще стрелять попадание 56 overwatch окей так нет ты залутом ты идешь чего что по вероятности поверятность невероятная нет поиск клеток будет ой ребята как же у меня конечно так по крайней мере двоих задеваем давай превольвер да так ничего флангуем сегодня мы с тобой флангуем фланг 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 давай с дальнего начнем который падает просто сверху и месяц давай раз ну проблему это брюс брюс 90 процентов раз видел видел так следующие фланги фланги полное укрытие заводы завезли не завезли не завезли полное укрытие так значит ты должен быть за кавером как можно ближе сюда поехали 2 очень хороший начало твою налево от чего-то не показал ты мне что там конец хода почему-то решил играть без специалистов почему пассивные ребята 72 68 72 хорош так третий крит боюсь фланга не усач что-то все подбирает раз адаптация персональный боевой усач рискует а здесь что лазерный прицел так у нас осталось четыре человека с гранатами совсем фаршем скорее все таки надо вот так вот спускаться а кто ближе всего ты ближе всего собственно забываем что есть секто это сейчас с другом но они где-то гуляют 86 хорош молодцы ребят молодцы так мы этого можем я думаю нужно светошум делать и парочку оверов сверху оставить просто то есть подходишь так подходишь так светошум чтобы он не фланга ну овервольт чтобы ну чтобы да с богом три человека осталось ребят этот еще двоим овервольт так ну мы его гасим второй светошумовой желательно снизу человеком который ничего не может или не давай гренку лучше по нему ты его не убьешь во первых сапресс снимешь сверху будем уже достреливать с бонусом мы его даже сверху можем попробовать флангануть попробуем и фанга нём а нету приземлил перезарядки нет вообще фланг 85 ггшечка майкер носу это майкер так еще лут так перезарядка овер овер ждем сектоидов на оверем перезарядка овер овер и зарядка овер подходишь овер отлично перезарядка овер надо заводить опять же перезарядка овер тут подходим берем лут глушат зарядка овер овер мне нужна крыша ребят крыша это точность так а горит надо нижним идеям так еще ходит мне кажется что они вот в той стороне как раз а нет вот они здесь уже обошли пошли овер и попадание на единичкам еще овер но товарищи на крыше не работают эрик поддержал ваш канал на сумму 100 рублей спасибо чай добрый вечер добрый-добрый-добрый-добрый-добрый пустой даем так сектоид флангуется раз сектоид флангуется 2 сектоид флангуется 3 1 а этот как добегаем гренкой мы его за уносим фланга нет так погодим давай-ка по дальнему мы на всякий случай обычную гренку тут фланг 4 хита хорошо и еще лут модифицирован автозаряжением здесь скорее всего надо а чё я могу можешь попробовать снять стенку и давай лучше сделай светошум нет просто убивай его потому что лута там уже больше не будет стенка не снимется все равно да и вот так вот может двоечку снимем у него хп сняли да у него это не было чисто сыграли ребята весь лут собрали ни одного ранения ни одного естественно убитого все хорошо первая миссия прошла тут вот неплохо возвращаемся поближе познакомимся с нашими героями посмотрим на их характеристики роли поприседали 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 просто так револьвер точно 77 снайпер русбрейн 66 хэвик ну смысле гренадер ему и не нужно усач специалист с хреновой точностью ок брюс хэвик метки 73 пулеметчик точнее майкер ой меткость хороший стрелок неплохо рапонга специалист хреновой меткостью отличным и пекарь 70 меткой страны мган дико надо еще смотреть мобильность мобильность 17 фантом поме конечно столько хп 3 хп но у него вообще уклонение мобильность 17 короче класс здоровье лазерный прицел крит перезарядка 2 глушак короче нужно наверное делать модульку все равно модульку надо делать ребята первое исследование не средства связи модульное оружие 4 дня инженер очка строительства отсеков ой хорошо очищена центральная инженеров нет но я ставлю сразу же вот думаю центр передовых или партизанка партизанка чтобы делать из леммингов ниньс да что по вербовочке так пух получается да и абвер 70 меткость пуха 5 здоровья 8 защиты но мобильность никакая материалов нет пока что хорошо сейчас мы в регионе все на получение разведки ой в смысле этих повстанцев игнорим сначала поставим на рекрутах всех рекруты рекруты поиск рекрутов ключевое в ущерб материалам в ущерб вообще это как бы фарм своеобразный на черный рынок полетим так рынок есть смотрим продать что труп солдат адвента точно кристаллирия пока не нужны но остальное все пригодится 25 обломки дрона труп сектор это тоже ближайшее время не нужен зачем тебе деньги на новичков на партизанку идем сканить больше рекрутов разведданных соточкам ищем миссии модульное оружие готово успели до первой миссии начинаем новое исследование это естественно с для подключения нового региона средства связи сейчас пойдут миссии он возможно наем чего а это в этом на черном рынке нет 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 работа миссии на кого разведданные пакет данных четыре дня незначительные ретранслятор уничтожить времени очень мало ретранслятор очень плотный миссии мы игнорируем еще миссии два дня инжа минимальная надо лемминга посылать пытаться инжа высвободить из камеры инж очень нужен так очистить отряд и берем новобратс новобранца мобильного не хочу помнить сразу брать возьму лучше кого-то из этих товарищей шестнадцать 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 с наименьшей точностью неси пойдет глушитель есть нужно глушак надеть если есть глушитель да потому что там проникновение дикое пушку поменяй на другую василий мобильность добавляем пушку меняем глушитель на накидываем оснащение дым так проникновение практически сто процентов заради инжа фармим поехали стелс миссия сложная мега важная я в прошлом трае не до конца игры полгода был один инженер хотя было две миссии на инжей я мог их подфармить так средства связи готово сейчас будем новый регион подключать что по исследованиям биотехнологии биотехнологии конечно так восточная европа западная африка юар сейчас будем смотреть что по количеству убежища 5 убежища 5 так давай поближе к рынку тогда подключаем здесь тоже новобранцы фарминг и вот там уже конспирации один новый появился уже еще поиск рекрутов сил адвента 2 стоп надо в опциях лонг вора поставить чтобы пауза была потому что мне сейчас очень часто будут иметь настройки лонг вор пауза при найме почему то не сохранилась она партизанка через три дня начнем обучать ниньц в партизаночке незначительное повысилось на одно деление будет у нас 10-12 врагов эвакуация когда эвакуация дефолтная начать операцию очень 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 нужен я максимально активно сделаю для того чтобы использовать текущих бойцов с разными там используя разные особенности миссии попытаться малыми силами получить хороший профит потому что сейчас вот одного инжа повторюсь за одного лемминга получить это прям подарок судьбы вот и нужно очень очень активно сейчас развиваться набирать новых последователей повстанцев повышать свою активность привлекать конечно с другой стороны адвент но 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 пока есть возможность пока есть лемминги пока в силу адвента не такая высокая мы можем очень много разных миссий захватить поэтому в первом регионе во втором регионе будет максимальная вербовка новобранцев чего не полетел на ретранслятор потому что 4 дня у ретранслятора где-то 15 хп то есть это как бы вообще миссии не очень солдаты убежища рановато ставить хотя может быть атака нет сейчас пока я думаю рановато так вип не так далеко эвакуация вообще близко так с какой стороны вход что там за этот за место как входить камера оооо я такой конструкции не видел ни разу отталкиваться скорее всего от в наличии врагов 12 ходов это с запасом аккуратно обходим по краю вип очень близко 1 первый пак ёпресс это я сразу двое на разведке этих дроидов черт так еще не поздно так еще не поздно хорошо уходят я кажется могу проскочить сейчас по краешку ребята мега важная миссия мега важная миссия проходим половинку проходим фул полукрытия флангануть уже они не могут еще пак следи им 3 3 следи им офицер те туда ушли черт внимательно мне кажется нужно обходить вот с этой стороны давай половинка раз так тут лестница вообще то ясно где дверь скорее всего здесь вот лестница есть ага вот лестница то есть это дверь это не дверь ты рискуешь лучше вот так 8 ходов остается вижу дверь вижу дверь блин если так взрывчатка бы помогла могли бы ее поставить здесь на стеночку снести тут дверь открывать крайне рискованным можно подойти стоп блин эти же лестницы не просто так здесь ты можешь прыгнуть в окно ты можешь и в дверь зайти михаил если там никого нет и не видишь сейчас лучше вот так подходить уже с богом еще пока в мою сторону идут еще пока так это все что есть то есть внутри здания двое и здесь еще два пака капец и как мне эвакуироваться то но медлить нельзя дверь открыть можешь без шума смотришь что рисковать уже сразу же тебе вот в эту камеру да блин 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 так ладно от этих я ухожу да то есть чисто в теории я могу попробовать на пол хода чтобы посмотреть кто здесь да так лучше так аккуратно никого а вот теперь наверное стоит уже бежать тут закрытые камеры тут вряд ли да тут не будет ничего похоже что не будет еще аккуратно 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 что справа окно выберем так после этого надо будет эвакуироваться второй этаж потом из окна выпрыгиваешь и все в смысле тут тут нет дырки как не крип это пробраться тут вот он только отсюда доступен короче ребят надо открывать сейчас и скорее всего в правую дверь надо валить потому что вероятность того что те офицеры уходили туда те хоть из правой двери выходили но не факт что они там короче я наверное сначала пойду неси потому что задача у нас спасти инжа в первую очередь можно попробовать один ход неси подождать тут окно я могу спалиться сразу же так у меня хоть вход будет может дым сразу кинешь сюда дым это хорошо но дым может помочь пипу эвакуироваться короче да из правой двери ближе побегать но это не сейчас я наверно зайду внутрь чтоб не фланганули справа и слева твое шметь ну что сюда да сюда и прикрывать випам да давай окна тихо увидим все скорее всего надо Несси продавать випом убегать на какую то халяву и под дым потому что Несси в следующий ход скорее всего он два дроида вот это проблема надо кидать сюда дым и вот сюда вот випом потому что открыв дверь мы можем спулить еще кого то это практически полный ход или випом вообще не будем высовываться тогда ты вряд ли добежишь до туда и если допустить что здесь никого нет то лучше конечно встать вот так вот но если тут хоть кто то есть вип погиб дальше выбор либо пол хода чтобы не палить випа либо сюда и на обоих дым пол хода это ты пол хода теряешь но вип важнее пол хода раз ханкер два дым три ключевое чтобы дроиды не знали что здесь этим еще пак капец сейчас возможно нужно випом вообще направо уходить ой налево да скорее всего оглушение промаш прошу ну что там было то промах так так там есть овервотч это раз випа нужно сюда убива убирать пошли я понимаю что я могу еще на пак сагрится но убегать справа это абсолютно нерационально а неси неси будет байтить на себя агрить фулл кавер побежали овервотч сейчас будет но там дым держись неси попадание 33 надо их стягивать на себя то есть надо делать ханкер вообще дело так чтобы они все сюда идти шли оглушение нет 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 держись прошу оглушение они все равно на нее идут овервотч это пошел за випом ой хорошо эти не пошли за випом бегут за неси она может еще ход вы выдержит выдержит подходит на следующий обходят инж здесь три хода остается так не хочется близко подходить давай максимально на пол хода чтобы увидеть если кто нет никто меня не видит на максимум без кавера на максимум или фулл кавер фулл кавер там разница в две клетки с богом неси держись еще ходик прошу фулл стреляют 50 процентов мимо держись родная держись какая тактика капец тут даже на стартовых миссиях можно такие штуки мутить фланг фланг офицера это ггшечка держись еще ходик нет минус неси знают ли они куда бежать овервотч кажется не знают вип здесь ход не добегает поэтому максимальный крюк один ход в запасе есть и тут даже я не буду подбегать фулл кавер чтобы не спалиться лучше вот так вот сделать полу укрытие но как можно дальше от остальных главное на овер не попасть и идут нет овер они не знают где я его так вот за лейминга и бинджа получи получим нет 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 мимо ух у это гениально вообще игра через На последний ход VIP О, эту фильмы просто можно по миссиям снимать Фильмы Инженера получили на старте Это очень круто Несси, конечно, но она Лемминг У нее и была задача Я оценивал ее шансы процентов на 20-25 Изначально Но это было очень круто Если бы еще Может быть стоило не ханкердаун делать А на полностью убегать Но я боялся, что часть врагов, увидев VIP, за ним побежит А ему было бы значительно тяжелее Так, Инженер, хорошо Во-первых, партизаночку Ускоряем раз Очень круто Очень круто, ребята, очень круто Подключаем новый регион Партизанка готова В партизанке готовим Готовим новобранцев перспективных Смотрим на то, что за боец И делаем из него ниндзю Ниндзю нужна мобильность, хиты и эвэйжен Ты многого хочешь от новобранцев БСП Адвокат Адвокат Молодой адвокат, это Касаткин Из него делаем ниндзю Может и в основной даже пойдет Вот они, кстати, на миссии пойдут Очень хорошо работают на миссиях Подключили новый регион И здесь тоже агрессивно начинаем Агрессивно начинаем С вербовки рекрутов Тут силы адвента, правда, 3 Поиск рекрутов 1, поиск рекрутов 2 Может, советника назначим В отряде Там что, миссия у меня какая-то? А, надо из отряда убрать Есть ли кого убирать из отряда? Не, не нужно пока этого Не нужно, забей Так, лучше сканить Слушайте, а может, учитывая силу адвента 3 Здесь будем Да нет, силу адвента 3 не такая большая Поехали сканить направо Доход минус 10 Ждем миссии Ой, убежище Еще рекрут восьмой Тоже на поиск рекрутов Подфармливаем, ребята Подфармливаем Что это? А, исследование завершено аэропатроны препарирование офицер окажется нужно окопать ёприс ты точно там же партизанка готов дуракем Забыл. Дейнштаб туда. Копать обучать? Обучается же. Обучение новобранца вон. Миссия. Незначительный развед данный пакет. 8 дней. Отлично. Ретранслятор пришельцев уничтожить. Опускаем до минималочки. Отправляем основной отряд. Так. Хорошо. До минималочки, говоришь, да? Кто мне точно не нужен? Я не хочу брать специалиста, во-первых. Я не хочу... Я хочу качать револьвера. Определенно. Хочу качать пулеметчика. Точно. Разрушитель, усач. У тебя точность хреновая. Идет лесом. На эту миссию гранатометчик. Да. Ниндзя точно. Сережа. Сейчас мы его уберем. В основной отряд поставим. Поми, 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 поми. У нас еще аэропатроны есть. И бронежилет. Бронежилеты хорошо могут зайти. Надо убрать еще одного человека. Штурмаж или рейнджер? Штурмаж или рейнджер? Бобер хороший. У него меткость 72. Ну, штурмажу меткость-то не нужна. Да тут 70 меткость. И на сколько мне нужно опустить? 25 процентов, да? То есть 6 дней. А может и не стоит. Может стоит взять как раз 8 бойцов. Ой, 7. 6 получается. Не-не-не-не-не. Все, подожди, убираем. 6 и 4. Раздать глушаки. И опустить до 6 ровно. И можно идти. Не так-то просто. Револьверы пробуем поставить. Первые две перезарядки не расходуют действия. Нет. Перезарядочку лучше покадать штурмовику, которого нет. Или... Нет, пусть будет снайпер. Глушатель Несси остался. О-о-о-о. Да, глушаком Несси это очень плохо. Я могу брать гранатометчика. И заменить его как раз на другого рода бойца. Например, на пекаря. И тогда я практически укладываюсь. Если еще поменять одну пушку у бобра, тем более он рейнджер, у него есть альтернативочка. То мы, кажется, делаем минималку. Да, мы делаем минималку. Хорошо. Производство. Броньки есть? Нет, броньки нет. Коммуляторный заряд, аэропатроны. Да нет, пока броня не нужна. Смотри по... Во-первых, аптечка нужна. Тем более рейнджеру, как бы, мобильность, да, не повредит. Аптечку кому? К аптечку пулеметчику. Трассирующих пуль, к сожалению, нет. Персональный боевой модуль здоровья пойдет, наверное, бобру, потому что он будет врываться... Нет, ниндзя. Или... Или штурмошу. Давай штурмовиком, пекарем. Ну, ниндзя-то не... Как бы он скрыт часть времени, поэтому... Так, и увеличенный шанс крита. Видите, я без предрассудков. Если, как бы, пекарь того заслуживает, я его не чмырю. Я, как бы, верю в людей, несмотря на, как бы, ориентацию. Пекараст, ты не пекараст. Все равно можно... Можно из человека толкового сделать. Так. Здесь все понятно. Аптечка. Снайпер. Понятно. Проникновение. Пакет данных. Разве данные понятны? Основная группа отправляется. Сейчас нужно акцентировать внимание на соло-миссиях, стелс-миссиях. Начинаем с проникновением. Блин, скоро уже заканчивается. Препарирование завершено. Тут, кажется, что-то ценное, насколько я помню. Гибридные материалы. Да, это как раз армор, то, что я и хотел. Важно, что препарирование сделано. Это жилетом можно будет надеть. Так. Рекрутинг есть, рекрутинг есть. Ресурсы два дня. Ресурсов не будет, но они, как бы, и не нужны. Сообщение от совета. Минус 10 баксов. Новая цель. Незначительная. О-о-о-о. 23 часа игнорим. Новобранец-адвокат. Обучен. Еще одного ниндзю готовим на доп. задание. Так, кто у нас подходит на роль? Маневренный, плотный у ворот. Маневренный, плотный у ворот. Ну, Берс вообще очень плотный. У него ходов не так много. Просто если брать шустрых товарищей. А, вот. Ветеран, джунир. Вот он. 15-5. Александр Гайфудинов. Надо вот его убрать. Александр Гайфудинов. Александр Гайфудинов. Гаи. Это тоже из Гудейта. Тоже партизан. Хорошо. В смысле, нельзя. Мы в отсеке копаем. Копаем, копаем. Девять дней. Возможно, взять. Ну, вербовочки тут. Ой, хорошо. В вербовке тут реально появляются новые товарищи. Маневренный, точный. Точный. Это вот все поиск рекрутов. Это все поиск рекрутов. Но самое главное не для этих, не для леммингов я это делаю. Для того, чтобы вот здесь вот рекруты увеличивались. Количество их увеличилось. Миссия подходит. 101 проникновение. 125 должно быть. Ой, стоп, стоп. Назначается в убежище. Стоп. Еще двое. Сколько сил адвента? По-прежнему 2-3. Нифига себе. Ой, кажется, нашли имбу. Поиск рекрутов раз. Поиск рекрутов два. Возможно, стоит советника назначать, потому что могут быть уже миссии. Но некого назначать после следующей миссии, возможно. А, второго бойца учим? Так там же нельзя второго бойца учить. Без грейда, партизаночки. А, нет, можно. Опять эту плюм. Хорошо, берем еще одного перспективного товарища. Последнего, наверное. Берса возьмем на Ниндзюм. Это я уже мог. Берс, 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 Берс. Алексей Васильев, кажется. Давай. Да? Не вижу. Да. Хорошо, гибридочка скоро будет. 327. Отлично. Проникли правильно. Минимальные 7 дней. Отлично. Вот сюда пойдут лемминги тренироваться. 100% делаем загруженность. То есть сюда 6 человек набираем ориентировочно. О-о-о. Так, наверное, имеет смысл сейчас еще потратить бабло и купить рекрутов двух перспективных в штабе. Для того, чтобы их послать, тренироваться. А офицеров раскидать по этим... Так, бойцы. Нет, вербовка. Я уже начал хоть понимать, как тут происходит. Берем пуха плотного точного. Берем маневренного точного этого. Тут мега маневренный друнин есть. Я его тоже возьму. Денег нет, как говорится, но... Но это важно. Сюда делаем миксовый состав. Из оставшихся офицеров все-таки... Ниндзя точным. Гранатометчик точным. Разрушитель, да. И еще троих перспективных леммингов. А именно... Пух. Абвер. Ищи, ищи, ищи. Лысый этот медленный, к сожалению. Вот, на эксперта хорошо. 4, 15, 70. Проникновение не 100. Может быть, еще один уместится. Не уместится совсем. Шестером идем. Ну, 6 против 6-9. Будем ли мы что-то выпендриваться и ставить? Я думаю, нет. Тут половина леммингов. Модулей у меня все равно нет нормальных. Улучшений нет. А если по гранатометчикам? Гранатометчику гранату. Заменим пушку для маневренности. Ниндзя у нас с нормальной пушкой. Броньку мы сделать не можем. Разрушитель что? Разрушитель тоже должен менять, видимо, пушку. Не, нормально. Маневрим с ними. 15 справимся. Поехали. Классно. Сейчас такое идет... Такое начало динамичное. Инженер копает. Миссии вербуем молодежь очень интенсивным. Обучаем новых. Сейчас будет миссия. Вот здесь вот. Да, вот она. Минимальный пакет данных. Основная... Основная группа будет сражаться. Так, разведданные нужны. Третий регион. Мы с вами можем подключить. Третий регион. Бонус. Не помню, что от Африки мы получим. Но там, кажется, не очень ценное что-то. Так, тут у нас команда топовая. Не забывай. Есть у тебя тут снайпер, пулеметчик, рейнджер, ниндзя и... Кто-то еще. Револьвер негр. Ну, револьвер классный. Ничего. У него... Как хорошая меткость уже со старта. Перспективный. Перспективный. Бобер с дробашом. Еще же забыл про него. Так, он что-то, что ретранслятор далеко. ХП дофига. Ходов сколько? 12. Так, минималочка, да? Мини-малочка. Есть здание. Прострел идет. Но у тебя же... Только снайпер с общим видом, да? Револьвер. Больше никто нормально со здания работает... Нет, ну почему? До ретранслятора, конечно, не доберемся, но... В общем, я на здание пошел. Раз. Два. Пикаду, пикаду, пикаду. Пикаду, пикаду, пикаду. Да, стой. Только не торопись, только не торопись. Слушай. Слева. Прямо. Так, то есть ты выходишь вот сюда, вот под фулкауэр, скорее всего, да? Пикаду. Сережа еще хуже обнаруживают, поэтому он первый идет. Смотрим. Вижу. Три человека. Сектоид, обычный и дроид. Так. Снизу вышка. Судя по всему, там еще мирные стоят. Вывожу снайпера на позицию. Брюса тоже, наверное, уже сюда. Тем более он отсюда уже начинает доставать. А у Ясапресса у него есть, уже можно работать. Пекаря ближе. Майкер тоже надо ближе, но без фанатизма, блин. Давай аккуратненько, фулкавр, полхода, смотрим, что здесь слева. Никого хорошо. Урочь. Урочь, урочь. Смотрим, слушаем. Эти уходят втроем. Шесть, девять человек. Шесть, девять человек. Слева. Слева, 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 слева кто-то есть. Слева кто-то есть. Смотрим сразу под дым. Да, вот они. Еще три человека. Так, нормально. Я уже дальше не могу двигаться комфортным. Думаю, что один ход у меня есть. Надо пекаря подводить на ранн'ган. Надо револьверы ставить на овер. Нинди еще есть. Так, тут пулеметчик поближе фулкавр. Надо ждать. Еще ходик ждем. Я не хочу тут падать, потому что есть вероятность, что там мир на меня спалит. Ты штурмаж, алло. Должен ты, должен. Сокращай дистанцию, потому что по-другому он не работает. Да и помню, в общем-то, как ниндзя должен спускаться. Теперь уже вот сюда вот. Овервоч, овервоч. Овервоч. Смотрим, кто куда. Шесть человек. Эти направо. Десять ходов. Можно попробовать на них забить. Принять центральные. Эти-то очень далеко ушли. Да-да-да. Идем к точке, к ретранслятору. Пытаемся сейчас перестроиться таким образом, чтобы с этим паком повоевать. От дальнего максимально уходим. Так, для этого. Снайпер вообще-то... Вообще не видит. Снайпера. Так что он может остаться здесь. Пулеметчик, скажем, вот сюда. Или даже ближе. У Брюса точно же хорошая. Хорошая. Бонус сверху десяточку даст. Давай так. Это раз. Так. Кем мы агрим? Я бы тут агренку закинул. Потому что сектоиды не стоят, а тех можно убить. То есть я думаю, даже пекарим нужно агрить. Просто подходишь вот сюда вот, за полу кавер пофиг. И примеряешься гренкой, да, отлично. Майкер тоже всех видит, в общем-то, может и должен пострелять отсюда. Должен пострелять отсюда. Еще не поздно снайпе отвезти. Должен пострелять отсюда. Поехали. Значит, в сектоиды по... Нет, лучше... Лучше, наверное... Да, вот так вот, да. По центру прям. Давайте четверочку одного, чтобы убили. Есть минус два сразу. Луты не уничтожили еще. Сейчас нужно сектоида добить. Внутри у Вервоча есть для этого. Работаем, ребят. Сверху бонус. Хорошо, попал шесть. Красавцы. Красавцы. Чисто. Так, и тут не спалились, да? Ниндзя есть. Ниндзя пока подсвечивать должен. И подходить немножко. Овер. Сейчас попробуем второй пак принять. Ой, овер. Пять. Попался револьвер. Хорош. Но могут по револьверу пострелять. Так, здесь пак не такой серьезный, на самом деле. Потому что... Тут нужно будет бежать, резать сразу ниндзей. Возвращаться остальными. Возможно, штурмашом. Ран-н-ган. Опасно, 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 опасно. Держись, ревчик. 36. Никогда за револьвера так не переживал. Так, тут нарезочка. Помним, что еще есть один пак. Так, фланги, не фланги, что? Отходим раз. Время есть. Тут ран-н-ган мне не поможет. Скорее всего, нужно будет забрать... 7457. Да, забрать дроида, того мы все равно порежем. Дроида не такой опасный. Давай, если ты сначала начнешь с вырезания... Людей. 78, тем более. Давай. Поехал. Да, ниндзей спалимся. Ну, как бы надо. Это предпоследний пак, ребята. Минус нули раз. Там лут оставили слева, кстати. Автозаряжение берем. Ну, я не пойду, наверное, за лутом. Слушай, а тут с ран-н-ган, а он за полуукрытием. Особо толку нет. Снайпер снимает. Да, вот этого товарища. Не факт, что убьет, не факт, что попадет. Попал, не убил. Окей, револьверсер, оно неплохо. Вениамину можно сделать ран-н-ган за полуукрытие, вот чтобы этого добить. Но этого добить могут разные люди. Во-первых, дебют здесь есть от Бобран. Попал, убил. Хороший. Плюс у него действие. Скорее всего, нужно чуть подойти на будущее, на Гренгу. Перезарядка не столь критична. Сектуида не хочется сопрессить. Если честно. А нужно сопрессить сектуида. Давим его. Туда не пойду, потому что пак могу спулить. Я даже и штурмашом подойду вот так вот. То есть не на полуукрытие, а просто на будущее, чтобы сектуида с ран-н-ганом убить. Сектуид что делает? Отстреливается. А, пытается все атаку провести. Под контролем. Сейчас убьем его, сейчас убьем. Либо ниндзи, либо штурмовиком. Все в порядке, ребята, без паники. Семь ходов, есть запас. Поехали. Раз. Лут отличным. Гидрой аллерием. Еще где-то от... От одного до трех врагов. Перезарядка. Ладно. Тут свободная перезарядка. Овер. Тут подходим, овер. Вот, еще пока. Три человека по крыше идут. Попадание. Но это фланг. Это минус 6 хп. Офицер есть. Ой-ой-ой. Пожалуйста, снайпер выстрелит. Есть кто-то стреляет. Снизу, снизу. Офицеры главные. Мажет. Он падает. Прячется. Стреляет. Нет. Промах 40% от Инжа. Это последний. Ой, овервотч. Этот ок. Так, работаем, ребята, работаем. Здесь светошумом снимаем, скорее всего, раз. Тут раннган, фланг этого, два. Снайпер видит кого? Снайпер видит дальнего, но не может. Надо держаться светошумом. Но не факт, что нужно кидать светошум именно на... Блин, он же будет на овере сейчас. Молниеносных нет. Просто если я оставлю флангов... Ну, вот такого хэвика флангованного, это будет провал. У него могут попасть и все, и до свидания. Уклонение у кого больше? Уклонение 17. Брюс. 12. 15. Михаил. 3. То есть, типа, надо поме пытаться как-то, да, сагрить? Да. А ты не докинешь, скорее всего. Ну, хоть сагришь. Может, тогда на фул подбежать? Там же штраф идет дикий. Да, давай на фул. Помми, выручай. Сережа, уворачивайся, уворачивайся, уворачивайся. Попал, 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 но в защиту. Так, хорошо. Тогда хэвик у нас может действовать. Он... Скорее всего остается здесь, только под кавером. И закидывает гранату. Ой, чушь. Тут точно ран-н-ган. Гуф, говорят, там. Может, участие, да. Так, надежнее выходит. Нифига не надежнее, тем флангует. Давай сюда. Наша цель. Так, 70%, 66%. По оглушению 80%. Глушим. Попали, отлично, минус один. Второй ранен, возможно, гренкой, просто закинем мы офицера. Или светошумовую же двоих. Скорее светошум, чтобы нейтрализовать и второго. Я понимаю, что он на фланге. Но не можем. Так что ты добивай. Погоди, 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 погоди. Может, Бобра еще подвезти? Может, он докинет гренку какую? И не докинет. 38. Плохо. Как мне офицера-то убивать? Только гранаты, увы. Только надо ее закинуть еще таким образом, чтобы... Чтобы по нему прям попало вот так вот. Нет, не так. Вот было. Так вот. Пофиг на лут. Мне сейчас время важно. Потому что может быть подкрепление, во-первых. Снайпера подвожу. Здесь перезарядка лучше, а не овер. Окей, давай снимем. Действует, уходит с фланга, стреляет по полуукрытию. Опасно. Попадает. Двое-ка. Ранение. 55. И овервотч ставит еще скотина. Но здесь точно нужно с опрессом, например, ему снимать овер. Резать его или с дробашом там добивать. С дробашом лучше вот этого добить. И надо вообще прорываться к... Так, это раз. Там дублетом рейнджер убьет, я думаю. Бобер там добегает. Да, но флангует. Бежом. Точка эвакуации, да? Вызвать рейнджера еще же нужно. Давай так. Не самое удачное место для эвакуации, блин. Так, тут дублет. Через ход будет подкрепление, насколько я понимаю. Вот в этом самая большая проблема, друзья. То есть надо сейчас резво, очень резво идти и уничтожать передатчик. Потому что у него огромное количество хп, я не справлюсь в один хп. Надо было раньше эвакуацию вызывать. Сейчас придется с... Хотя нет, пока... Как он нарезает? Надо принимать... Надо принимать... ...надров. Скорее всего... ...вставать пока на крыше с стрелками основными. Перезаряжаться, готовиться. Не, нормально, подкреп пока нет. На самом деле миссия очень хорошо пройдена. А, нет, вот и подкрепан. Вот и подкрепа еще не пройдена, нифига. Два хода до рейнджера. Добиваем. Трансмиттер уничтожен. Сюда подходим. И это Overwatch. Четыре Overwatch'а. С богом. Кто прилетает? Блэйдмастер. Да, да, да. Ну сейчас я правильных бойцов, во-первых, начал уже брать. Более-менее знаю, какие миссии. Четыре человека приходят сразу же. Офицер. Двое Overwatch'нутых, кажется, и обычный. Опасный пак весьма. Так, но они рядом со штурмом, рядом с ниндзей и простреливаются всеми остальными. Простреливаются же, ребята, 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 ребята. Попадание раз. Троечку снайпер, давай, давай, давай. И есть минус один. Но их трое. Их трое. Так, ладно, здесь минус один. Здесь с ран-н-ганом минус второй. Кого видит револьвер офицера Адвента? Можешь ли кого-то посопросить этот? Кажется, не может. Так, давай в любом случае сюда. И так не хочется выбегать вперед. Скорее всего, надо будет... 42-42. 42. Ну, если убьет одного хотя бы рева, у него выбора нет на самом деле. Если он попадает, то все ок. Я могу за один ход разрулить. 42. Опа, попал, красавчик. Все, тогда меч и ран-н-ган. Меч и ран-н-ган. А кого ты ранишь и гонишь? Не факт, что ты убьешь. Далеко не факт, что ты убьешь. Там же стенка. Отсюда кавр. Ладно, давай режь офицера тогда. Не факт, что порежешь офицера, Михаил. Страховка есть. Страховка в виде светошума есть. Да, давай, офицер опасен. Режь офицером. Так, лучше убей его, лучше убей. Хорошо. А, там кавера нет. Это был косяк. Эвакуация. Эвакуация. Расчет на пика-2, чем, друзья. У него оглушение есть. Может быть, он сможет... Благодаря дистанции... Да, в любом случае надо его подставлять, потому что у него хп больше, броня вся. Отступить. Кем отступить? 50% Или светошум. Еще не поздно светошум кинуть. Светошум. У него 65. 40% точности. Он сильно подойти не может, чтобы бонус получить от пушки. Меньше, чем 50% у него вероятность нанести урон. Тем более, он отступает. И овервочи все отлично. Сейчас мы прикроем... Прикроем светошумом чьим-нибудь. А я надеялся прикрыть светошумом чьим-нибудь. Вот этим вот. Там как раз нескольких клеток не хватало. Должно хватить. Так, не видит он, вроде. Девольвер спускается. Тут эвакуация. Тут гренка, скорее всего, зайдет. Да. Прикрываем. Такая тема, такая тема. Вообще, эвакуация. 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 Да просто убей его. Как ты его убьешь? На овервочи побежишь? Просто убей его. Сейчас он дезориентирован. У меня фулл кавер. Я спокойно ухожу двумя. Все. Он попадает с вероятностью меньше 10%. Правда, есть у него... Снова овервоч, но... Блин. Тут уже бежать. Учитывая то, что у него дезориентация есть, я еще могу спокойно от него уйти. Главное по клеткам подгадать. Не видит. Не видит. Не видит. Не видит. Не видит. Давай так. Вот так. Вот так. Вот так. Скилл растет. Ах, хорошо. Одно легкое ранение. 12 человек убито. 100% попадания. Выполнена миссия. Получены разведданные. Получен опыт. Сейчас двух бойцов не из этой когорты нужно будет отправить по убежищу. Вот это уже уровень. Вот это мне нравится. Сейчас старт совсем другой. Снял овер и флешка не зарезал. Я не хотел на больше, чем два хода уходить, учитывая то, что подкрепа может идти через ход. То есть мне пришлось бы снова столкнуться с неопределенным 22 дня. Майкер ранен. Сильно ранен. Так. Смерть с небес. 80 точность. Револьвер. Штурмовик. Пекарь. Молниеносный рефлекс. Поми. Ниндзя. Головорез. Брюс. Точно в цель. Это на будущее. И рядовой Мерчук. Лицом к лицу. Автозаряжение Элери есть. Солдат в стрессе. Можно на черном рынке пока Элери продать. Тем более гибридочка сейчас пойдет. И мне нужны будут деньги. Элери может с похорошей ценой уйти. О! Пушки. Пушки классные. Заморозка. Винтовка. Пистолет. И самое главное. Что же там? Что же там? Что же там? Четвертая. А. Винтовка. Это оружие охотника. Оружие охотника. Пистолет. Топор. Точно топор. Самое главное топор. Так. Ниндзя обучаются. Расчистка идет. Ресурсы есть. Исследование идет. Здесь черный рынок. Продаем. Значит, кристаллы Элери, труп Адвента, обломки дрона. Особый интерес. Труп солдата, кристаллы Элери, обломки. Труп солдата, обломки. Мы их оставим на боевых, они будут у нас всегда. Так, что у нас по конспирации и прочему? Там новых рекрутов нет? Есть. Один уже на конспирации. Ничего себе. Переключаем опять же на поиск рекрутов. Но сила Адвента уже 3-4. Но кажется, она не коррелируется с уровнем мобов. Видимо, ивенты накидывают сложности. И еще все-таки месяцы как-то влияют. Хотя опасно. Африканский сектор. Сканем. Гибридочка пошла. Сможем бронежилет выделить по крайней мере один. И трассирующие пули можно купить снайперам. Разбор Элери его, помню, очень нужен. Так, и надо попробовать отправить все-таки кого-нибудь. Из отряда надо выкинуть. Специалиста Рапонга нужно точно отправить. Так, давайте менеджмент отряда сначала. Менеджмент отряда. Или как-то делается-то. Управление отрядами. Так, выкидываем колом. Выкидываем к спецам. И... Нужны... А тут проникновение. Блин, некого. После проникновения нужно это сделать. Короче, сейчас в регион, где силы Адвента четверком... Нет, лучше вот сюда вот. Ставим офицером Рапонга. Фармить теперь разведку. Нужно миссии на снижение сил Адвента искать немного. Я хочу еще немножко рекрутов. Еще вот чуть-чуть. Хотя бы плюс два там. Оп, стоп. Плюс один там-там. Господи, как классно, а. Вообще до фулл хочу довести. А вот и цель. Небольшая. Да, это уже сила Адвента заметная. Игнорируем. Надо уходить в конспирацию. Или разведданные. Разведданные, скорее всего, да? Или материал, опять же. Что тебе сейчас в ближайшее время понадобится? Деньги. Больше всего понадобятся деньги. Не, вообще разведданные. Для нового региона. Давай, переключаем на разведданные. Поехали. Такая активность сумасшедшая. Так а зачем ты в этом регионе-то делаешь? Давай лучше в одном регионе четко разведданные, там, где сил Адвента меньше. А в том... А, тут и так разведданные. А, тут и так разведданные. Я тут сюда вернулся зачем-то. Все правильно. Тут разведданные, а там материалы и... И все, и материалы. Может быть, немножко конспирации. Не, материалы. Не боись. Ой, какой фарм. Как много у нас последователей. Главное, сейчас из-за активности Адвента не гуфнуться. Сканит, наверное, лучше здесь помогать. Разбор реак... О, расчистили. 52 материала. Тут нужна мастерская. И у нас хватает денег на мастерскую. И мы ставим мастерскую. У нас есть инженер. И будем расчищать дроидами. Получим деньги. Инженер назначен. Отлично. 7 дней. Ну, еще нужен инженер. Леревый реактор. Кристалл Иллерия. Ну, кажется, что-то еще дает. Нет. А, нет. Вот, лазерное оружие можно. Два сплава, если бы был и один ученый. Короче, основу исследования пока сделаем. Разведданные не поставил? Как не поставил разведданные? Вон, Д. Разведданные. Д это данные. Мэ это материалы. Рэ это не разведданные, это рекруты. Миссия. Незначительный разведданные. 23 часа. Игнор. Новобранец обучился первый. Ниндзя. Дальше. Сейчас, я думаю, нужно делать уже те классы, которые мне сверх нужны. Например, делать второго снайпа. С мега точностью. Желательно хорошей маневренностью. То есть, мы берем в бойцах человека с точностью 71. 15. Вот, ледокол. Отлично. Пофиг, что у него хп мало. Для старта это просто прикольно. Можно, кстати, попробовать выбрать из вербовки. Нет. Ничего тут нет уже. Ледоколы, значит, партизанку. Даркаримов. И он будет у нас снайпером. Ученого на рынке никак. Ну, денег нет. Какой ученый? Там 150 за тебя, за ученого попросит. Так, тут проникновение соточка. Вот она миссия. Незначительная все еще. Привлеките внимание адвента. Нейтрализуйте цель в транспортном средстве. Короче, ради разведданных мне нужно цель не просто нейтрализовать. Мне нужно ее... Да. Желательно захватить. Иначе не будет бонуса. Сюда направляется группа не самая... Не самая удачная. Но задача минимум все равно выполнить миссию, потому что это вообще тема с половиной леймингов. То есть, по сути, самое главное, это все-таки выполнить миссию и спокойно эвакуироваться, потому что тебе за это дадут основную часть опыта. Но если каким-то образом удастся... Да, тут же еще 10-12 человек будет. А почему незначительная? Почему незначительная? Может, из-за силы адвента, которая возросла? Я рассчитывал на минималку. Кослявый конь. Это, наверное, костлявый конь, мясной конь, красный конь. Тут много было разных коней. Сначала очень хорошо, что так не хочется сглазить. К точке эвакуации. Изначально. Не забудь про эквип к следующей миссии из новых буш. Очень близко. Эвакуация где? Ясно. Вот это хуже. Прямо сквозь. Мне нужно пройти. Но благо есть маскировка. Но помню, что народу здесь много. Поэтому либо ты... Жесть. На этой миссии нельзя торопиться. У нас начало первого. Надо слигнуть. Перенести стрим. Вижу мирного, но... Опа. Офицер Троя. Ладно, кто у нас здесь? Ниндзя есть. Рокетмен есть. Кусач. Ну да, я набрал... С этих... Набрал трех леммингов и трех... Вроде как бойцов старых. Вообще, ниндзя можно было подойти ближе. У него обнаружение поменьше. Пробуй захват сделать, если получится. Я в курсе, да, что хорошо было бы сделать захват. Но учитывая то, что здесь народу много, 10-12... А тема не топовая. Мне лучше добежать до точки, а потом уже пробовать что-то сделать. Так, разведчик. Специал у меня нет. Как бы не попасться на нем. Вообще, есть Рокетмен, есть Гренадер. Огневой мощи хватает. Единственное, что я вот отсюда уже... Либо мега-хитро пробегаю вокруг и делаю очень серьезный крюк. Либо иду сразу на випа. Мне кажется, что лучше идти сразу на випа. Минус три мы сделаем, минус четыре присобачиться. И это будет уже треть от уровня. Рискуешь. Давай так, проверь, есть ли там рядом еще кто. Нет. Так, на эксперты у нас с Лемминг. Подойти к фулкаверу мы здесь не можем. Думаю, надо обходить, да. Планк может быть. Еще пак. Нет, ребят, сила адвента, видите, она реально повышает сразу же. Возможно, я не совсем правильную тактику сейчас выбрал. Потому что я искусственным образом усилил... Усложнил себе жизнь. Еще месяцок и будут мутоны. Вот в чем дело. Хотя прошел только один месяц. Надо подумать. Все, хватит на сегодня. Спасибо за то, что смотрели. Сегодня мы один трай, конечно, за пароли. И второй тоже очень агрессивный получился. Возможно, стоит в конспирацию уходить в определенные моменты. Например, когда у тебя идет исследование какое-то, тебе нужно тянуть. Посмотрим. Ладно. Благодарю вас за все. Увидимся с вами скоро. Чтобы узнать, какая будет трансляция XCOM, конечно, XCOM или Resident Evil, подписывайтесь. Под плеером есть кнопка подписаться. Тогда вы сможете получать уведомления об анонсах и о началах трансляции. А я прощаюсь. До скорой встречи. Продолжение следует...